Дорогие друзья, на самом деле это давняя добрая традиция, связанная, конечно, не с моими поздравлениями, а с тем, что именно каждый год в этот день, 20 марта, происходит эта замечательная конференция. Она, как бы на первый взгляд, небольшая, на один день всегда, но она очень значительная, она очень весомая, потому что именно с этого, с изучения архивов, источников и начинается любая наука. Это фонтан. В этом отношении я сразу же, в первую очередь, хочу поблагодарить сотрудников нашей научно-музыкальной библиотеки имени Танеева, которые, можно сказать, почти на чистом энтузиазме ведут свою работу, получая за это очень, к сожалению, немного, каковые условия, ничего не поделаешь. Мы, конечно, со своей стороны будем всегда стараться как-то. Но эту работу они ведут творчески, заинтересованно и очень качественно, несмотря на это. Еще одна сложность связана с тем, что сейчас наша библиотека переживает не лучшие времена в том смысле, что очень значительная часть фондов законсервирована в хранении, и мы ожидаем введения встроенного воздания. Очень надеемся, что это произойдет. Так что будем продолжать работать и ждать лучших времен. Ну и, конечно же, не могу не вспомнить им Борису Нурасину, которая много лет заведовала этой нашей библиотекой. Именно она и была организатором и автором идеи этой конференции. И вот теперь, к сожалению, с нами нет Ирины Зиславовны Тариловой, директора библиотеки в настоящее время. Она болеет. Она вот объявлена тоже в программке, но, к сожалению, не смогла идти. Я тоже хочу ей выразить самую сердечную благодарность. Также, как, еще раз повторяю, и всем сотрудникам библиотеки. Некоторые из них имеют и ученые степени, как вот видно в программке. Сейчас Ирина Вячеславовна тоже. Вот. Ну и, конечно же, да, архивы – это начало любой науки. Все мы это хорошо понимаем. И изучение архивов связано, конечно, с очень серьезными трудностями. Казалось бы, ну вот факты, документы, да. На самом деле это не так просто, как кажется, как мы все знаем. И любые факты можно по-разному интерпретировать. Можно их неверно описывать и так далее. Мы тоже с этим, к сожалению, встречаемся, особенно в последнее время. Но вот наша библиотека как раз всегда показывает настоящий уровень этого процесса. И, конечно же, вот совершенно плодотворная такая замечательная идея связать воедино архивы всего русского мира, зарубежные архивы в России. Но, стало быть, они имеют отношение к нам, к нашей культуре. И русские архивы за рубежом. Вот эта перекрестная связь, эта двусторонняя, так сказать, тематика, она очень важна, и очень важна особенно сейчас, когда единство русского мира находится, к сожалению, под угрозой. Но, тем не менее, мы должны стараться не допустить этого, этого увеличения, этой трещины в культуре, этого раскола. И, конечно же, будем стараться поддерживать русские архивы за рубежом по мере возможности. Кстати, вот должен сказать, что сейчас на стадии возникновения, на стадии зарождения два еще проекта по исследованию архивов. Один связан с архивом нашего Центра электроакустической музыки, копией которого находится у нас. А создавал его Андрей Иванович Смирнов, который сейчас находится в Греции. И, собственно, подлинники все там материалов. Но у нас есть копии, и мы будем это исследовать и обнародовать тоже. А второе, это предполагается также наше посильное участие в создании архива Русской консерватории Рахманинова в Париже. Там замечательные документы, очень-очень ценные, пока еще почти не подвергавшиеся исследованиям. И вот как раз сейчас мы тоже думаем, как порядочить эту работу. Потому что, ну, Русская консерватория, это так звучит, очень импозантно, Русская консерватория Рахмани. На самом деле это, по сути дела, как бы ДМШ. Я там был, когда там вот такие маленькие детки, которые пришли на танцы, на ритмику, вот они там занимаются. И поэтому, конечно, им одним без нашей помощи вряд ли можно справиться. Ну, это все такие вот проекты на будущее. А сейчас я еще также хочу поблагодарить всех участников и наших коллег. Как всегда, много коллег из Московской консерватории, которые традиционно занимаются изучением архивов. И есть также гости, участники нашей конференции, вот в частности из Венгрии, город Шопрон, а также юг России, это Ростов-на-Дону и Донецк. Вот, хочется приветствовать, конечно, этих гостей. Ну, конечно, кто-то будет онлайн. В Венгрии сейчас приехать. Хотя Венгрия не самая дальняя страна, но все равно сложно. Все равно сложно. Ну, и вы увидите, что охват вот географических этих архивов, которые здесь подвергаются исследованию, он, конечно, очень широкий. Здесь и разные континенты, здесь и Франция, конечно, все та же. И многое-многое другое. Так что тут будет очень интересный, я уверен, очень интересное будет содержание докладов. И, как всегда, тоже это хорошая, добрая традиция, доклады будут изданы. И вот, между прочим, для распространения еще есть сборники по конференциям разных лет, они вот образуют такую красивую красочную гамму разного цвета, на каждый год свой цвет. Пожалуйста, вы можете приобрести, пока вот это еще есть. Ну, и действительно очень ценные материалы. Ну, собственно, вот все, что я хотел сказать. Еще раз всех приветствую и желаю успешной, плодотворной работы, в чем я нисколько не сомневаюсь. Спасибо. Мы можем переступать к нашей работе. Но я хотела обратить ваше внимание, что к конференции библиотека подготовила выставку в цокольном этаже первого учебного корпуса. Одна часть выставки посвящена Ивану Вышнеградскому. И мы постарались показать доступную читателю в нашей библиотеке, доступную читателям литературу о творчестве Вашнеградского. А другая часть посвящена русскому ирландцу Джону Филду. И его искусство представлено высказыванием его современников. И эта часть выставки украшена редкими изданиями сочинений Филда из нашей библиотеки. И наша работа начинается докладом Елены Марковны Шапшаевич. Здравствуйте, уважаемые коллеги и слушатели. Я хочу выразить благодарность Елене Вячеславовне за приглашение, за деятельную помощь и даже в мелочах. И, конечно же, за возможность выступить первой, потому что, к сожалению, рабочий график такой. Ну, тема уже объявлена, поэтому я начну. Непосредственный импульс моему докладу придали обнаруженные в Российском музее музыки три письма Артура Шницлера. И, вообще говоря, в российских архивах, насколько я могу судить, корреспонденции от Шницлера очень немного, так что каждое интересно. Находящиеся в Музее музыки письма связаны с историей создания и издания оперы Владимира Ивановича Ребикова «Женщина с кинжалом» в 1910 год по одноименной драме Шницлера. Взгляды одного из лидеров этого кружка, Германа Бара, который, в свою очередь, находился под влиянием защищений физикой философа Эрнста Маха. Теория Бара получила в критике название внутреннего, душевного или психологического импрессионизма для писателя главной целью становится изучение сложных, бессознательных процессов человеческой психики. Ну и, собственно говоря, все эти черты Шницлера сходятся в его пьесе «Женщина с кинжалом» в 1901 год, входящей в цикл мгновения жизни. В центре драмы – картина неизвестного художника, на которой изображена женщина, заносящая руку с кинжалом. Вокруг этого артефакта разворачивается действие сначала в современной галереи, затем в художественной мастерской эпохи Ренессанса. В обоих случаях действуют одни и те же персонажи, как бы перемещаемые во времени. Паулина, она же Паула, и Леонгард, он же Леонардо. А также есть муж героини. В современном пространстве мы не знаем его имени, это просто некий драматург, и он не появляется, на нем просто говорят. А в пространстве прошлого это реально действующее лицо, художник, ремиджиус, автор картины. Несмотря на то, что сочинения Шницлера были очень популярны и за рубежом, и в России, многократно переиздавались в разных переводах, оперные композиторы обращались к ним крайне редко. В частности, пьеса «Женщина с кинжалом» привлекла к себе внимание, ну вот я пока что смогла найти. Только Михаила Остроглазова, это опера 1907 года, она осталась в рукописи, и Владимира Ребикова, она была издана. Но по датам понятно, что Ребиков был чуть позже, в 1910-м. Замыслы написать оперу на текст Шницлера были у Ребикова, правда, гораздо раньше. Он был преданным почитателям венского и берлинского модерна, и во время своих многочисленных зарубежных путешествий, в том числе во время турне 6-7-го годов, он ищет сюжет для новой оперы, в том числе и у Шницлера. Но потом останавливается на другом литературном источнике, на раннем рассказе Леонида Андреева «Бездна». Но экспрессионистский тон отчасти свойственен «Женщине с кинжалом», можно сказать, наверное, что это такая отложенная реализация оперы по Шницлеру. И опять-таки, что интересно, что потом в своих более поздних операх Ребиков перейдет скорее к таким более символистским и охлажденным эмоциям, но не к накалу такому. В композиторской карьере Ребика в 1910-й год – это начало позднего периода творчества. После насыщенных, полных впечатлений и признаний европейских гастролей он надеется на столь же успешную реализацию своих замыслов на родине. Но, увы, да, о нем очень много пишут критики, в том числе очень видные критики. Попов, Петровский, Каратыгин, Прокофьев обсуждают его произведение, но чаще осуждают, чем приветствуют. Публика воспринимает его сочинение и манеру их исполнения. Известно, что Ребиков часто играл за занавесом в полной темноте и настаивал на этом, как манерное декаденство. И не только широкая публика, но и элитарная. В частности, на закрытом вечере общества свободной эстетики 10 февраля 2010 года, который, значит, Ребиков соглашается по просьбе Брюсова, его также сопровождал неуспех. И вот осенью 1910 года, перенесший болезнь и разочаровавшийся Ребиков, уезжает в Крым, сначала в Феодосию, затем в Ялту, где почти безвызно проведет последние десятилетия своей жизни. Время от времени до революции выезжает с границы, затем просто осталась там. Круглевое общение семья Чеховых, их гости, художественная и научная интеллигенция Ялты. И первое крупное произведение, которое как раз сочинил Ребиков в Ялте, и была «Женщина с кинжалом». В воспоминаниях композитора об этом сказано чрезвычайно лаконично, но точно. 18 ноября я взял комнату на даче Андреевой на набережной в Ялте, и там в один месяц сочинил «Женщину с кинжалом». Текст был взят у Шмитцера. Имеется также скрупулезное указание на даты начала, окончание оперы в автографах клавира и партитуры. Я могу это свернуть, да? Да, да, да. Спасибо. Только один момент, чтобы наши онлайн-звители тоже видели. То есть, теперь можете... Спасибо. Вот это... Да, это первая страница клавира. И клавир, и партитура в рукописи находятся в музее музыки. Переписка Ребикова и Юргенсона позволяет утверждать, что «Женщина с кинжалом» стала первым шагом к выходу из морального и физического кризиса, переживаемого композитором, и что импульс к ее сочинению был связан с некой любовной историей. Композитор очень доволен получившейся новой драмой и предполагает поставить ее в Германию, куда собирается в наступающем 1911 году, как он пишет, перебраться. Для этого Ребиков просит перевести текст на немецкий язык Лину Эсбир, переводчицу, сотрудничавшую в 1910-х годах с рядом музыкальных издательств, включая издательство «Юргенсон». Однако именно ввиду планов на заграничную постановку у Ребикова возникает беспокойство по поводу авторских прав. И он, видимо, пишет запрос Шницлеру об использовании его пьесы, на что 11 марта 1911 года получает следующий ответ. Следующий ответ – это машинопись, оригинал с автографом Шницлера. Уважаемый господин, прежде чем более подробно остановиться на вашей любезной просьбе, я хотела бы знать, писали ли вы уже либретто для опер или литературные произведения другого рода? И говорили ли вы уже по этому поводу с композитором? Искренне ваш, Артур Шницлер. Очевидно, что австрийский драматург не просто не знает фамилии Ребикова, он даже не знает, что тот композитор. И ответ такой, что как бы неопределенный. И возникает также вопрос, что делать с изданием клавира в России. Ребиков советует со знакомым адвокатом и убеждается, что прав на издание и постановку за границей у него нет. И также он побаивается публиковать клавир в России, опасаясь, что Шницлер может предъявить свои права. И Ребиков отсылает Юргенсону неподписанные условия публикации. То есть как бы все рушится. Чем же вызвана столь внезапная и настойчивая беспокойность вопросом авторских прав? До этого ничего такого подобного не было. Напомним, что в 1900-е годы происходит интенсивное юридическое урегулирование вопроса авторских прав, в том числе и международной плоскости. Как сообщает Иоанна Александровна Ферранс, своя диссертация принятия Бернской конвенции 1886 года об охране литературных и художественных произведений инициировала процесс интернационализации авторского права. В связи с чем началось законодательное урегулирование данной сферы между российской и немецкой стороной. В России закон об авторском праве был принят только в 1911 году. Германии на 10 лет раньше. И активная переписка между немецкими и русскими издателями началась с 1908 года, причем во многих случаях была задействована фирма Юргенсон. Неудивительно, что сотрудники издательства и, возможно, сам Борис Петрович, тогдашнего глава, уделявшие своей деятельности большое место вопросу авторских прав, сильно озаботились проблемой использования пьесы Шницлера. Он сам направляет письмо Шницлеру и сообщает об этом Ребикову. Также Борис Петрович развеивает опасения композитора по поводу издания оперы в России. Какое может быть сомнение в своем праве передать нам право издания женщины? В России уже, во всяком случае, Шницлер никаких прав не имеет. Если новый наш закон оживет и даст права иностранным авторам, то только на те их сочинения, которые до сих пор не были напечатаны, а женщина была издана в нескольких переводах. О каком-то он законе идет речь? О российском законе об авторском праве, вот том самом, 1911 года, который во многом следовал уже принятым на основе Берской конвенции законам других стран. В нем по этому поводу было сказано следующее. Статья 45. Композитор может воспользоваться для своего сочинения текстом, заимствованным в части или в целом из напечатанного уже литературного произведения. Издание этого текста допускается лишь вместе с музыкальным произведением или отдельно от него в концертной программе. Однако, пользование литературным произведением, написанным именно с целью служить текстом для музыкального произведения, разрешается композитору не иначе, как согласие автора литературного произведения. Таким образом, разрешение Шницера необходимо. Ответа от него пока нет. Но издательство, между тем, активно готовится к публикации клавиши, для чего даже создан заглавный лист с рисунком чешского художника Аданека. Он очень нравился Еребикову и Юргенсону. И впоследствии даже такая рекламная листовка была разуслана во многих магазинах. Как запасной вариант рассматривается предложение Григория Петровича Юргенсона снять в заглаве имя Шницлера. Еребиков решительно от этого отказывается. Или приписать следующие слова. Причем за неимением разрешения от автора сюжета Шницлера я слагаю себя ответственность за всякие могущие последовать с его стороны запрещения как на постановку пьесы, так и на издание клавира с текстом. Растерянный Еребиков не хочет и этого. Он не хочет подставлять ни себя, ни издательство. Вот уж нелегко я дернула меня написать эту пьесу, в сердцах восклицает он. И 26 апреля от Шницлера наконец был получен ответ. Юргенсон получил письмо и машинописную копию переслал Еребикову. Из него следует, что Шницлер согласен на половину гонорара Тантьемами. Тантьема это определенная часть, как у нас называлось, поспектакльная плата, как бы процент от прибыли. И это хорошая новость. Однако есть и плохая. Он дает разрешение на адаптацию оригинального текста к музыке. И это требование чрезвычайно расстраивает композитор. Опера изначально написана на русский текст. То есть на им самим составленный на основе пьесы Шницлера русская либретта. Юргенсон предлагает Еребикову переделать вокальную партию на текст немецкого оригинала, а потом сделать обратный русский перевод. И опять успокаивает Еребикова насчет нового закона и предлагает подписать контракт с ним. Но Еребиков чрезвычайно смущен этой проблемой. 1 мая 1911 года, то есть уже это где-то шестой месяц длится эта вся история, он вновь отправляет Юргенсону неподписанный контракт, мотивируя свой отказ тем, что не хочет писать на неизменный и несокращенный текст, а сам должным образом произвести изменения в немецком тексте. Он не в состоянии. И через несколько дней он вдруг соглашается. Из контекста можно довольно обоснованно предположить, что Юргенсон предложил той же Эсбир сделать немецкий перевод уже существующего текста, что, конечно, не совсем совпадало с предложением Шницера, зато полностью отвечало желаниям Еребикова. Композитор, тем не менее, заключение контракта предлагает отложить до осени. К тому времени уже должен быть готов перевод. Действительно, Эсбир справилась с переводом осень, и 24 сентября Ребиков предлагает Юргенсону послать этот перевод Шницлеру, и если он ему понравится, то и, так сказать, согласиться на условия половины для заграничных театров, гонорара, то тогда и сдавать. Шницлер отвечает Юргенсону, и тот пересылает его ответ Ребикову. К общей радости Шницлер соглашается на перевод Эсбир, немного его поправит. Он также оговаривает, что на титульном листе должен содержаться текст следующего содержания. Опера была написана на основе русской текстовой адаптации «Женщины с кинжалом» Артура Шницлера, а представленный здесь немецкий текст является переводом русской адаптации, так что лишь несколько отрывков из оригинала Шницлера были использованы до слов. Эта фраза действительно была помещена на титульный лист, издана в 1912 году клавира. Я не стала показывать клавир отдельно, потому что вот это, собственно, рисунок и есть титульный лист. Как был найден искомый компромисс, Ребикову не пришлось пересочинять вокальную партию. Австрийский драматург также выражал желание ознакомиться с музыкой Ребикова в фортепианной обработке и соглашается на посредничество Юргенсона в выплате гонорара относительно России. Процесс подписания договора проходил не очень гладко. Пришлось даже заверять подпись Шницлера в консульстве в Вене. Но, наконец, все препятствия были устранены и в ноябре, то есть почти через год, 2011 года, после окончания работы над произведением, был заключен акт о передаче Шницлером Ребикову права первого исполнения драматического произведения «Женщина с кинжалом». И акт, значит, о передаче Ребиковым права Юргенсона последовал еще через месяц, 24 января 2012 года. Гонорар составил 1000 рублей. И вскоре клавир, наконец, вышел в свет. Там был еще немецкий текст. Ну, то есть акт был на двух языках. Вот. И, конечно, была подпись Шницлера. Значит, все иллюстрации, которые я сейчас демонстрирую, это иллюстрации из госкаталога по этому качеству, это превьюшки, да, по этому качеству оставляют желать лучшего, и нет возможности показать последние страницы, где там печати, подписи и так далее. Спасибо большое. Последнюю иллюстрацию давайте мы тоже покажем. В свете вышеизложенной эпопеи нуждается в корректировке музейная датировка 1911 год, изданной издательством Юргенсона брошюрки «Либреты женщины с кинжалом» на немецком языке. По заключенному между Ребиковым и Шницлером акту издание отдельной «Либреты» было предусмотрено, очевидно, в целях распространения информации о новой опере для постановки в немецкоязычных странах, а также в Болгарии. В 1912 году Ребиков и Юргенсон отменивались мнениями по этому поводу. Также в рекламных целях, как я уже говорила, была сделана рассылка титульного листа клавира. Таким образом, эту брошюру следует датировать не в 2011, а в 2012 году. К сожалению, несмотря на усилия и композитора, и издательство «Женщина с кинжалом» никогда, вернее, слово «никогда» здесь, наверное, надо все-таки опыт не употреблять, давайте скажем, предположительно не была поставлена, потому что есть еще некоторая небольшая вероятность того, что в каких-то провинциальных антрепризах ее, может быть, и ставили, о чем я по этому поводу предпринимаю активные розыски, но пока они ничего не дали. Причем не только при жизни автора, нет таких вот известных постановок, но и после его смерти. В то же время, на наш взгляд, произведение интересное, нетипичное для русской обороны традиции, но стиль, драматургия и все остальные особенности я уже, так сказать, оставляю за рамками этого доклада и предполагаю, что это будет отдельный тем. Релиза. Спасибо большое. Я приглашаю Александру Евгению Максимову, кандидата и предпоставления о том, что это письмо, а точнее, теловая записка от Ассарти генералу Попову, а также либретта, его героического балета в трех действиях, прибытия фетиды и перей, писали одного из двух балетов-композиторов, сочиненных и поставленных в России на рубеже XVIII-XVII веков. Представим это письмо Сарти в переводе с французского языка на русский. И в этом я хочу выразить благодарность Виктории Леонидовне Чернобылской, которая мне помогала с французскими текстами и работе с этими источниками. Итак, что сказано в этом письме? Ваше превосходительство, я имею честь просить Вас, чтобы Вы приказали доставить мне в кабинет 990 рублей, остаток которой полагается мне от яссов. Я буду бесконечно признателен Вашему превосходительству. Имею честь выразить обочающее уважение в Ваше превосходительство. Ваш смиренный и почтенный сударь Сарти 7 ноября 1795. И далее здесь сказано, что это записка для его превосходительства господина гимнала Паскова. Кому же адресована эта записка и что связывала Джозепа Сарти с этим человеком? С 1787 до 1791 года, то есть фактически до последнего дня жизни князя Григория Александровича Потемкина, Сарти находился у него на службе в составе двора Потемкина. Сарти жил на юге России и принимал участие в создании Екатеринославской медикальной академии. Она существовала формально с 1787 года, фактически работала в имени чуде и по ряду документов Сарти официально именовался Екатеринославской медикальной академии. В представлении Потемкина Крым, присоединенный к Российской империи путем долгих и сложных переговоров в 1883 году, должен был стать центром образования и культуры наподобие греческой тавриды. В Экатеринославской, будущей столице Нового края, князь планировал основать университет и художественную музыкальную академию. Но этот проект так и не успел полностью состояться. Первым официальным директором академии становится Иван Евскофьевич Хадошкин, но уже в 1787 году его внезапно сменяет Чузека Сарти, который заключил с Потемкиным следующий договор. Я, ниже подписавшийся, договорился с его сведлостью князем Григорием Потемкиным быть мне директором при учрежденном в городе Екатеринославной университете, обучать там сочинению он и и самому сочинять музыку. Заключен в Петербурге в 1787 году с подписанием его Чузека Сарти. По сведениям Иванинского, музыканту назначалось годовое жалование размером в 3500 рублей, а также казенные покои и дрова. В конце января 1787 года Сарти с учениками, композиторами Турчениновым и Редовим, приезжает Кременчук и Потемкин приказывает губернатору предоставить музыканту выгодную квартиру и надлежащее по требованию его чинить удовлетворение. Композитор занимается здесь многими проблемами у молодой академии и спрашивает средства для выплаты жалований, покупки и ремонта инструментов. Сарти собрал преподавательские составы странных музыкантов. В частности, это были Лау, руководивший роговым оркестром князя, Бранкино, габаист, далекко клавесинист и педагог, который преподавал сольфеджио, Джолио, альтист, боровой... В 1970-х годах деятельность академии стала ослабевать. В последние годы войны с турками двор вместе с музыкантами стал переезжиренным в театре военных действий. В ставке Потемкина постоянно звучала музыка, исполняемая полковыми музыкантами, итальянской капеллой, составленной из числа педагогов Екатеринославской академии и перчих. Вполне возможно, что в концертах выступали учащиеся академии. Дальше, пожалуйста, вторая иллюстрация, если можно. Доверенным лицом Потемкина был Василий Степанович Попов. Дата его жизни 1745-1822. Портрет чуть позже появится на экране. Известный государственный деятель, он состоял правителем канцелярии князя Долгорукого Крымского, а после его смерти перешел к Потемкину, чиновникам особых поручений. Вот его портрет. Он участвовал в подготовке путешествия Екатерины II по Крыму в 1787 году. С этого же года состоял секретарем императрицы и вел с ней переписку. Попов занимал высокие посты во все времена. Так при Павле I он был назначен президентом камер коллегии и сенатором. Это вообще интересный момент, потому что, как правило, все чиновники, которые хоть как-то были приближены, а тем более вели переписку личную с Екатериной, они, конечно, от двора отстранялись. Тем не менее, Попов остался при своем месте, но в дальнейшем при Павле по доносу он был передан суду. А при Александре I он был председателем департамента гражданских и духовных дел Государственного совета. Еще в 1786 году ему было пожаловано в Екатеринославской губернии местечко Решетиловка, Полтавской губернии с 866 душами. Попов принимал непосредственное участие в управлении Новороссийским краем, располагал многими сведениями, в том числе и помогал вести документацию, связанную с финансовым обеспечением деятелей Екатеринославской академии. По-видимому, Сарти связывала с Поповым регулярная переписка, в ходе которой решались хозяйственные вопросы. Так, по сведению Марины Григорьевны Рыцаревой, «Письма композитора содержат просьбы о покупке нотной бумаги и чернил, о необходимости прислать врача в Кременчуг». Третья, пожалуйста, иллюстрация. «Финансовые взаимоотношения Сарти и Попова подтверждаются в документе из архивы дирекции императорских театров». Если можно, вот центральную часть покрупнее, да, вот так. Видно, да? Иллюстрация третья. Это письмо от 8 июля 1792, простите, да, 3 июля 1792 года отрисовано Василием Степановичем Поповым князю Николаю Борисовичу Юсупову, возглавлявшему дирекцию императорских театров. Из документов становится очевидным и то, что после смерти князя Потемкина финансирование Академии продолжалось. Потемкин, напомню, умер в 1791. Итак, в найденном нами документе раскрывается книжная страница жизни и деятельности Сарти. Он просит передать ему оставшуюся часть гонорара, остаток, причитающийся от яссов. Какие же события связывали Сарти с яссами? Город, ныне расположенный на территории Румынии. Напомним, что во времена русско-турецкой войны придворные музыканты Потемкина вынуждены были перемещаться вслед за князем. В этот период князь фактически находился в яссах, тогда столице молдавского княжества. Крупные военные события и победы Потемкина сопровождались музыкальными торжествами. Так, в 1789 году Сарти пишет в яссахараторию «Тебе Бога хвалим» по случаю взятия Очакова. В 1790 году сочиняет в Бендерах кантату «Тедеум» на взятии Килии. В 1792 году в Санкт-Петербурге уже после смерти князя пишет ораторию «Слава вышних Богу» на окончании войны и в честь подписания яского мирного договора. Напомню, он был подписан в конце декабря 1791 года по старому стилю. И посвящает эту ораторию Екатерине II. Исполнение оратории под руководством Сарти сопровождалось колокольным звоном, пушечной канонадой и фейерверком. В портитуру вводился роговой оркестр. Вероятно, в своем письме к Попову от 7 ноября 1793 года Сарти просил перечислить гонорар именно за эту последнюю свою потемкинскую ораторию, сочиненную не в яссах, но по случаю ясского мира. Найденная мною в арголеле Бретта и это Сарти «Прибытие фетида и пилея» выполнена в формате небольшой карманной книжечки и изящно оформлена. Иллюстрация 4, пожалуйста. Вот такое вот замечательное оформление, красочное. Заметим, что в архивах Москвы сохранилось два варианта либретта этого балета Сарти. Есть самостоятельный вариант из архива Аргали, а также существует либретта в составе рукописного собрания «Шевалье» на французском языке. В Петербурге также сохранились оркестровые голоса балета, о чём мною уже делалась публикация. Обнаруженные нами два либретта балета содержат информацию о времени его постановки в составе участников в программе и фабуле сюжета. Их тексты почти совпадают. В этих источниках приведены сведения о премьере и создателях спектакля. Пожалуйста, пятая иллюстрация. Его жанровое определение – список персонажей и участников балета. Вот здесь приведены выдержки из этих двух либреттов. Мы можем подчеркнуть информацию об участниках. В описи Аргали указано, что либретта балета принадлежит неустановленному лицу. Однако на титульном листе автором либретта назвал балетмейстер Шевалье. Декоратором спектакля в либретта назвал художник Пьетро Дегатардо Гонзага. Балет «Прибытие Фетиды и Пелея Фессалию» на музыку «Сартик» в установке Шевалье создавался специально для придворных празднеств, проводимых в Гатчине осенью 1799 года. В октябре этого года царствующий император Павел I устраивал свадебные торжества, сопровождаемые приемами гостей и театральными представлениями по случаю замужества двух дочерей – Елены и Александры. Бракосочетания царевин носили политический характер. Великая княжна Елена Павловна была второй по старшинству дочерью императора. Она была выдана замуж 12 октября 1799 года за герцога Фридриха Людвига Мекленбург-Шеверинского в возрасте 14 лет. Венчание 15-летней великой княжды Александры Павловной с палатином венгерским Иосифом Габсбургом прошло 19 октября 1799 года, то есть практически разница в неделе. Сразу после свадебных церемоний они вынуждены были покинуть Россию, последовав за мужьями. Сестер подстигла печальная участь. Александра умерла в Венгрии в марте 1801 года, спустя всего четыре дня после гибели своего отца Павла I. Через два года в Германии умерла Елена. Свадебные торжества продолжались в Гатчине целый месяц, в 1799 году. В архиве дирекции Императорского театра сохранились интересные данные о приготовлениях к этому событию. Иллюстрация шестая, пожалуйста. Приведенные здесь документы раскрывают масштабность подготовки к торжествам. Эти расписки подтверждают привлечение многочисленных рабочих для строительства театральных декораций в Гатчине. Письма, адресованные, по-видимому, князю Гагарину, служившему в то время камергером, подписаны выдающимися мастерами, принимавшими деятельное участие в празднествах, композитором Козловским и балетмейстером Вальдерсом. Из текста письма следует, что музыкантов и танцовщиков Императорского театра регулярно вывозили из Петербурга в Гатчину для выступления на концертах и в спектаклях. В Сарте наряду с балетом принадлежала музыка двух кантат на слова Моретти. Слава Гиминею и Петалама для трех сопрано, баса и оркестра в честь бракосочетания великой княгини Александры Павловны и приношения его Величеству Павлу I, преподнесенному и исполненное его дочерьми для пяти сопрано и оркестра. К свадебным торжествам в Гатчине Сарте написал также оперу Иней Влацио, содержащую два балета. Ее премьерные представления состоялись 15 и 16 октября 1799 года. Главными героями балета «Прибытие Фетиды» и «Пелеи» в Фессалию является супружеская чета, окруженная богами Олимпа и Свитами. Сюжетная линия либретта не содержит значительных событий, основанная на чередовании торжественных и лирических сцен, на поздравлениях, приветствиях и в всеобщем ликовании. Его действия носят дивертисментный характер и восходят к аллегорическим балетам первой половины XVIII века. Балет Сарте состоит из трех действий. В композиции спектакля просматривается сюжетная симметрия. События центрального действия выстраиваются вокруг амура, пронзившего стрелой сердце Пелея. По краям расположены монументальные картины встречи царственных супругов народа Фессалии и церемония чествования Фетиды и Пелея богами Олимпа, во время которой Пелей обретает бессмертие, чтобы не расставаться с богиней Фетидой. Пожалуйста, седьмая иллюстрация. Сохранились все оркестровые голоса балета, за исключением скрипичных. Балет состоит из овертюры и двадцати номеров, среди которых два антракта, гавоты и марши, фанфары. Остальные номера не имеют жанрового обозначения. Здесь вот перед вами схема с тональным планом, размером и инструментовкой. Оркестр балетной партитуры, исключающий парный состав духовых, летаврые струны, типичен для оперного и балетного оркестра своего времени, но довольно скромен в сравнении с масштабными сортифскими партитурами периода его службы при дворе Екатерины и князя Потемкина. Восстановленные нами на основании оркестровых голосов фрагменты партитуры позволяют обратить внимание на интересную инструментовку и высокую техническую оснащенность автора. Пожалуйста, нотные примеры. Сейчас мы оставим себя пока на первых. Так, например, очевидно, что в сорте используют в форму сонатины, вступление овертюры в ре-мажоре опирается на фанфарные мотивы, исполняемые Тутти. Основная тема – это мелодия танцевального характера, построенная на лаконичных коротких мотивах. Композитор довольно часто использует разреженную фактуру, то есть переклички инструментальных групп, сопоставление звучания солирующих инструментов и Тутти. изящная и вместе с тем красочная оркестровка органично вписывается в облик балета на анакариантический сюжет. По существу, овертюра балета носит функцию вступления на открытие занавеса, но при этом имеет довольно камерный характер. Скажите, пожалуйста, первый, второй, третий нотные примеры – это фрагменты, тематический материал овертюры. И потом еще третий на следующей страничке. Музыка балета с арти удивляет не только мастерством инструментовки, но и особенностью драматургии рядом номеров, в том числе и в тесной связью с жанрами симфонической музыки. Балетные формы наподобие аллегретто номер 19, охватывающие от одной до нескольких сцен спектакля, не уступают по протяженности частям оркестровых циклов и отражают интереснейший этап становления балетного жанра. Другая особенность этого аллегретто – опоры на полифоническую технику. Пожалуйста, дальше, 4, 5, 6 примеры. Это контрапункты, имитации, канонические секвенции. И также здесь используется вариационный принцип разработки музыкального материала. Применение средств полифонической техники позволяет композитору добиться самостоятельности оркестровых голосов, выполняющих традиционно басовую и гармоническую функцию. Он использует солов, аглотов, альтов, виолончели и контрабасов. В частности, также он использует дивизионное разделение партии альтов и басов в овертюре в номерах 10 и 19. Выявленные нами особенности балета – прибытие Фетида и Пелея в Фессалью лишь отчасти раскрывает богатейшие достоинства найденного произведения, принадлежащего Сарти. И мы осмелимся утверждать, что это произведение единственное на сегодня балет композитора, о музыке которого в настоящее время можно рассуждать предметно. Большое спасибо за внимание. Спасибо большое, Лиза Градьевна. Очень интересно, да. Утки. Ценные. И сейчас я передаю слово Ольге Владимировне Лосевой, профессору кафедры и декану факультета повышения квалификации. На тему доклада объявит сама Ольга Владимировна. Да. Это был не маркетинговый фод. Речь пойдет о письме не Роберта Шума, а Клара Шума. Это было недоразумение. Так, я начну с такой небольшой предыстории. Ой, да, простите, я слышу. Рука не окружает. Рука не окружает. Итак, года 4-4,5 назад я решила пригласить своих друзей, которые приехали издалека, в мемориальную квартиру Святослава Теофиловича Рихтера, где сама я никогда до этого не была. И вот, осматривая экспонаты, я увидела листок со знакомым почерком. Подошла, и действительно, на этикетке значилось письмо Клары Шуман. Адресат был не установлен. Но, судя по обращению, которое можно было прочитать, откройте, пожалуйста, Павел Илл, там иллюстрация, которое можно было прочитать, то была дама. И также легко читалась дата. До 17 сентября 1877 года. Я предложила свои услуги в поиске информации, потому что атрибуция была только вот такая. И мне предоставили вот эту копию первой страницы, фото первой страницы этого письма. Только одна была видна, только эта первая страница. Дома я пересмотрела все доступные мне каталоги и издания. Не нашла этого письма. И тогда я написала своим коллегам-шуманистам в Германии с просьбой подтвердить, что это письмо, установить, что это письмо нигде раньше не всплывало. Они это подтвердили. Прислали мне читабельный вариант, потому что, как вы видите, почерк у Клары Шуман не каллиграфический. И писала она еще к рукописной готике, которую вообще очень сложно читать, даже если ты легко читаешь печатную готику. Там просто другие начертания букв. И, значит, подтвердили, что письмо это нигде раньше не всплывало. Более того, директор дома-музея Шуманов-Цвикау, Томас Циновцек, очень быстро проверил по своей огромной базе дату дня рождения, которая мелькала в этом письме, 15 сентября. И выяснил, что из всего огромного круга знакомых Клары Шуман в этот день появился на свет только один человек. Морец Латзарус из Берлина. А поскольку и он, и его жена состояли в переписке с Кларой Шуман, в злительной переписке, нетрудно было предположить, что письмо это рисовано именно его жене, то есть Саре Латзарусу. Я это письмо перевела, вот ту самую первую страницу, отправила перевод в мемориальную квартиру сотрудникам и как-то эту историю забыла. И Томас Циновчик тоже, видимо, про нее на некоторое время забыл, но вот осенью прошлого года, вот этой осенью он вспомнил, попросил у меня раздобыть оставшуюся часть письма, и я сделала это с любезного разрешения Екатерины Богдановой, которая сотрудница этой мемориальной квартиры, доперевела текст. И вот на этот раз письмо меня заинтересовало по двум главным причинам. Значит, первое, меня несколько задело то, что неплохо, зная вообще круг общения Клары Шуман, я никогда и ничего не слышала о чете лацерусов. Я даже не представляла, кто они такие. И когда я стала проверять, я поняла, что это было не случайно. То есть лацерусы изредка можно пересчитать по пальцам руки. Упоминаются в третьем томе замечательной классической монографии о Кларе Шуман Лицмана, в основном в сносках, и в переписке Клары Шуман и Брамса. Тоже всего там несколько раз. Ни монографии современной о Кларе Шуман, Нэнси Райх, Енина Класса, ни многие другие солидные издания. Никакой информации об этих людях не содержат. А между тем, лацерусы, как потом выяснилось, более трех десятилетий общались с Кларой Шуман лично и состояли с ней в переписке. Второй момент, который очень подогрел мой интерес к письму, может показаться довольно неожиданным. Неожиданным потому, что в содержании этого письма не было ничего примечательного, не было ничего такого значительного, информационно весомого, того, что делает важным эпистолярный документ. Ну, судите сами, можно следующую страничку? Наверное, тут не очень видно, я прочту. Оно короткое. Сейчас. Дорогая подруга. Да, Лихтенталь. 17 сентября 77-го года. Дорогая подруга, вы, наверное, получили мою телеграмму, а я тем временем получила от вас и вашего милого мужа несколько строк, которые вы мне сюда доставили. Я очень рада была прочесть, что вы 13-го числа дружески меня вспоминали, как и я вас 15-го. За это я горячо жму руки вам обоим. Надеюсь, скоро смогу сделать это лично, потому что в начале октября мы надеемся вернуться, а затем я в подробностях расскажу вам о нас. Это всего лишь благодарное приветствие от сердечно преданной вам Клары Шуман. Мои дети присоединяют свои приветствия, а Элиза еще и благодарность за добрые пожелания. Вот такое письмо прочтешь в составе какого-нибудь издания «Эпистолярии» и не запомнишь, его не отметишь для себя. Ни каких-то рассуждений, ни откровений, ни каких-то новых важных фактов, потому что те факты, которые упоминаются, они все, в принципе, известны. Это я сразу могу сказать. Но именно потому, что вот этому письму была уготована такая судьба вот всплыть отдельным документом, довольно поздно всплыть, отдельным документом, оно как-то само собой легко становится неким окном, открывающим для нас тогдашние обстоятельства жизни великой артистки и женщины. Обстоятельства, на которые мы, наверное, никогда бы не взглянули пристально, а может быть, вообще бы одни о них не узнали. И вот через это окошко я предлагаю сегодня взглянуть. Начну я с даты и места. 17 сентября 1977 года. Четыре дня назад Кларе Шуман исполнилось 58 лет. Вот то самое 13 число, это день ее рождения. Датой объясняет краткость письма. Она очень много отвечала на поздравления, да, и всем отвечала кратко. Она даже жалуется на это в других письмах. Итак, ей 58 лет. Она уже более 20 лет вдовеет. Дети выросли. Всего детей у Четы Шумана было 8. Будьте любезны, другой. Следующую страничку. 8. 4 девочки и 4 мальчика. Это фотографии Клара Шумана примерно того времени, да? 78 или 76 год. Я сейчас не помню внизу. Вот. Так. Ну, давайте пока остановимся на этом. Значит, у них было 4 девочки, 4 мальчика. Один из мальчиков, старший, умер в младенчестве. А дочь Юлия, ее не стало 5 лет назад, до 77 года, значит, в 72 году. Осталось шестеро. Младшему Феликсу в 77 году 23 года, старшей дочери Марии 36 лет. Всех, кроме вот этого умершего в младенчестве мальчика, поднимала, учила. И после смерти мужа занималась их проблемами, их здоровьем, тяжело зарабатывая на жизнь концертной деятельностью, сама Клара Шуман. Напомню, что через несколько месяцев после смерти Шумана она оставила Дюссельдорф, потому что служебные квартиры Шумана, которые держали во все время его болезни, она уже пользоваться не могла. И она жила по нескольку лет в Берлине, потом в Баден-Бадене, потом опять в Берлине, и, наконец, в самый последний период жизни провела вам в Франкфурте на майне. Лихтенталь, который обозначен был как место отправки письма, это и есть Баден-Баден, то есть это живописное предместе городское, где Клара Шуман в 62-м году приобрела, можно следующую иллюстрацию, небольшой дом, первоначально крестьянский дом такой, который был сильно перестроен, для совместного летнего пребывания с детьми. Почему летнего? Потому что в остальное время она гастролировала, и дети поначалу находились кто в пансионах, кто у родственников, а потом стали в разных местах вести самостоятельную жизнь. В Лихтентале они снова становились такой семьей, одной семьей. Приобрести вот этот дом посоветовала когда-то Ларри Шуман Полина Виардо, которая сама незадолго до того поселилась в этих местах. И именно здесь, в Лихтентале, осенью 69-го года венчалась в недавно освященном католическом соборе самая прелестная и самая слабая здоровьем дочь Шуманов, Юлия. Ее муж, итальянец, литератор, граф Витторио Амадео Радикати Ди Марморита, ради которого Юлия перешла в католичество, Шуманы были протестантами, жил в своем поместье под Турином, куда и в замке, куда и увез жену, которая родила ему там двух сыновей, и умерла в третьих родах в 1972 году от чахотки вслед за вот этим третьим ребенком. В 1973 году дом Клара Шуман не без колебаний продала и вновь поселилась в Берлине, возвратилась в Берлин. Но летом или осенью она в Лихтенталь по-прежнему приезжала, пусть и ненадолго. И вот во время одного из таких пребываний и было написано вот это письмо. Надо сказать, что с рубежа 60-х, 70-х годов в жизни Клары Шуман начался новый период таких очень тяжелых испытаний. Сначала старшему сыну Людвигу потребовалось пребывание в лечебных заведениях для душевнобольных. В 70-м он уже попал в третью по счету лечебницу, располагавшуюся в Саксонском Кольдице, где провел почти 30 лет до самой своей смерти в 99-м году. Мать он пережил немного. В том же 70-м году на франко-прусскую войну забрали среднего сына Фердинанда. Он уцелел, но последствия вот этой военной службы они сильно усложнили и сократили ему жизнь. Клара Шуман его пережила, но ушел он уже в начале 90-х годов. В 72-м году сначала умирает в Берлине мать Клара Шуман, первая жена Фридриха Вика, Мариана Баргель. А потом на глазах матери тает и уходит из жизни Юлия, татографиня Радикати Ди Мармарита. Через год, осенью 73-го года, умирает старый Вик под Лейпцигом. Страшная эта ссора с ним уже давно в прошлом. И сердце Клара Шуман снова полно любви к нему и огромной благодарности. Эта смерть для нее, конечно, новые горе. И, наконец, совсем незадолго написание этого письма, летом 77-го года, в Италии вдруг умирает старший сын покойной Юлии, внук Клара Шуман, очень на нее похожий, надежда отца. Так что, вот такие горести постоянно возникали в жизни Клара Шуман вот в это время. У нее самой начинаются проблемы со здоровьем. Ее давно беспокоит слух. У нее болят руки и шеи, ревматизм. Она иногда, приехав на гастроли, по две недели не может играть. Потом еще эти периоды увеличиваются. А гастроли – это ее хлеб. Летние месяцы и начало осени – это время лечения и восстановления для нее. И вот в 77-м году, после оздоровления на курорте швейцарском Шпинабад с его знаменитыми серными водами, Клара Шуман в самом конце августа едет на месяц в Лихтенталь, арендуя свой бывший дом там. С ней дети, которых она упоминает в письме. Это главная ее помощница и компаньонка Мария, которая всю жизнь прожила вместе с матерью. Это младшие дети Евгения и Феликс. И к ним присоединяется вторая по старшинству дочь Элиза, которая упоминается в письме отдельно. Элиза – очень сильная личность, давно живет самостоятельно, она пианистка, скоро выходит замуж, вот в этом году, осенью этого года, 77-го, она выходит замуж до предпринимателя Луиса Зомерхофа и уезжает с ним в США, где у него бизнес свой. Поздравление, которое она через Клару Шоуна передает вот в этом письме, это, конечно, поздравление с близким замужеством и Элизе, между прочим, 34 года. Так что это за люди из этого письма? Сара Лазарус и ее муж Морис. Хотя правильнее было бы назвать их в другом порядке. Морис Лазарус и его первая жена Сара. Морис, собственно, Мозас, Моисей Лазарус, очень яркая личность и известная. Он был сыном Равина из такого небольшого местечка в прусской провинции Позан, теперь это Польша. Он закончил Берлинский университет, где изучал филологию, психологию и историю, защитился, стал первым профессором еврейского происхождения на философском факультете Бернского университета, потом стал там деканом и ректором. В 1966 году он вернулся в Берлин и стал там в университете с 1973 года тоже профессором. Лазарус знаменит своими работами и своей деятельностью в сфере так называемой психологии народа, народов, или этнопсихологии. Это было тогда новое направление с точки зрения психологии, рассматривающей язык, обычаи, нравы, творчества разных народов. В последние годы жизни он очень много писал и выступал на темы об иудаизме и о еврействе, был активным участником и основателем нескольких еврейских организаций, сторонником ассимиляции и реформации в сфере религиозной жизни, был, например, за орган в синагоге. И еще он был страстным любителем музыки и литературы. В 50-м году в Берлине он женился на Саре Лебенхайм, которая была родом из одного с ним городка и была на 11 лет его старше. Она прожила с ним, они прожили вместе 44 года до самой смерти, до самой смерти Сары. Знаем мы о ней совсем немного, ни одной фотографии я ее не нашла, при том, что у Морица Латероса есть воспоминания объема в 600 с лишним страниц. Я к ним еще вернусь и поясню, почему даже там информация о ней найти трудно. Вот с этой особенной читой, а по возрасту Клара Шумана была прямо между ними. То есть Сара была с 13-го года, а Морица с 24-го. Вот Клара, которая с 19-го года была, в 1819 году родилась, вот она была где-то между ними. Так, у нас есть, можно прокрутить, пожалуйста, да, вот я забыла свое время, да, ниже, ниже. Вот это портрет Юлии Шуман, о которой я упоминала. А дальше портрет Морица Лацераса. В старом мы не нашли. Итак, с этой особенной читой Клара Шуман познакомилась уже после смерти мужа, а точнее, как пишет Литцман, в 1962 году на швейцарском горном курорте Риги Кальдбад. Они состояли с Кларой Шуман в переписке, но каждый почти всегда переписывался с ней по отдельности. То есть переписки две. Клара Шуман Мориц и Клара Шуман Сара. Да, вот. Переписки это довольно большие. Там больше 110 писем. Не считая нескольких вроде нашего, где с большой долей вероятности оно все-таки предполагается авторство. То есть не авторство, а адресат. поэтому я кратко просто их охарактеризую, а точнее попытаюсь понять о чем свидетельствуют вообще эти письма. Несомненно, что Лассерусы настоящие друзья. В этом убеждают нас не только обращения, а они постоянно дорогая подруга, дорожайший друг, верный друг, уважаемый друг. Это все варианты. Не только взаимное уверение в дружбе, уважении, любви не только строчки из дневника Клары Шуман, но прежде всего дела. Морис Лассерус, один из шести знакомых Клары Шуман, которые в складчину, в тайне от общественности собрали для нее, когда-то оставшуюся с семью детьми, капитал, чтобы облегчить ее материальные тяготы. Другой вопрос, что она поначалу страшно оскорбилась и отказалась. Он оплачивает лицей для Евгении Шуман, а говорит Кларе Шуман, что лицей бесплатный, но она узнает правду и через жену Лассерусу просит передать, что она обязательно вернет деньги, заплатит сама. Они помогают Кларе Шуман, когда заболевает и умирает ее мать в Берлине. Марианна Баргель жила в Берлине, как и Лассерусы. В Берлине периодически находятся и проездом бывают дети Шуманов, и Лассерусы их привечают. Они их знают, любят, пишут о них матери, очень хорошо знакомы с детьми. Они ходят оба на концерты, Клара Шуман, приглашают ее в театр, они часто вместе отдыхают, навещают друг друга. В 1972 году Лассерусы приобретают загородный дом с парком в Шоннефельде под Лейпцигом. А это место для Клары Шумана особенное. В тамошней церкви она венчалась с Робертом Шуманом в 1940 году, а до того же еще в 30 минутах от Лассерусов живет в своем поместье ее давняя приятельница, певица Ливия Фрегги в девичестве Герхард. Когда после смерти Сары Лассерус в 1994 году Морис Лассерус женится и по разным причинам не сообщает об этом Кларе Шуман, она пишет ему замечательное письмо, которое начинается словами «Дорогой, уважаемый друг, не знаю, смею ли я теперь так вас называть, когда подумаю, что вы ни слова не написали мне о вашем повторном бракосочетании». И дальше она смягчает тон и пишет, что он мог бы предположить для нее радость знать, что он нашел верную спутницу жизни, что ей больно было осознавать, что он один остался после долгой счастливой духовно богатой совместной жизни с Сарой, что он поступает в духе жены, то есть она была бы рада за него, своей благородной любящей его жены. Со второй же женой Клара Шуман позднее тоже обменялась письмами. Небольшое отступление. Я упоминала, что Морис Лассерус оставил воспоминания. Это необычные мемуары, это в основном рассказы об известных и интересных людях, с которыми он общался. Рассказы, записанные его второй женой, Нахидой. Она была ученица, писательница, и вместе с другим его учеником посмертно потом записала и посмертно издала эти воспоминания. Мало того, что в этих воспоминаниях имя Сары встречается только пару раз, но одно из этих упоминаний просто настоящая Филиппика. Эгоистка, занималась всю жизнь только своим дорогоценным здоровьем, старше на 20 лет, на самом деле на 11, отравила ему жизнь и так далее. Подписан этот злобный текст учеником, но думаю, что не он был автором и вдохновителем вот этого злобного текста. зато вот в этих воспоминаниях есть небольшой раздел о Кларе Шуман, повествующих о истории ее любви к Шуману, о его болезни и о некоторых чертах ее характера. Небольшой раздел. Возвращаясь к письмам, я уже почти закончила, по числу и по содержанию их видно, что взаимная симпатия и интерес между Морицем Лацаресом и Кларой Шуман глубже и прочнее. Примечательно, что он не раз повторяет в письмах о нашей жизни вам напишет жена. В переписке с Сарой Лацарес действительно больше такого повседневного, деловитого, чисто женского. Дети Клары Шуман, муж Сары Лацарес, болезни, заботы, родственники, планы встречи совместного отдыха. Ей Клара Шуман рассказывает, например, как ее обокрали в Лондоне, унеся все драгоценности, даже какую-то драгоценную брошь, подаренную какими-то великими людьми с бриллиантами. Ей же она сообщает такие подробности, о которых я никогда не знала, о болезни и последних месяцах жизни, о смерти Юлии Шуман, то есть Юлии, радиката Демармарита. Его же письма серьезнее и красивее. с ним она советуется о проблемах сыновей, она с ним советуется о продаже дома, рассказывает о гастролях, он ей посылает книги, после концерта он пишет ей восторженный отзыв, и это не раз повторяется, он преклоняется перед Шуманом, как композитором и писателем, но он виртуозно обходит разговор о Рыглееме Брамса. Перед выходом в свет третьего тома главной своей работы по психологии народов «Жизнь души», он пишет Гларе Шуман длинное письмо, обещая прислать книгу, этот третий том, в надежде, что она прочтет раздел о музыке, и не только потому, что там часто упоминается Шуман, но и потому, что многие мысли и наблюдения внушила ему она своим искусством, и ему хочется знать про Флеон. В начале 86-го года Лара Шуман делает такую запись в дневнике. Начала читать старые письма, потому что в руках у меня оказалось много писем от Лацаруса в прежних лет, и именно его письма доставили мне самую искреннюю радость. Они по-настоящему меня тронули. В Лацарусах я нашла верных друзей. И так далее, я не буду цитировать полностью письмо, запись этого. Лацарусы, бесспорно, были для нее друзьями. Пусть не такими близкими, как Розалия Лезер, как Эмилия Лист, подруги, как Бранс, Лиахим и некоторые семейные пары. С ними, Клара Шуман с Лацарусами, до конца оставалась на вы. Никакого понебратства, никто никого не называет по имени. Ни в обращениях, ни в самом тексте писем, только дорогая подруга, уважаемая и так далее. Несмотря на всю теплоту, на всю искреннюю симпатию, всегда ощущается та подчеркнутая уважительность и деликатность, которые сохраняют между людьми некоторую дистанцию, придающую отношениям особую прелесть. Вот словосочетание это высокие отношения у нас приобрело с некоторых пор иронический смысл. Но об отношениях вот этих замечательных людей можно точно сказать так без всякой иронии. И эти отношения очень много говорят об их характерах и говорят еще нам о том, что общаться, красиво общаться. Люди в девятнадцатом веке умели. Все, я закончила. Информация об этом письме уже как-то войдет в международный пехот и... Ну в международный она уже вошла, поскольку я же отправила туда. Я туда отправила, да. И в музее это тоже уже будет. Ну в публикации да, в музее конечно. это письмо было куплено, да. я не знаю, мне кажется, что это скорее подарено. Скорее подарено. вообще вот прочитав всю переписку трех этих лиц, то есть две эти переписки параллельные, я вижу, что вообще многих писем там не достает. Это не все письма, которые дошли. Потому что это видно, что некоторые письма идут подряд, семь писем Морица Лацараса, и он отвечает на письма, которых нет, которые не дошли до нас. наверное, один из таких писем как-то может быть подарено было в Германии. Да, конечно. Цвета шла. Продолжаем. И я приглашаю Александру Анатольевну Сафунову, кандидата из пословедения, научного сотрудника научно-исследовательского центра методологии исторического музыкознания при кафедре истории зарубежной музыки Московской консерватории тема доклада «Деревенские певицы Валентина Диараванти». Можно презентацию? В рукописи из Московских фондов. Пожалуйста, благодарю за возможность представить наш совместный с Ириной Вячеславной доклад. И на самом деле опера действительно известна везде как «Деревенские певицы», но мы доклад называем именно «Сельские певицы», потому что таково название зафиксировано в рукописях, о которых сегодня пойдет речь. Маленькая предыстория, что в прошлом году, когда я делала доклад по архиву о Пратсинах Голицынах, по их нотным рукописям, которые хранятся в этом архиве, зашла речь о деревенских певицах, и Ирина Вячеславовна любезно заметила, что в фондах библиотеки Танеевой также есть удивительная рукопись в фонде Николая Федоровича Финдейзина, и что это французская редакция оперы. И поначалу у меня это не вызвало никакого удивления, потому что, например, в XVIII веке, в период еще королевской власти, всегда появлялись итальянские оперы, очень популярные, там во французской редакции, то есть делали перетекстовку, и появлялась французская редакция. И, как правило, они публиковались, печатались, то есть, в общем, а что в этом удивительного? Но оказалось, что время-то немножко изменилось, это уже было время оправления Наполеона, и вот о том, что нам удалось обнаружить, мы вам сейчас и поведаем. Значит, сама опера «Деревенские певицы» Валентина Фьерованти и Джузеппо Фоломбо, это либретист, она была поставлена в Неаполе в 1799 году. И надо сказать, что эта неаполитанская музыкальная комедия обошла всю Европу, и это был один из шлягеров первой четверти XIX века. В 1802 году опера была поставлена в Милане, в Театре Ла Скала, и, вероятно, как потом будем упоминать, вероятно, там была еще своя редакция. Что для нас интересно, что опера ставилась в России и в русских редакциях. Премьера в Санкт-Петербурге датируется 1804 годом. И сразу скажем, что в 1983 году издательство «Музыка» был опубликован клавир деревенской певицы. Этот клавир был подготовлен Татьяной Семеной Крунтяевой и основан на петербургских рукописях, то есть анализе тех материалов, которые хранятся в фондах Санкт-Петербурга. И вот она говорит, что две партитуры, одна без речитативов, вторая с речитативами, и клавир, который был издан потом в Париже, второй половине XIX века с итальянским либретто. Вот на этих материалах и основана публикация 1983 года. Что же известно про Москву? По данным Василия Васильевича Федорова, премьера в Москве состоялась 21 августа 1808 года. И эта опера была представлена в русской редакции императорской труппой на сцене нового императорского театра. В просторечии он назывался Арбатским театром, а потом этот театр в 1812 году в пожаре сгорел. Вот, играли на этой сцене две труппы, русская и французская. И в этом отношении, можно мы перейдем? Да, в этом отношении нам и интересны две рукописи из московских фондов. Одна это сводная партия певцов с русской подтекстовкой собрания Апраксиных Голицыных в Российской Государственной Библиотеке. И вторая это партитура рукописная с французской подтекстовкой из собрания Николая Федоровича Пендейзина из научной музыкальной библиотеки Интониева. Можно следующий слайд? Значит на форзации рукописи собрания Апраксиных Голицыных названы исполнители местоисполнения. Мы уже прошлый год упоминали, но еще расскажем. Вот вы видите все исполнители мужчины обращаем ваше внимание, но здесь указано местоисполнения в доме графини Строгановой. Значит еще раз подчеркиваю, что текстовка русская. Вот и название сельские певицы. Можно на следующий слайд? Итак, речь идет о домашней постановке благородного театра графини Екатерины Петровны Строгановой, урожденной княжны Трубецкой. В 1779 году после 10 лет жизни во Франции при Королевском дворе вместе с своим супругом они вернулись в Петербург и Екатерина Петровна стала жить отдельно от своего супруга, они разделились. Граф Александр Сергеевич Строганов в качестве отступного подарил Екатерине Петровне имение Братцева. Вот и в этом имении Екатерина Петровна жила в гражданском браке с Иваном Николаевичем Римским Корсаковым, с которым у них было четверо детей. Одна из дочерей можно следующий это имение Братцева и следующий слайд. Одна из дочерей Варвара Ладомирская с 1804 года состояла в браке с Иваном Дмитриевичем Нарышкиным. Камергером, помещиком Смоленской губернии и он исполнял одну из главных ролей и как указано на форзации данной рукописи. Что еще интересно рукопись оказалась в архиве Апраксиных Голицынах это же не Строгановский архив как же она там могла оказаться. Дело в том что старший сын Екатерины Петровны генерал граф Павел Александрович Строганов был мужем младшей сестры Екатерины Владимировны Апраксиной урожденной княжны Голицыной то есть две сестры Голицыных одна была замужем за Степаном Степановичем Апраксиным а вторая за Павлом Александровичем Строгановым и молодые вот младшая сестра Екатерины Владимировны и Павел Александрович они познакомились в этой усадьбе Братцева и Голицыны там часто гостили и поэтому совершенно закономерен интерес генерала Степана Степановича Апраксина к этой опере об этом есть упоминание в дневнике студента Степана Петровича Жихарева от 1805 года он говорит что Апраксин заказал перевод Алексею Федоровичу Звякову вот но на самом деле тот перевод который приводит Жихарев и тот которым подтекстована опера в этой рукописи они расходятся пели госпожи Коноваси Замбони и господин Замбони то есть речь идет именно об итальянской постановке и вероятно это была полная версия оперы с речитативами тогда как русские редакции а также французские немецкие редакции они исполнялись в устоявшейся французской форме с разговорными диалогами известно также что на русской сцене опера имела успех по меньшей мере вплоть до 1830-х годов есть указания например что согласно контракту сопрано Марина Федоровна Шелихова в период 1931-1934 годов была обязана во всех театрах играть в том числе партию Агаты из деревенских певиц здесь героиня названа Агатой и таким образом опера оставалась в репертуаре именно русской труппы вот и тогда могла появиться сокращенная редакция без речитативов но когда же появилась французская редакция известно что французская премьера состоялась 30 января 1806 года в биографиях в Ярованте которая есть в справочных изданиях упоминается что в Париж его пригласили из Португалии где он жил на протяжении 5 лет после большого успеха деревенских певиц и для парижской сцены он написал странствующих виртуозов тоже очень популярная опера и ставшая также шлягером вот и то что деревенские певицы а также известно пользуются популярностью во Франции в середине века можно следующие мы картинки посмотрим да нет 42 сначала остановимся значит в 42 году издательством Ланжелеви издает либретто оперы с параллельным текстом на итальянском и французском языке для возобновленной постановки оперы в феврале 42-го года на сцене парижского итальянского театра в том же году издаются отдельные номера в том числе переложение для голоса и фортепиано дуэта двух басов это один из самых популярных номеров и он был исполнен именно в этой возобновленной постановке 42-го года и следующий можно и наконец в 49-м году был опубликован клавир оперы на итальянском языке который запечатлел версию возобновленной постановки на сцене итальянского театра то есть вот 40-х годов интересно что в комментариях к этому изданию в каталоге государственной библиотеки Франции БНФ упоминается согласно сведениям словаря опер Феликса Клемана и Пьера Ля Русса премьера оперы состоялась в Турине в 1795 году и вероятно именно поэтому на рукописи которая имеется в фондах библиотеки Танеева рукой Финдейзина указана дата премьеры 1795 год потому что видимо он ориентировался вот на словарь опер ну известно что премьера была в 1799 году далее опять появилось очень много вопросов потому что говорится что эта премьера была на сцене театра Адеон а театр Адеон это театр французский на котором должна была бы играть именно французская труппа потому что он был создан для прославления именно французского искусства не будем подробно про всю историю театра вам рассказывать но обращу ваше внимание еще на одно такое как бы недоразумение казалось бы вот театр Адеон а потом еще отзыв на спектакль на сцене театра опера Буфа то ли в театре Адеон то ли в театре опера Буфа где же состоялась премьера отзыв был опубликован можно следующий слайд да это театр Адеон и мы следующий еще да да еще можно сейчас мы пройдем я хочу вам показать сейчас еще вот нам нужен Жульен Луи Жофруа это известный критик он был реалистом и он написал отзыв на этот спектакль 2 февраля 1806 года в журнале он подчеркнул достоинства музыки особенно ансамбли восхитительное трио прекрасный секстет превосходный финал первого акта буфонный ансамбль в котором лучший мим театра Луиджи Барильи изображает контрабас а можно у нас да Луиджи Барильи изображает контрабас и наконец концерт в форме финала завершающий представление он упоминает и других исполнителей вот и говорит композитора вызывали и называли это господин Фьераванти который знаменит не только на афише как некоторые музыканты о которых мы ничего никогда не слышали Фьераванти прославлен во всей Европе и таким образом на самом деле у нас есть основания предполагать что все же композитор на премьере присутствовал вот на какой же сцене они играли дело в том что Бонапарт Наполеон Бонапарт очень был поклонником именно итальянской оперы и поэтому он пригласил итальянских певцов еще в 1801 году а в 1804 году труппа получила такую государственную субсидию то есть они получили очень хорошее жалование от государства и по опять же распоряжению Наполеона они стали делить сцену с труппой театра Адеон но на тот момент театр сгорел и они играли совсем на другой сцене на сцене театра Луа на этой сцене театра Луа который с 1804 года именовался театром императрицы но поскольку итальянская труппа давала только оперы Буфа вообще разговор о том чтобы представить во Франции оперы серия начались только в 1810 году до этого как-то такие оперы в Италии не особо не хотели ставить вот и поэтому поскольку они играли оперы Буфа отсюда и возникло что вот это был театр оперы Буфа но на самом деле это театр Луа который именовался театром императрицы и вот на этой сцене в 1806 году в 1807 году играли одновременно две труппы что еще обнаружилось что в фондах государственной библиотеки Франции фактически нет материалов французской редакции с французской подтекстовкой можно сказать есть только какие-то переложения для голоса и фортепиано следующий слайд да и вот здесь мы видим указан автор перевода вот но что здесь еще примечательно что вот Жульен Луи Жуфруа он также критикует итальянский речитатив он настаивает на том что французская форма оперы с разговорными диалогами является более естественной и менее затянутой поэтому для оперы с превосходной музыкой особенно ансамблями представляется вполне ожидаемое появление французской редакции с разговорными диалогами но вот когда она появилась на какой сцене игралась и когда же была выполнена копия которая оказалась в фонде Финдейзина но когда была выполнена копия это находка Ирины Вячеславовны я ее только озвучу да дело в том что это бумага по водяным знаком русского происхождения соответственно копия была выполнена в России обнаружены литеры которые указывают на ярославскую мануфактуру внуков Ставы Яковлева и также подшифровали даты 1808 и 1809 годы соответственно вот эта копия могла появиться ну не ранее 1809 года а может быть позднее но постановка в доме графини Строгановой а сейчас объясню почему это важно она могла быть осуществлена только вероятно до 1815 года потому что в 15 году графини не стала вот и можно вот теперь табличку нашу открыть это вот пример рукописи табличку да интересным нам стало сопоставить имеющиеся рукописные материалы между собой и клавиром изданным в 1983 году и что же обнаружилось обнаружилось что рукописи которые есть в московских фондах они практически идентичны они совпадают только в рукописи Апраксина зафиксированы только вокальные партии с русской подтекстовкой да а французская партитура она хранит также все оркестровые голоса как вы понимаете то есть можно восстановить полностью музыку и полностью звучание даже в русской редакции вот поэтому когда же существовала вот эта версия когда существовали эти материалы у нас есть вот две две такие границы 1809 1815 год как они могли попасть в фонды Апраксина здесь может быть много версий этот фонд был в Льгова может быть он поступил из Москвы может быть эта рукопись поступила не из Москвы вероятно этими материалами интересовались после московских пожаров потому что если опера ставилась 1808 году то не все ноты были вывезены как вы знаете очень многое сгорело и когда интересовались материалами для восстановления вполне возможно что и искали эти номера ну что интересно заканчиваем да оказалось что вот эта вот версия которая есть в московских фондах она расходится с той версией которая запечатлена в клавире 1983 года и есть ряд номеров которых нет в итальянской партитуре она хранится в БНФ и имеет отношение к 1799 и 1806 годам выделили несколько номеров но это если мы в презентацию можем вернуться вот посмотрели на сопоставления которые можно было найти по ризму и сложилось как бы в качестве вывода поскольку мы должны заканчивать подробно мы сейчас видим уже не успеваем показать вам эти нотные примеры что вероятно существовала версия португальская вот на основании вот сопоставления этих номеров что вероятно может быть была сделана еще редакция еще когда фиар-аванси был в Португалии затем эта версия получила ну свое воплощение как французская редакция и именно через французскую редакцию она попала к нам в Россию и вот звучала у нас в Москве на нашей земле вот и есть все материалы для того чтобы звучание этой версии полностью восстановить благодаря вот этой вот рукописи которую хранила Ирина Вячеславовна спасибо большое на связь с нами выйдет доктор искусств профессор кафедры музыкального и хореографического искусства института искусств адыгейского государственного университета город Майкоп Алла Николаевна Соколова тема ее доклада Кавказской изводительности и Майк Великобритания спасибо большое тема архива у меня главное желание рассказать об архиве в лондонском архиве потому что у меня есть подозрение что я тогда когда была и работала там в 99 году была единственным представителем СССР в этом архиве и с тех пор прошло вот уже больше 20 лет я подозреваю что никому другому из России не удалось там поработать хотя этот архив содержит более трех миллионов единиц хранения это у них называется русский русский архив конечно там очень много академической музыки народной музыки всех народов России но под общим названием русский архив потому что там пластинки издавались на яблоко писалось на русском языке и работники этого архива не могли упорядочить до конца и так он лежал эта русская часть не разобрана покажите первый слайд вообще этот архив Electronic and Music Industrial это целый город это целый пригород в Лондоне хайс и там ходят поезда там очень много зданий и до последнего времени там записывались записывался звук всех голливудских фильмов все самые известные и поп певцы и знаменитые наши академические вокалисты все писались именно в этой компании EMI и я подозреваю что сейчас они испытывают очень большие трудности финансовые говорят что они продали или их выкупила фирма Sony но по крайней мере старые телефоны второй слайд покажите пожалуйста там это их знаменитая собака знаменитая фирменный знак собака находящаяся у микрофона у граммофона слушающая граммофон вот этот фирменный знак с разными видами вот этой собачки так и остается эта фирма граммофон с ее дочерними многочисленными организациями работала в россии много лет и с россией связаны два имени это фред гайсберг и вильям гайсберг оба брата родившиеся в америке приехавшие работать в лондон и открывшие здесь много и штаб квартиру и потом они штаб квартиры открывали в россии работая в лондоне я увидела например очень много фотографий про кофьева которых у нас в россии не было очень много данных и таких воспоминаний вот этих звукоинженеров о знаменитых певцах о шаляпине о вяльцевой о вере паниной именно первые цыганские записи первые романсы военные марши пасхальные богослужения в нижнем новгороде все это делалось представителями этой фирмы и в том числе и кавказские звукозаписи и все времена англичане активно зарабатывали на этих записях потому что они продавали эти пластинки продавали граммофоны и сейчас потому что они это не венский фонограмм архив который дает ученым возможность бесплатно работать и бесплатно перезаписывать а англичане до сих пор просят большую сумму там одна минута стоит 5 фунтов стерлингов перезаписи этой музыки и то есть и тогда и сейчас они хорошо зарабатывают на этих записях интересно покажите третий слайд Фреда Гайсберга это удивительный человек который записал ну я не знаю там сотнями исчисляются возможно тысячами исчисляются эти записи и то что он делал в России как он передвигался в России как он передвигался по Азии если вот перечислить например только его маршрут в 1903 году это Калькутта Сингапур Гонконг Шанхай Токио Бангкок возвращение в Лондон опять Сингапур Калькутта Бомбей Тайвань и Токио Эти города он посетил только в 1903 году в 1901 году начинают записывать армянскую и грузинскую музыку в 1902 году идут записи в Баку и в Сифлиси в 1902 году производятся первые записи на Украине в Казани это 1901 и 1904 год в 1903 году впервые делаются литовские звукозаписи в 1904 году осетинские звукозаписи и такая гастрольная карта этих звукоинженеров при том что сама звукозаписывающая машина весила примерно 50 килограмм и сами путешествия вот по осетинским землям по грузинским землям были довольно опасными потому что на них нападали у них отбирали деньги им приходилось ночевать под открытым небом просто их их работа это был настоящий подвиг подвиг который вот этот же Фред Гайсберг он 40 лет проработал на фирму граммофон и при этом он даже за эти 40 лет не вошел не стал членом правления этой компании его брат на два года моложе следующий слайд покажите Вильям Гайсберг он был именно связан с Кавказом и все записи осетинские казачьи кубанские записи ростовские записи все это производил вот этот Вильям Гайсберг чей график наверное ничем не отличался по скорости от графика своего брата причем если им не хватало какого-то материала или воска или иглы выходили из строя они могли буквально в течение нескольких дней съездить в Ригу где находился завод по изготовлению пластинок потом вернуться опять в Тифлис или во Владикавказ многочисленные письма писали и по этим письмам мне удалось их в переводе узнать как они относились к музыкантам как они относились к музыке которую они конечно не знали эта музыка была настолько для них непонятной но они очень бережно и всегда пытались найти те условия при которых эта музыка будет звучать в своем естественном виде надо понять и надо представить что записи эти шли при температуре от 40 градусов и выше желательно была температура 60 градусов и музыканты которых писали они находились в одной комнате а те аппаратура сама и техники находились в другой комнате как правило выбиралась маленькая комната завешенная теплым одеялом где и держалась вот эта нужная температура в 40-60 градусов техники очень часто работали на дешево буквально в трусах потому что невозможно было выдержать эту температуру вот покажите пожалуйста слайды ну например седьмой слайд седьмой вот эта группа которая работала а вот на седьмом слайде здесь показано как раз как шла запись потому что вот за этим завешенным одеялом вот там находилась находился этот расплавленный воск вот эта сама аппаратура а в этой комнате главный техник стоял за плечами музыканта и он понимая что музыкант мог жестикулировать отходить от рупора техник его подводил к рупору ближе или регулировал звук вот примерно таким образом шла эта звукозапись кавказские звукозаписи черкесские звукозаписи которые я изучала и которые я привезла более двух часов музыки тогда в 1999 году все они производили техникам по фамилии Эдмонд Пирс это отдельная история как я узнала что это именно этот техник занимался этими звукозаписами дело в том что я самое яблоко пластинок заключала зашифрованные вот такие цифровые обозначения каждая цифра фактически это были штрих-коды выраженные цифрами которые обозначали какая музыка пишется народная или академическая европейская или азиатская и какой тираж выходил на эта пластинка из какого тиража выходила интересно что вот этот промежуток между записью и бумагой яблоком пластинки на этом промежутке я нашла такие маленькие знаки маленькие буквы и потом работая в архиве я узнала что каждый техник заключая договор с компанией граммофон приобретал вот эту литеру прописную букву литеру под которой он фиксировался и отвечал за качество звукозаписи и вот эта литера маленькая буква и английская и обозначало что это Эдмонд Пирс подняв архивы я выяснила что в то время Эдмонту Пирсу было всего 21 год это был молодой человек но очень энергичный знающий грамотный технически подкованный который в то же время был достаточно авантюрным ибо поначалу ему приходилось найти агентов которые бы ему добыли местных музыкантов его интересовал исключительно коммерческий успех он должен был найти вот этот агент таких музыкантов которые затем записанные на пластинке эти пластинки должны были иметь успех если это был неизвестный музыкант то записывать его не стоило поэтому агенты искали музыкантов свадебных или музыкантов очень известных к которым они приходили и предлагали вот мы тебя запишем а ты получишь такую-то сумму сумма была достаточно привлекательная для музыкантов она где-то была равна той сумме которую они получали на свадьбах поэтому они могли это сделать но поскольку на Кавказе были в основном то большая часть людей это были мусульмане и по мусульманским традициям иметь пластинки в доме не полагалось и музыканты всегда испытывали большие сложности согласиться на такие звукозаписи или не согласиться и здесь конечно и агентам пирса и самому пирсу приходилось это при учете что кроме английского языка он других языков не знал с учетом этого ему приходилось просто чудеса дипломатии проводить чтобы уговорить этих музыкантов участвовать в звукозаписи я хочу вам показать одну фотографию пирса вот это единственное ну вот на этой фотографии пирс стоит и покажите пожалуйста еще слайд десятый где пирс в самарканде находится вот здесь он в окружении неизвестных мне людей из самарканда одетый в узбекский халат и сидящий по узбекски видимо он и такие приемы он как бы пытался внедриться в эту культуру для того чтобы быть доверенным лицом и показать как это выгодно музыкантам быть запечатленными на плен я занималась восстановлением биографии Магомета Хагаутша он был среди черкесов среди адыгов первым гармонистом который прославился и любая черкесская свадьба в это время это речь идет о 1911 годе в это время ни одна свадьба не мыслилась без Хагаутша потому что это был единственный общий черкесский такой популярный музыкант покажите слайд 11 его фотографию мы нашли к сожалению в частном архиве но это был человек двухметрового роста играющий на маленькой трехкилограммовой гармошке чем приводил в умиление в такой комический эффект производил он с этой гармошкой но он его более ста записей сделали англичане и любопытно что та музыка которая была записана в 11 году и чьи пластинки потом продавались на Кавказе и претерпели четыре тиража следовательно это такой был великий коммерческий успех который англичане англичанам позволили еще раз приехать в 13 году и повторить эти звукозаписи однако все записи 13 года не дошли до Кавказа потому что началась Первая мировая война граммофонный вот этот завод по изготовлению пластинок в Риге был разбомблен часть сохранившихся пластинок была доставлена в Московский архив фонодокументов на Бауманской там находится небольшая часть а часть пластинок была часть уже подготовленных пластинок успели переправить в Лондон вот поэтому лондонский архив сохранил наибольшую часть записей Хагауджа и те записи которые Хагауджа которые дошли до Кавказа записи 11 года они до сих пор фигурируют в нашей культуре они фигурируют очень часто без имени Хагауджа а просто как старинные адыгские записи но их играют их помнят их знают а те записи которые 13 года сделал Хагаудж и они не попали на Кавказ они практически исчезли из обихода и вернув их в 99 году вернув их на Кавказ размножив их распространив среди отдав эти записи на радио на телевидение каждому композитору я сделала отдельную перезапись отдельную кассету подарила и вот в результате получились у нас вот такие новые произведения я прошу вас показать вначале архивную запись а потом вот за факт Хагауджа это композиция уже нашего композитора Аслана Нихая которая получила государственную премию республики Адыгея вот эти две записи буквально по 30 секунд поставьте это то что было сделано и обработано на основе этих архивных запись вначале архивную запись покажите композиция за факт Хагауджа можно не с первой минуты потому что там выступление где-то с 15 секунды покажите Академия Добавили Добавили Спасибо. Теперь Хагауджа, у нас проходят конкурсы имени Хагауджа, ансамбли его имя берут в свое название. Покажите бюст в следующий слайд. Школа музыкальная, где он жил, получила имя Хагауджа. То есть благодаря этим звукозаписам из Лондона имя Хагауджа у нас стало нарицательным. Играет как Хагаудж, это высшая похвала для современных гармонистов. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо, Алла Николаевна. Есть вопросы? Если вопросы поступят, то мы вам обязательно их перешлем. Спасибо большое. Спасибо, Алла Николаевна. Продолжение следует... Байо никогда не было в сфере моих исследовательских интересов и проходил, скажем, по касательным связям с моими поисками и исследованиями о других музыкантах, работающих в России, в Москве в 18-1919 веках. Если даже у меня были какие-то вопросы, я всегда мог обратиться к замечательной русскоязычной географической статье о Байо. Завтра, собственно, Татьяне Берфорд, это статья, доступная в своей виде музыкантах в Санкт-Петербург. И в ней особый акцент сделан на тех, в том-в том периоде, с декабря 1885 года по линию до 1888 года, который Пайо провел в России. Этот очерк основывался на трех источниках, доступных Татьяне Берфорд на данный момент. А именно объявление в московских и санкт-петербургских ведомостях о концертах Байо. В московских ведомостях, соответственно, это концерт 2 декабря 1805 года, а в санкт-петербургских ведомостях это концерт весны 1808 года. Также обязательное объявление, которое должен был дать любой иностранец при выезде из России об отъезде, оно также было помещено в санкт-петербургских ведомостях. Второй источник это, безусловно, записки Жихарева. Там есть две записи относительно Байо. Одна из них относится, подчеркиваю, к весне 1805 года, то есть за полгода до отъезда Байо из России, до приезда Байо в Россию, конечно, приезда. И в этой записке он пишет, что сейчас в доме Селдана Андреевича в Севолосково проходят квартетные концерты, где играют Рот, Францель и Ламар, а в этом году будет также Байо. И вторая заметка относится уже к ноябрю 1805 года, она непосредственно отражает суждение московских меломанов и сравнение игры Рота и Байо непосредственно перед первым московским дебютным концертом Байо. Таким образом, это очень важные замечания, очень важные заметки, но они все время предшествуют событиям. Ну и третий, самый такой основной и важный источник знаний о русском периоде Байо, это несколько параграфов в биографическом очерке в универсальной биографии Фетиса. Дело в том, что Фетис лично знал Байо, таким образом, этому очерку можно поверять. Вот. Кого было мое изумление, когда в феврале 2020 года я работал в читательном зале Национальной библиотеки Франции и наткнулся на огромное количество различных документов, биографических документов, которые проливали дополнительный свет на русский период бою и позволяли выстроить точную хронологию его пребывания и деятельности в России. Вот об этих документах я и хочу сегодня рассказать. Они делятся на три группы. Первая группа – это печатные издания. Дело в том, что Национальная библиотека Франции получала сигнальные экземпляры всех французских и большинства европейских изданий. Таким образом, творчество Байо, печатное творчество Байо представлено там фактически на 90-95%. Вторая группа документов – это рукописные ноты и, точнее говоря, автографы или частовые датированные автографы, содержащие российские топонимы и даты интересующего нас периода между 1805 и 1808 годом. Этих рукописей там четыре. И я чуть подробнее о них расскажу уже в привязке к биографическим документам Байо. Третья группа – это именно биографические документы Байо. Ну, условно, они тоже могут быть разделены на подгруппы. Трех – это корреспонденция. Корреспонденция на сегодняшний день вся доступна на сайте Национальной библиотеки Франции, она оцифрована. Но это письма после 1815 года. Корреспонденция же интересующего нас периода должна была бы содержаться внутри двух конвалютов. Они называются «Сувенир 1» и «Сувенир 2», которые содержат различные документы, различные автобиографические документы Байо. Это небольшие, это не мемуары в нашем современном понимании этого слова, это небольшие тетрадки тематические. Некоторые тетрадки посвящены, например, рождению детей Байо или каким-то его путешествиям. Есть целая тетрадь поэтических его экзорсисов. Но среди них, среди этих тетрадок, которые представляют особый интерес, вот первая тетрадка, интересующая нас, это журнал исходящих писем. Там есть письма и 90-х годов 18 века, но, к сожалению, русский период отображен там таким следующим образом, что с 1805 по 1808 год путешествие в Россию, и никаких исходящих писем нет. Обращаю ваше внимание на этот факт. Второй важный источник – это дневник. Он довольно конспективный, и надо признать, что русский период в нем отражен недостаточно подробно. Но вкупе с другими документами он дает довольно целостную картину. Две самые подробные записи этого дневника. Отмечу, что дневник чистовой и, возможно, был где-то уже в 20-х годах 19 века скопирован с какой-то настоящей записной книжки. То есть это не та записная книжка, которая путешествовала вместе с Байо. Вообще архив Байо, рукописный архив Байо, был им самим подготовлен по всей жизни и обработан. Но также в обработке архива принял участие сын Байо, также скипач, пианист и композитор, который передал этот архив в Национальную библиотеку Франции. Итак, чистовой дневник представляет собой записи. Это несколько столбцов. В первом столбце мы видим дату и место. Во втором столбце – комментарий. Две самые подробные записи дневника относятся именно к путешествиям в Байо. То есть как он выехал из Парижа через Страсбург, в Ульме воспользовался водным путем по Дунаю, доехал до Вены. В Вене встретился с Бетховеном, Гайденом и Керубини. Кстати, в очерке Фетиса нет Керубини, зато есть Сальери. Такой интересный факт. Без подробностей. И затем продолжил свой путь через Броды, границу, тогдашнюю границу в Радивилове, затем Киев, затем Тула, Серпухов, Подольск и наконец оказался в Москве. Обратный путь Байо, относящийся к лету 1808 года. Это его, соответственно, путешествие из Москвы в Санкт-Петербург, март 1808 года, с некоторыми подробностями о том, что, например, их повозка четыре раза сваливала с дороги. По всей видимости, даже переворачивалась. Что одну ночь они вынуждены были провести в снегу. Но, тем не менее, благополучно в итоге доехали до Санкт-Петербурга. Подробности его концерта в Санкт-Петербурге весной 1808 года. Это очень важная запись, потому что до сих пор было известно только о двух концертах Байо в Санкт-Петербурге. И о том, что он играл концерт перед императором Александром I. Дневник же точно фиксирует концерты 18 марта в Онищиковом театре, 30 марта в зале филармонии, в зале Леона. 2 апреля в Благородном клубе. Данные об этом концерте абсолютно новые. 23 апреля в Большом театре в Санкт-Петербурге. И, наконец, 9 мая концерт в Эрмитажном театре лично для Александра I. Дальнейшие записи описывают три месяца проведенных боев в очень интересном месте. По дороге из России он останавливался под металл в доме металловского банкира Бернера. Дочь Бернера, Марианна Бернер, была знаменитой скрипачкой. По словам самого Байо, имела выдающиеся таланты в игре на скрипке. Дом Бернеров был открыт для всех музыкантов, которые путешествовали в Петербурге и из Фурбурга. Там, в частности, останавливался Шпор, Эк, Маурер, Юдефорш, Деламар и в том числе Рот, безусловно, и в том числе Байо. Все эти музыканты давали уроки скрипичной игры Марианне Бернер, вместе с ней музицировали, сочиняли. И на обратном пути из России Байо провел три месяца в усадьбе Бернера Шталгене, а также в еще одном его доме в небольшом местечке Помуж. Мне удалось летом прошлого года там побывать, и оба дома, в которых проходили эти концерты, в которых жили Бернеры, сохранились. В общем, это совершенно замечательные места. И, наконец, он выехал из России. Таким образом заканчивается русский период в дневнике. Между путешествиями, соответственно, был долгий период в Москве. В дневнике он представлен указанием на точное местонахождение в Байо. Собственно, там фигурируют три места. Это Москва, это небольшая деревня Елизаветина, которая была фактически усадьбой Всеволожития. Третье место – это некая Петровская. На самом деле это Петровская-Розумовская, это владение Льва-Розумовского. Таким образом, благодаря этим записям, мы можем точно сказать, что Байо не гастролировал по России, что он постоянно находился в Москве и иногда выезжал из Москвы на продолжительные периоды от месяца до трех месяцев в Елизавете. Это помогает также нам понять, собственно, почему Байо оказался в России. Он был приглашен в Севоложитию. В дневнике даны точные даты путешествия Байо из Москвы в Елизавете на обратно. И, в частности, обращу внимание на несколько таких записей. Одна из них была важна лично для меня. Это три месяца лета 1806 года, проведенные боев в Елизавете. В то же самое время в Елизавете находился человек, которым я занимаюсь всю жизнь. Это немецкий велучилист Агангенрик Фатсус. Он был в то время на службе у Всеволожских. Таким образом, три месяца эти два музыканта находились в одном месте, и, по всей видимости, был творческий контакт, возможно, какие-то учрения и музицирования, и обучение детей в Севоложском. Есть также две еще интересные записи. Это записи о именинах жены Всеволожского Елизаветы Никитичной. На двух именинах побывал Байо, и на одних из этих именин была знаменитая певица Елизавета Мара, которые тоже были именины. В тот момент она жила в Москве и оказалась в Елизавете со своим сыном. О том, что сын, например, нигде информации никакой не было. Это известно именно благодаря дневниковым записям Байо. Следующий документ из автобиографических документов Байо, который очень сильно дополняет дневник, это каталог. Каталог представлен двумя частовиками, в которых есть точное указание на место, время сочинения, то есть дату сочинения, указан полностью титульный текст произведений. А в позднем частовике есть также инчипеты и указания на место первой публикации того или иного произведения. Соответственно, мне удалось привязать все даты вот этих вот сочинений русского периода к записям дневника и установить, где и когда были сочинены те или иные произведения. И точно очертить круг того, что Байо писал в России. К особо интересным записям относится, например, запись о сочинении его пятого скрипичного концерта. Это самое масштабное произведение, написанное Байо в России. Концерт посвящен лично Всеволоду Андреевичу Всеволожскому. И две его части, вторая и третья, были сочинены осенью 1806 года в Елизавете. А первая часть была сочинена позднее, уже весной 1807 года. Таким образом, дневник и каталоги дали возможность точной датировки и последовательности сочинения вот этого крупного скрипичного концерта. В контексте дневника и каталога особое внимание представляют рукописные ноты Национальной библиотеки Франции, которые вытягивают за собой любопытные истории. Одна из них это так называемый букет. Этот букет был сочинен специально каменином Елизаветы Никитичной в Всеволожской и был сочинен для исполнения детьми в Всеволожских и двумя крепостными. Партитура и партии имеют маленькие рукописные вписки о том, кто играл какую партию. Так Александр Всеволожский, старший сын Всеволожских, играл скрипку. Никита, младший сын, пел. И двое крепостных играли, соответственно, партию второй скрипки и баса. На этой рукописи также указан автор стихов. Это был их гувернер и учитель француз Картуар. Конечно, эта пьеса никогда не могла быть опубликована в бою, потому что она имела чисто прикладной характер, но сохранилась в виде рукописи. И вот в контексте дневника, каталога и сохранившейся рукописи мы видим вот такой вот сюжет вокруг этой пьесы, сочиненной к конкретному событию. Еще одно интересное сочинение, которое не сохранилось, это трио на тему Карла Гека. Карл Гек – это был замечательный велочелист, композитор, организатор концертов и музыкальный предприниматель, владелец крупной музыкальной лавки Москвы конца 18-го, начало 19-го века. О нем известно не так много, в частности, неизвестно, когда он умер. Но в 1808 году Байо написал стихотворение на именины отца Гека. То есть младший Гек, скорее всего, еще был жив. И среди рукописей должно было сохраниться трио на тему вариаций для скрипки, компониментом второй скрипки и виолончели на тему Гека. К сожалению, это произведение не сохранилось, но сохранилась папка, в котором она в свое время хранилась. На этой папке полностью указан титульный лист. К огромному сожалению, в папке хранятся совершенно другие произведения, и это трио обнаружить не удалось. Но, тем не менее, мы видим, что оно дает нам очень важную информацию о контактах Байо в Москве в этот период. И в каталоге содержатся также первые такты, то есть им чипит этого самого трио. То есть есть ли надежда на то, что мы его когда-нибудь найдем. Еще одна важная запись и важная рукопись в Национальной библиотеке Франции – это вариации на русскую тему для скрипки и виолончели с оркестром. Они были написаны Байо в самом начале его приезда в Россию, специально для исполнения им самим и его другом, коллегой, виолончелистом Деламаром. И эта версия, первоначальная версия для скрипки и виолончели с оркестром никогда в Байо не была издана. Уже когда он вернулся во Францию, он издал версию для двух скрипок, дуэт для двух скрипок в сильно усеченном виде. Но вот благодаря сохранности рукописи первоначальной версии и записи в каталоге мы знаем, что эта пьеса относилась к началу русского периода и была многократно исполнена в России. Еще один важный документ, о котором я должен сказать, точнее два документа – это уже упомянутый мной сборник стихов. В этом сборнике указаны два стихотворения русского периода, оба относящиеся к 1808 году. Одно из них упомянутое стихотворение на именина Гека, а второе – это стихотворение, посвященное Льву Разумовскому. Наличие в дневнике Петровского, то есть топонима Петровская, и стихотворение, посвященное Льву Разумовскому, точно указывает на контакт бою со Львом Разумовским. Более того, в каталоге есть запись о сочинении оркестрового марша с указанием на Петровское, а в дневнике есть указание на пребывание бою в Петровском. И вот сопоставление этих документов показало, что марш был сочинен буквально на скорую руку для некоего праздника Петровского. Таким образом, мы можем установить, что марш был непосредственно написан для Разумовского. К огромному сожалению, этот марш также до сих пор не найден, он никогда не был переиздан, но документы дали некоторые данные о нем. Для своего доклада я хочу сказать еще об одном важном документе внутри автобиографических документов, автобиографических тетрадок. Это перечень учеников бою в России. Перечень состоит из двух частей, это ученики по скрипке и ученики по фортепиано. Но фортепиано относится уже к после российскому периоду, он преподавал фортепиано уже находясь в Париже. А в перечне учеников скрипичных есть прям отдельный раздел. Россия, 1805-1808 год. С точными датами. И там фигурируют следующие фамилии. Во-первых, это Александр Всеволодович Всеволодский, уже упомянутый мной, старший сын Всеволодского. Во-вторых, это некий Нелединский. Мною было вычислено, что это Сергей Юрьевич Нелединский-Милецкий, сын знаменитого литератора. В-третьих, это князь Парфиний Янгалычев, которого мы в основном знали как композитора-пианиста и автора фортепиано-сочинений. Но вот, оказывается, он учился у Байона скрип. В-третьих, это некий Нащокин. Это может быть один из сыновей Нащокина, либо Федор, либо Петр. Еще один ученик, это Александр Николаевич Муравьев, будущий декабрист. И трое иностранцев. Некий Альбертация, скорее всего, это сын скрипача Альбертации, очень активного в Москве в 80-х годах XVIII века. Некий господин Вильде, это также сын или, может быть, даже внук музыканта и адвоката Санкт-Петербурга Вильде. Безусловно, уроки давались в Санкт-Петербурге. Упомянуты также, естественно, Марианны Бернер, а также двое крепостных. Один крепостной князя графа Алексея Альбертского и один крепостной графа Грузинского. Скорее всего, один из этих крепостных – это русский скрипач Поляков, данные о котором, о том, что он был учеником в бою, до сих пор существовали. Таким образом, обработка этих документов позволила нам очертить круг русских произведений в бою данного периода, точно выстроить хронологию нахождения бою в России и очертить дополнительно и уточнить круг его творческих контактов. Разумеется, что в печатном тексте моего доклада вся эта информация представлена с отсылками к источникам, с точными датами. И я надеюсь, что в будущем сможет быть использовано для исследований русской музыкальной культуры и московской музыкальной культуры начала 15-го века. Дольшое спасибо. Большое спасибо Павлу Георгиевичу. Если будут вопросы, он просил пересылать ему на e-mail, e-mail мы можем дать, и он с удовольствием ответит на все вопросы. По программе далее у нас доклад Екатерины Сергеевны Бабенко. Екатерины Сергеевны Бабенко. О письменном письме Наде Буланже Сергею Рахманинку. Пожалуйста. Уважаемые коллеги. В интернет-путеводителе по Рахманиновскому архиву место хранения библиотека Конгресса США содержится упоминание о письме, которое было получено Сергеем Рахманину от Наде Буланже в 1933 году. Содержание письма не оглашается, это не аннотированный указатель. Однако и его датировка, и объявленное местоположение, источник хранится вместе с поздравительной корреспонденцией в 60-летию композиторам, позволяют условно идентифицировать аналогичную же поздравительную тематику послания. Ну, подобно тому, как папка с сочинением боё, несуществующим, всё-таки является определённым родом свидетельством. Вероятно, поэтому отечественные специалисты до сих пор не обращались к названному письму. Ну, ещё известны определённые трудности работы с этими источниками. Юбилейная дата вызвала широкий общественный резонанс, и Рахманин на протяжении более чем полугода, вообще порядка девяти месяцев, с декабря 1932, когда отмечалась 40-летие артистической карьеры, и до осени 1933, адресовалось множество поздравлений. Естественно, письмо Буланже принадлежало к их числу, заведомо уступая в аспекте информативности аналогичным поздравлениям коллег, дружески общавшихся с юбиляром. Однако в последние годы было высказано предположение об игнорировании Рахманину, якобы характерном для Буланже, демонстративно отказывавшись общаться с великим музыкантом и даже упоминать его имя. Эта гипотеза обосновывалась помимо априорного и, как видим, неточного утверждения об отсутствии каких бы то ни было письменных контактов между Рахманином и Буланже, еще и довольно туманными ссылками на документы, важные документы, храняющиеся в персональном архиве Буланже, в Национальной библиотеке Франции в Париже. Хотя ни один из соответствующих важных, подчеркиваю, важных документов не было оглашенных даже нас. Те, которые есть, будут названы позже. Причиной же игнорирования будто бы явилась некая вина Рахманину перед Раулем Пюньо, наставником по композиции Буланже, не прощенная последней, вплоть до ее ухода из жизни. Данная гипотеза, невзирая на отсутствие фактических подтверждений, была сочувственно воспринята рядом отечественных музыковедов и нашла некое отражение в новейшей летописи жизни и творчества Рахманину в том, 2-й, 2022-й год. Исходя из этого, сохранившееся реальное письмо Буланже к Рахманину заслуживает дальнейшего рассмотрения в качестве альтернативного свидетельства. Как известно, Пюньо скончался в Москве от воспаления легких и сопутствующих осложнений во время гастрольной поездки. Это произошло в конце декабря 2013 года по новому стилю в начале января 2014 года. Вместе с ним в Москву прибыла и Буланже, нередко именовавшаяся в ту пору ученицей Пюньо, сопровождавшего в поездке представлены следи участников анонсированных концертов, наряду с московской камерной певицей Марией Муромцевой-Винявской. Ну, а собственно ученичестве, как я полагаю, нужно говорить с большой оговоркой, если необходимо, я это прокомментирую. Однако в дальнейшем Буланже пребывала на периферии событий. Неизвестно, привлекалась ли она к организации лечения Пюньо и к организационным хлопотам, связанным с отменой концерта в Москве. Не упоминается, насколько была она осведомлена о гипотетических, опять-таки, сомнительных переговорах с Рахманином, как вероятной заменой Пюньо для первых концертных выступлений. Не комментируется и вероятное отсутствие в католическом храме на отпевание любимого наставника. В перечнях, приводившихся журналистами, она отсутствует. Не сообщается даже, где именно в этот период находилась Буланже, а ее родня по материнской линии прожила в Петербурге, и когда именно возвратилась во Францию. Ввиду полного отсутствия каких-либо аутентичных свидетельств, принадлежащих самой Буланже, либо другим участникам событий, мы вынуждены довольствовать лишь категоричными утверждениями отдельных исследователей, попросту веря им на слово. Сказанные в полной мере относятся к утверждениям о Буланже как преданной хранительнице памяти ее друга и учителя. Так сообщается, далее цитата, «На протяжении всей жизни многочисленных интервью Надя Буланже сознательно избегала упоминания о случившемся в Москве в 2013 году, запрещая произносить имя Рахманинова своему окружению многочисленным ученикам». Легко представить, что она не могла примириться с участием Рахманинова в планируемом мемориальном концерте, посвященном Пеньо, ну, якобы по этой причине этот концерт и не состоялся в Москве, и так далее. При этом, однако, ни одна из приводимых инвектив не подкрепляется отсылками к достоверным источникам. Откуда подчеркнуты указанные биографические сведения? Может быть, из личного общения с Надей Буланже? Однако последняя умерла более 40 лет назад, в 1979 году. Какой-либо из ныне здравствующих исследователей средних лет, обратившихся к ее жизни и профессиональной деятельности, скорее всего, посещал в это время дошкольные учреждения или начальные классы средней школы. Вероятно, Буланже перед смертью оставила потомство некие тайные признания? Или об этом проговорился кто-то из ее близких друзей? Комментарий отсутствует, как будто речь идет о само собой разумеющихся, общеизвестных фактах, хотя любой компетентный специалист правит оценить их с диаметрально противоположных позиций. Чтобы разрешить кажущиеся противоречия, обратимся к недавней публикации, вполне доступной любому отечественному исследованию. Речь идет о воспоминаниях польского композитора и музыковеда Шиштофа Мейера, включенных в его биографический очерк о Наде Буланже. Данный источник представляется вполне заслуживающим доверия по двум причинам. Во-первых, Шиштоф Мейер принадлежит числу исследователей, с видимым успехом проявивших себя в области музыкальной биографики. Достаточно упомянуть его известную книгу Шостаковича. Во-вторых, автору очерка, по его собственным словам, посчастливилось, цитирую, трижды на несколько месяцев приезжать на учебу к Наде в Париж и наблюдать за ее манерой преподавания. Эти мастер-курсы датировались примерно с середины 60-х годов, и многое из услышанного, запечатленного цепкой памятью Шиштофа Мейера, следует признать фактическими комментариями, процитированным выше утверждением, по поводу Буланжека, хранительницы памяти о Пюнье. Согласно комментарию Мейера, цитирую, «Все ученики Нади отмечали ее либерализм и терпимость к любимым убеждениям и направлениям, но при этом мало кто вспоминал, с какой неприязнью она обычно высказывает о Берлиозе, Штраусе, Скрябине или Малере, как критиковала эстетику Шумана, Листа, Вагнера и даже Дебюсси. Она полностью отрицала ценность музыки Рахманинова». Вот он и наконец. Резко критиковала Прокофьева, говоря, что финал седьмой сонаты – это большевистская музыка. Мессиана Надя Буланжи однажды объявила великим обманщиком в музыке XX века. Она не могла понять актуальное течение, новые приемы и тенденции. Они были совершенно чужды. Уже в Эберн никогда не был темой уроков, как, впрочем, и Барток, и Шимановский. Представителей Дарнштадтской школы она однажды назвала бедными детьми. А Штокхаузене Надя не хотела и слышать. А насчет Булеза, хотя высказалась так, этот все слышит. И ни слова больше. Она терпеть не могла избыточно сложных партитур. Далее приводится ее остроты. И насчет сценаристических партитур, например, Пиндересского или Людославского. Более того, польская певица Мария Мадраковская свидетельствовала, что Надя буквально запрещала вспоминать о своем раннем композиторском творчестве. Это она объясняла бесполезностью своей музыки и так далее. Цитируемые заметки могут рассматриваться двояко. Либо речь идет о некой аберрации, вследствие которой не только Рахманинов, но даже Вейбернштадтхаузен, Булез, даже сама Надя Буланжи оказывается виновной в каких-то злодеяниях. Либо высшие перечисленные фигуры умолчания вообще не обнаруживают связи с московской историей 13-го года. И эта связь намеренно мистифицируется в некоторых публикациях. В самом деле игнорированный Рахманинов, по сути, оказывается представителем едва ли не элитарного сообщества крупнейших композиторов 19-20 веков, чьи продлинности обусволиваются только эстетическим пуризмом Буланше, как приверженца неоклассицистских тенденций. Кстати, ее друг и учитель Пюньо, будучи ярко выраженным представителем французского позднеромантического искусства, чуждался подобных увлечений, вследствие чего Буланже избегал упоминать его имя в той же степени, что и Рахманин. Об этом свидетельствовал, в частности, один из учеников Буланже, широко известный американский композитор Аарон Коплинт, занимавшийся в ее классе на протяжении 1921-1924 годов. Цитирую. Она опубликовала несколько коротких пьес и однажды, как сказала мне, помогала пианисту и композитору Пюньо оркестровать его оперу. Конец цитаты. Ни о фактическом соавторстве, ни о любимом учителе Буланже об этом даже не упомянула, воздержавшись от каких-либо комментариев и дополнений. Разумеется, Коплинта могла подвести ненадежную память. Цитирую моего черкопятики было написано в начале 60-х, по случаю 75-летия Буланже. Однако проявление недовольства со стороны юбиляра не последовало, при всей ее общеизвестной любви к точности. Вполне допустимо утверждать о неприятии музыки Рахманинова, характером для отдельных учеников Буланже, как заимствованной черте. Характерный, показательный пример – это Андрей Волконский, родственник Рахманинова и ученик Буланже, который очень сурово отзывался о большинстве его произведений. Не о всех, правда. Едва ли подобный творческий нигилизм, свойственный их педагогу, авторитетному музыканту, у них классика, распространялся на творчество Рахманинова исполнителя. Об этом неопровожливо свидетельствуют документальные материалы. Как известно, 7 мая 1933 года в Париже состоялось торжественное чествие Рахманинова, посвященное его 60-летию. Подробный комментарий об этом опубликован местной газетой русской эмиграции «Возрождение» 8 и 9 мая сообщалось, помимо прочего, что на этом собрании выставляли Фред Корто, прочитавший адрес Рахманину от виднейших французских композиторов, дирижеров и музыкантов. Но, по-разному, музыкантам других специальностей. В числе подписавшихся, наряду с тем же Корто, Габриэлем Пьерне, Маргарит Лонг, Жаком Тибо, Марисом Равелем, Жаком Ибером, Полем Дюка, Артюром Энегером и другими, значилась и Буланже. Достоверность указанной информации была подтверждена в дальнейшем за Руи Апетян, изучавший материалы Рахманинского архива в Нью-Йорке и сообщивший коллегам необходимые каталожные данные о местонахождении этого юбилейного адреса. Более того, в интернет-путеводителе по Рахманинскому архиву, в котором, говоря свыше, фигурирует целый ряд персональных поздравительных писем, тогда же полученных Рахманину, от практически всех участников указанной юбилейной акции, включая, как уже говорилось, Надю Буланже. Нужно ли рассматривать ее письмо в числе особо изощренных проявлений тайной нелюбви, о которой рассуждают исследователи и конспирологи? Этот вопрос, видимо, также останется без ответа. Фактически же, существование этого письма, как и поздравительного коллективного адреса, является аргументом защиты и успешно противопоставляемым виртуальному обвинительному заключению. Между тем, если подобная неприязнь отсутствовала в принципе, легко объяснить странный факт, сообщаемый в некоторых публикациях. В персональном архиве Буланже, вот оно, важные свидетельства, хранится адресованное письмо Джана Мишеля Шартона, автора довольно известной книги «Французские годы» Сергея Рахманину, датированная 1968 годом и предшествовавшая публикацию упомянутой книги. При этом указывает, что пребывание французских музыкантов в Москве в 13-м году автором письма, то есть Шартоном, не обсуждается. Если пресловутый запрет на произнесение имени Рахманину отсутствовал в принципе, логично предположить, что Шартон не музыковед, литератер-ссист и художественный критик попросту не знал о какой-либо связи Буланже с тогдашними гастролями. Поэтому в ее кратком и поверхностном пересказе московского эпизода тогдашняя ученица Пиньо не была упомянута вовсе. Ну, она там в книге фигурирует только в самом начале в перечне благодарностей адресованных известным французским музыкантам и деятелям культуры за ценные советы и пожелания относительно самых разнообразных проблем с чем их книги. Впрочем, автор книги не упоминает о других участниках московского эпизода. Например, о Марии Муромцева-Веневской, полагая, наверное, что в Москве должны были состояться клавератом до Пиньо, то есть его сугубо сольные выступления. Сама же Буланджи могла по истечении полувека не придать значения или позабыть об этом событии. В целом, гипотетическое дело Рахмана Пиньо и вероятная причастность к названным событиям на деле Буланджи пока что представляются очевидным образцом исследовательского мифотворчества. Аналогичные примеры музыковедения хорошо известны. Вот легендарного отравления Моцарта приписанного Антонио Сальери или самоубийства Чайковского до страшной мести одиозному куратору советских композиторов Апостолу, якобы осуществленной Дмитрием Шостаковичем сугубо музыкальными средствами. Приходится констатировать, однако, что вирус мифотворчества достаточно живуч и в области источниковедения, о чем свидетельствуют, например, публикации нынешнего столетия, 21-го, посвященные самым разным нашим авторам. Прокофьеву, Косевицкого, Сафиеву, Мясковскому, весьма питательной, да вот, Стравинскому недавний пример, весьма питательной средой для такого рода мифотворчества является биография Сергея Рахманинова, не исключая сугубо французских ее аспектов. Ну, если нужно, могу привести пример, если будут вопросы, потому что время заканчивается. К сожалению, продуцирование соответствующих мифов отчасти инспирируется невызизвестной концептуалистской ориентации зарубежных либо российских, ориентированных на западную аудиторию, исследований, посвященных нашим великим соотечественникам. Есть на эту тему даже специальные статьи, которые свидетельствуют, что зарубежное, так сказать, финансирование осуществляется лишь по отношению к тем источниковедческим работам, которые обладают ярко выраженной концепцией. Ну и, соответственно, авторы, чтобы это финансирование повышать, вынуждены эту концепцию просто придумывать. Исходя из этого, в наши дни представляется исключительно важная последовательная актуализация подлинно академических принципов музыкального источника ведения, неразрывно связанных с профессиональной деятельностью в указанной сфере исторического музыкознания. Спасибо. Начать вечернее заседание мне хочется проинформировать всех присутствующих о выходе в свет такой книге «Островинский. Переписка с русскими корреспондентами. Материалы биографии. Том 4. 1940-1971». Это долгожденное завершение серии четырехтомника одноименного, который был основан и Виктором Воронцем профессором Московской консерватории, профессором кафедры истории зарубежной музыки. И, как мы хорошо знаем, Виктор Павлович стоял в том числе и у стоков конференции русские музыкальные архивы за рубежом, зарубежные музыкальные архивы в России. Если вы откроете первые выпуски, то его статьи, его материалы украшают эти первые выпуски нашей серии. В этот том вошло порядка 900 писем. Его составителем является Светлана Ильична Савенко. Она взяла на себя нелегкий труд продолжить и завершить эту серию. И в продолжении тезиса Константина Владимирович Озенкина, который открывал сегодняшнюю конференцию, можно сказать, что вот это как бы такое живое подтверждение единства зарубежной Россики и русских музыкальных архивов за рубежом и зарубежных в России, поскольку здесь собраны материалы именно тех самых архивов по всему миру, можно сказать, из старого и из нового света. Настоящая презентация впереди, я думаю, вы о ней еще услышите, а я просто хотел проинформировать о выходе этого труда. И теперь разрешите перейти уже непосредственно к вечернему заседанию 24-й международной научной конференции русские музыкальные архивы за рубежом, зарубежные музыкальные архивы в России и объявить нашего первого докладчика, это Светлана Георгиевна Зверева, доклад будет проходить в онлайн формате. Светлана Георгиевна кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник сектора истории музыки Государственного института искусствознания, лектор Королевской консерватории в Шотландии. Тема доклада Светланы Георгиевны дневники Петра Ковалевского как источник по истории музыки русского зарубежья. История музыкальной культуры русского зарубежья, как я вижу. Крайне немножко иная формулировка. Итак, пожалуйста, Светлана Георгиевна, постоянный участник наших конференций, коллеги участник. Пожалуйста. Многоуважаемые коллеги, благодарю за возможность выступить на вашей замечательной конференции. Имя главного героя моего доклада, жившего во Франции русского эмигранта Петра Эвграфовича Ковалевского вошло в историю эмигрантики благодаря его капитальному труду под названием «Зарубежная Россия. История и культурно-просветительная работа русского зарубежья за полвека 1920-1970 год», а также многочисленным статьям и некрологам в еженедельной парижской газете «Русская мысль». Работа Ковалевского носит справочно-информационный характер и относится к тем базовым источникам, на которые опираются многие современные исследователи. Не оставляет в своих публикациях без внимания Ковалевский и музыкальную жизнь эмиграции, вставляя этот компонент в общую картину ее художественной и просветительской деятельности. В силу этого к трудам Ковалевского обращаются и музыковеды. Вместе с тем, до сих пор в научный оборот музыкальной эмигрантики не введен такой вышедший из-под пера Ковалевского капитальный источник, как многотомные дневники, которые он вел на протяжении почти 50 лет. В литературе их нередко называют летописью русского зарубежья, употребляя иногда и более колоритное название «Повесть временных лет русского зарубежья». Целью настоящего сообщения является общая краткая характеристика этой летописи как источника для исследований русской музыкальной эмигрантики. Собственно, цель – это введение в научный оборот музыкальной эмигрантики этого источника. Самый ранний из известных в настоящее время дневников относится к 1918 году. Создавался он тогда, когда его автору было 17 лет и когда он жил еще на родине. Последний же имеющийся в архивах дневник относится к 1959 году, когда Ковалевскому было уже 58 лет. Есть предположение, что существуют и более поздние дневники, однако их местонахождение неизвестно. Полностью опубликован лишь первый дневник и фрагментарно дневники 1937-1948 годов. В основу настоящего сообщения положены авторизованные машинописные копии дневников, находящиеся в библиотеке Бенедиктинского Крестовоздвиженского монастыря в Бельгии, о котором мне, пользуясь случаем, хотелось бы сказать несколько слов. Тем более, что вопрос о том, почему дневники Ковалевского попали именно в Шифтунь, мне уже задавался коллегами. Этот монастырь расположен сейчас попробую передвинуть слайд. Сам герой нашего сегодняшнего повествования Петр Евграфович Ковалевский. Это монастырь, который расположен в Бельгийской Волонии, в предгоре Арден, на окраине села Шеветонь или Шевтонь. В силу этого монастырь так и называют монастырь в Шевтоне. Он был основан в 1920-х годах и сразу же одним из основных направлений его деятельности стало ознакомление западных христиан с восточнославянским православием. С этой целью в монастыре помимо богослужений по чину католической церкви были установлены также богослужения по чину православному, в которых используются церковнославянские и французские языки. Простите. Еще в довоенное время в монастыре начали собирать библиотеку, значительную роль в которой отводилась русскоязычным изданием, стекавшимся в Шевтонь из разных стран мира. Упор, естественно, делался на церковные книги и периодику, но собирались также и архивы. В настоящее время библиотека монастыря обладает одной из крупнейших коллекций литературы о русской церкви, а также церковной периодике, издававшейся в русской эмиграции. Добавлю, что в монастырь попадали также иконы и предметы из закрытых или разрушенных церквей в СССР. Большое значение отводилось в монастыре и православному церковному пению. В 1960-70-е годы монастырский хор достиг достаточно высокого уровня и получил широкую известность благодаря выпущенным пластинкам. В послевоенный период, когда из жизни уходило старшее эмигрантское поколение и происходило оскудение и угасание церковной и культурной жизни диаспор, Шевтонь становится привлекательным местом паломничества и для православных. Например, туда неоднократно приезжает из Мюнхена видный историк русской духовной музыки Иван Алексеевич Гарднер, который дает консультации монастырскому хору. С предисловием Гарднера Шевтонь издает и сокращенный вариант обихода на квадратной ноте. Относительно частым гостем в этом монастыре становится и Петр Евграфович Ковалевский, который в 1970-е годы подарил монастырю отпечатанный на машинке комплект своих дневников. Это страничка одного из дневников. Рукописный оригинал дневников хранится в Амстердаме в Институте социальной истории в Фонде общества охранения русских культурных ценностей. Ковалевский являлся председателем этого общества. Таким образом, рукописи дневников попали в Амстердам. Отдельные машинописные копии дневников имеются и в некоторых других, помимо Ширетоне, в зарубежных хранилищах. Однако, самый полный комплект, содержащий авторские дополнения, находится именно в Ширетоне. Более того, только этот монастырь по распоряжению Ковалевского располагает правом на издание дневников и правом разрешать публикацию дневников другим исследователям. Уникальность этого источника заключается не только в огромном временном охвате, но и в беспрецедентной полноте информации. Достаточно сказать, что записям за один год, начиная с 1921 года, посвящена отдельная объемная тетрадь, а иногда и две тетради. Характер записи в дневнике отличается различной степенью детальности. В разные годы он менялся. В содержании просматривается несколько информационных слоев. На первом месте события, связанные с семьей автора дневников отцом, матерью и двумя младшими братьями Максимом и Евграфом. Все члены этой семьи играли видную роль в русско-эмигрантской жизни. И эти роли были так или иначе взаимосвязаны. На фотографии вы видите справа Петр Евграфович Ковалевский, а это Максим Евграфович. Максим уже достаточно известная в музыковедении фигура, но брат пока еще нуждается в том, чтобы его представляли. Но самые известные фигуры этого семейства был Евграф Петрович Ковалевский, то есть глава семейства, который вывез свою семью из революционной России, который в период жизни на родине дважды избирался в Государственную Думу, был автором закона о всеобщем образовании в Российской империи. Как член Думы он был избран делегатом на Поместный собор Русской Православной Церкви 1917-18 В эмиграции Евграф Петрович стал ключевой фигурой в деле организации многих учебных заведений. Одним из создателей русской академической группы возглавлял комитет Дней русской культуры. Эмиграции Ковалевские располагали некоторыми финансовыми средствами. У них была вилла в Ницце доставшаяся по наследству. Это давало им возможность поддерживать привычные традиции непременным атрибутом которых было посещение концертов оперных спектаклей выставок. Впечатления от этих событий нередко мы можем видеть в дневниках Петра Ковалевского. Ковалевские были типичными представителями русской православной диаспоры в жизни которых очень большую роль играла церковь. Дети с молодых лет пели и читали на клиросе умели управлять пением во время служб. Принявший священный сан и монашество Евграф то есть младший брат автора дневников затем стоял у истоков становления франкоязычного православия и возрождения так называемого древнего галиканского богослужебного чина. Помогавший Евграфу брат Максим преуспел который увидит на фотографии преуспел в духовно-музыкальной композиции благо он получил образование в Парижской консерватории у Нади Буланже. Архиву Максима Ковалевского был посвящен наш доклад на одной из прошлых конференций А как раз дневники Петра дополняют портреты и Максима и Евграфа Добавим что в дневниках речь идет не только о ближайших членах семьи Петра Евграфовича но и о расширенной семье Ковалевских куда благодаря браку Максима Ковалевского и Ирины Кедровой дочери певцов профессоров русской консерватории в Париже Николай Николаевич и Софья Николаевна Кедровой гладкой вошло и присоединилось вот это семейство Кедровых таким образом семья Ковалевских Кедровых ее культурно церковно общественная деятельность это вот один из слоев который пристально рассматривается в дневниках музыкальное образование самого автора дневников ограничивалось частными уроками музыки которые он брал еще в России тем не менее музыкальная сторона окружающего мира не оставляла Петра равнодушным вообще тема пения главным образом тема пения хорового неоднократно возникает в его летопись он пел и сам в общем-то но по образованию историк и филолог окончивший Сарбонну и написавший диссертацию о творчестве Николая Лескова Петр преподавал русский язык и литературу в русских школах а латынь в Парижском православном богословском институте позднее он стал деканом и преподавателем в институте Святого Дионисия основанном его младшими братьями был вовлечен Петр Евграфович и в деятельность русского студенческого христианского движения а также таких детско-юношеских организаций как Сокола и Витязи соответственно благодаря его записям связанным с педагогической сферой деятельности мы можем получить представление о том какое место воспитания подрастающего поколения мигрантов занимала музыка и пение Ковалевский видел происходившие события как очевидец и участник их участнику и оценивал как представитель круга русской православной образованной аристократии а как и многие мигранты он искренне верил что в скором времени советская власть рухнет грядет возвращение на родину а до этого их миссия заключалась в сохранении и передаче молодому поколению того лучшего что было вывезено из России это была не только художественная и бытовая культура литература русские обычаи но также и сокровищница православной богослужебной традиции поэтому информационные слои связанные с культурно-просветительской и церковной жизнью эмиграции самые обширные и самые наполненные наблюдения слои вот этой летописи именно они содержат информацию о музыкальной жизни диаспоры разумеется интересы Ковалевского простирались и далеко за пределы русской колонии его интересовали самые разные аспекты жизни как внутри Франции так и вне ее в то же самое время как историк русист он пристально обсматривался в прошлое России и в настоящее Советского Союза кстати фрагменты из дневников посвященный приезду во Францию духовенства из СССР по окончании Второй мировой войны скоро будут опубликованы в составе нашего нового тома русская духовная музыка в документах и материалах давайте бегло перелистаем один из дневников Ковалевского чтобы понять чем интересовался образованный русский музыкант перед вашим вниманием сейчас будут страницы из дневника второй половины 36-го года когда Петру Графовичу было 35 лет и дневник этот ой простите это Кедров да вот дневник дневник из Амстердамского института это оригинал автограф здесь вот лишь некоторые странички чтобы получить какое-то представление как выглядят эти рукописи и что его интересовало ну конечно Троица Сергиева Лавра и канун преподобного Сергия это сентябрь даты на двух в двух стилях причем Ковалевский очень долго не переходил на новый стиль иногда путал вот эти вот даты доказывал иммигрантам что нужно обязательно сохранять старые литые исчисления вообще церковные праздники являются покров Пресвятая Богородица то есть написано Вязьмой Вязью кстати и церковные праздники вот служат как бы каркасом вот этих дневников ну очевидно каркасом жизни общей жизни этой семьи этого человека интересует вот и 20-летие со дня смерти Толстого то что происходило в церковной истории русского зарубежья события с ремских карловцев это собор с ремских карловцев когда окончательно епархия в Париже митрополит епархия митрополита и в Логе окончательно размежевалась с русской православной церковью за границей торжественные собрания русской эмиграции также отражает этот дневник это события из дневника вот первой половины века кончина Александра Константиновича Глазунова который умер в Париже и здесь сразу должна сказать простите что почему собственно вот еще с таким вниманием Ковалевский фиксирует события церковной жизни дело в том что в течение почти полувека он был иподиаконом Александра Невского храма в Париже то есть бывшей посольской церкви но он не только был иподиаконом самым опытным и ведущим но также старался привлечь русскую молодежь привить ей любовь к церкви обучить иподиаконскому служению разумеется он был знаком со всеми регентами псаломщиками этого храма и в своих дневниках постоянно упоминают о том как пел хор кто им руководил каким образом в храм был принят тот или иной регент и так далее основываясь зачастую на кратких строках его летописи мы знакомимся с такими регентами и псаломщиками как Михаил Фирсов Василий Кибачич Борис Выдра Николай Афонский Петр Спасский и другие конечно не мог Ковалевский обойти вниманием и протодиака на собор Николая Тихомирова обладавшего уникальным голосом и до революции служившего в храмах Зимнего дворца в Петербурге Ковалевский не только пишет об этих людях но и порой передает их рассказы например рассказ служившего на Рю-Дарю в царское время псаломщика Фирсова о том как службы в этом храме происходили тогда когда он еще состоял при посольстве не ускользает мимо внимания Ковалевского и такие случаи когда наряду с основным хором или вместо него пели хоры из других храмов или даже концертные ансамбли например квартет Кедрова или хор донских казаков под управлением Сергея Жарова иногда Ковалевский изменяет своему обычному краткому телеграфному стилю заметок и дает довольно живописные характеристики но это в тех случаях когда его особенно задевает разумеется пение как и вообще музыкальная сторона богослужения замечалось Ковалевским вскользь как бы боковым зрением основное внимание было приковано к самому богослужению и к тем духовным лицам которые его совершали в первую очередь это были архиереи которым он прислуживал наиболее красочно и подробно Ковалевский описывает богослужения которые совершались на большие праздники в первую очередь Рождество Христово и Пасха довольно часто он фиксировал в дневниках и заупокойные богослужения совершавшиеся по приносимым в храм покойникам смертей в эмиграции было очень много и многие усопшие проходили свой последний путь через Александр и Невский храм в их числе были вот Александр Константинович Глазунов Федор Шаляпин Николай Кедров Николай Черепнин и многие другие обилие в дневниках таких заметок создает впечатление своего рода синодика по-видимому уход из жизни в мир иной старой России Ковалевский воспринимал с особым чувством как раз эти фрагменты его дневников и содержат порой очень интересные и неожиданные факты и характеристики разумеется Ковалевский не ставит целью писать в дневниках некрологи хотя порой у него получается именно этот жанр его описания не являются и всеобъемлющими однако они сообщают важные детали которые зачастую не могли знать те люди которые писали некрологи для русских изданий например Ковалевский беглыми штрихами передает как относились к тому или ему новому музыканту представители глубинной православной диаспоры был ли сам покойник верующим человеком или даже христианином в некоторых случаях дается и нравственная характеристика Ковалевский разумеется не ставил цель писать свои дневники для их последующего обнародования порой его записи мыло понятны без знания контекста но инстинкт историка-летописца был ему неизбывный нередко он превращал краткие записки в относительно пространные и литературно оформленные фрагменты текста продолжая вести свою летопись в самые трудные годы роль этого уникального источника нам еще предстоит оценить однако даже предварительное углубление в дневники дает понимание что они содержат очень важные добавления к уже имеющейся в печатных источниках информации сведения и в связи с историей русского церковного пения во Франции дневники Ковалевского можно рассматривать как основополагающий источник спасибо за внимание спасибо есть ли вопросы есть ли вопросы если нет позвольте мне задать вопрос а когда планируется выход очередного тома русской духовной музыки и какие там дневники планируется в первую очередь публиковать вы знаете речь идет о дневниках которые были советского периода которые были начаты Мариной Павловной Рахмановой и она не закончила дневник по второй половине 20 века этот дневник в общем достался мне по наследству и он уже в издательстве в издательской работе фрагменты дневников там связаны с 44 46 годами даже 47 но отражают только они вот эту новую новую ситуацию в церковной истории когда иммигрантская церковь как бы была прощена на какое-то время короткое советскими властями когда представители иммигрантской церкви приезжали в Советский Союз и вот митрополит Николай Ярушевич он приезжал и вместе с Клиром он приезжал вот на Рю-Дарю и не только вот в Париж но и в Лондон вот вот этот фрагмент там отражен но это лишь один из маленьких таких эпизодов в этом томе который в основном посвящен советским источникам о церковном пении советское не только пение но и историю тоже советское время вот публикация музыкальной части вот этих дневников предполагается в последнем заключительном томе десятом томе серии который будет посвящен исключительно русским диаспорам тот который вы сдали том это том 9 советский период следующий последний том 10 это иммигрантика разрешение уже получено новой публикации дневниковки не слышу ничего спасибо и а тогда что же спасибо большое тогда мы можем перейти к следующему докладу позвольте объявить Светлана Анатольевна Петухова кандидат искусствоведения старший научный сотрудник сектора иферии музыки государственного института искусствознания и тема доклада документы Сергея Сергеевича Прокофьева в фонде ВОКС спасибо большое очень рада что мне довелось присутствовать на этой конференции тоже смотришь 24 много лет очень прошло первые издания сборника давно стали библиографической редкостью как мы недавно выяснили и за это время мы конечно можем наблюдать возрастание значимости этой темы вообще архивной темы и в этом течении конечно не последнее слово ваше так что спасибо вот доклад описание содержания фонда ВОКС хранящегося в государственном архиве Российской Федерации давно стало одной из традиционных тем настоящей конференции прежде всего благодаря Николаю Степановичу Зелову в докладах которого и публикациях кратко изложена история появления этой организации и забирания ее архива если вот как раз пройтись по этим сборникам в каждом сборнике есть ваша статья это прекрасно основная сложность работы с фондом ВОКС продиктована даже не его объемом весьма немалым сотни и сотни дел даже страшно сказать что там дальше а его содержательной многоохватностью несмотря на то что всесоюзное общество культурной связи с заграницей по идее должно было заниматься именно вопросами культуры в реальности сотрудники этой организации обеспечивали коммуникацию представителей не только творческого цеха но и промышленности сельского хозяйства медицины естественных наук и так далее в 30-е с которых целесообразно начать разговор о Прокофьевском присутствии в истории этого фонда внутренняя структура ВОКС представляла собой ряд отделов объединявших сообщающиеся секции отделы были сформированы по территориальному принципу то есть вот Северная Америка Южная Америка Бельгия Австралия а секции по предметному там была например секция науки и техники была музейная была художественная литература и конечно была музыкальная в начале 30-х эта секция ВОКС должна была охватывать множество подсекций будьте добры первую иллюстрацию ну понятно что эта схема в общем очень общая да и что на данном чертеже изображена скорее идеальная чем действующая модель вот так они себе представляли тут и концерты и библиотеки и связи с другими республиками и чего только нет однако нельзя не заметить что связи организации в их зарубежной части а не внутренней российской именно зарубежной действительно простирались достаточно далеко из документов ВОКС относящихся к жизни и творчеству Прокофьева при желании можно составить несколько тематических направлений хронологически первая из них посредническая роль композитора в установлении контактов ВОКС с иностранными музыкантами в частности в списке краткие сведения о музыкантах намеченных на сезон 1933-1934 года фигурирует Роже Дез Армриер как дирижер это цитата которого рекомендует Прокофьев и дает его адрес сам же Прокофьев там аттестован в качестве источника информации об иностранной жизни музыкантов который помогает их приглашать поскольку к началу сезона 33-34 композитор посетил СССР уже трижды в 27-29 и 32-м далее речь скорее всего идет о последних гастролях состоявшихся с 21 ноября по 6 декабря 32-го года об активных планах власти по поводу контактов с композитором повествует отчет муссекции фокс за 32-й год цитата особая работа ведется вокруг русских композиторов находящихся за границей назовем наиболее крупных Стравинский Рахманинов Прокофьев Мэтнер Греченинов Глазунов работа сводится к изучению деятельности этих композиторов за границей и к использованию возможностей сближения их с советскими музыкантами в частности ведется подготовительная работа по организации возвращения в СССР Прокофьева настоящий приезд Прокофьева использован для установления с ним связи хотя Сергей Прокофьев русский но по условиям его жизни за последние годы он не может не быть отнесен к заграничным музыкантам нашей задачей в соответствии с установкой других организаций было привлечение Прокофьева к работе музыкальной секции Вокса с целью организации в будущем его возвращения в СССР что как мы знаем блестяще удалось дальше продолжаю цитата была проведена большая беседа с Прокофьевым о музыке за границей и о его сотрудничестве с Воксом были намечены имена музыкантов которых мы предполагаем пригласить в союз при содействии Прокофьева были намечены журналы в которых мы сможем поместить статьи о советской музыке при содействии Прокофьева наконец были намечены некоторые советские композиторы сочинения которых предполагается продвигать за границей при содействии Прокофьева перед отъездом его за границу мы вручили ему письмо в котором перечисляем формы совместной работы Вокса с Прокофьевым мы получили от Прокофьева из Франции ответное письмо в котором он сообщает о своем намерении выполнить ряд наших прость по Америке где он сейчас гастролирует и предлагает нам постоянную переписку вот такая пространная цитата должна вам сказать что это письмо по-моему пока не найдено входящее письмо от Вокса к Прокофьеву деятельность Прокофьева направленная на продвижение на западе советской музыки хорошо известна даже сочинение нелюбимого Шостаковича он считал нужным предлагать для исполнений и иногда играл сам следующий этап коммуникации композитора с Воксом военный и послевоенный он ожидаемо охватывает переписку которая шла через эту организацию и в частности через старшего референта а затем заведующему секции Григория Шнирсона о чем я вам рассказывала год назад в августе 43-го не без его участия Прокофьев был избран в бюро секции после более чем двухлетнего перерыва оно заработало в следующем составе дальше перечисление из документа ну это цитата председатель Мисковский зам председателя Прокофьев зам председателя Шостакович члены Александров Асафьев Белый Белза Глиер Ойстрах Сурин Чемберджи Шнирсон конец цитаты значительная тема воксовского эпистолиария этих лет пути получения нотного материала для зарубежных Прокофьевских премьер через компании посредники функционировавшие между музыкальными рынками России и Запада это Амрус Корпорейшн компания которая работала на английский на англоязычный рынок но проработала недолго 40-41-42 почти 3 года и все ее ругали множество нареканий в переписке и с той и с другой стороны как только она тихо почила сразу на ее место пусто не бывает пришла Амрус Литерари Мюзикал Адженси которая под руководством Хеллен Блэк очень такая активная женщина которая в свою очередь уже просуществовала 6 лет до 48-го года если бы не наши внутренние здесь перетурбации она бы и дальше существовала это была очень успешная фирма и вот эти фирмы работавшие преимущественно в Америке дополнялись конечно деятельностью знаменитых фирм Литц Корпорейшн и Бози и Хокс конечно как же без них которые тогда разворачивались в Британию значит это с той стороны здесь они сотрудничали с московским объединением пресс-лит в свою очередь пришедшим на смену акционерному обществу международная книга с которым еще Прокофьев начинал на рубеже 20-х 20-е то есть это были такие монстры рынка среди Прокофьевских сюжетов в этой сфере наиболее драматичным остается конечно связанный с войной миром которая так и не была поставлена тогда в США несмотря на буквально массированную атаку тамошних музыкантов на советские административные организации переписка Леопольда Стаковского с Прокофьевым Воксом и первым секретарем посольства СССР в Вашингтоне Анатолием Громовым но это известная личность Громов это такой советский разведчик серый шпион достаточно известно однако из документов Вокс мы узнаем и о том что и Владимир Горовиц и Олин Даунс и Амрус Литерари в лице Хелен Блэк и даже Эфраим Готлиф чикагский страховой агент занимавшийся сохранением американских гонораров Прокофьева то есть он не музыкант просто любитель музыки участвовали в длительной и безнадежной кампании по получению партитуры войны и мира для исполнения как известно Вокс издавал свой бюллетень в котором публиковалась достаточно скудная информация о новых сочинениях советских композиторов зарубежные корреспонденты скорее всего черпали сведения не только оттуда в этот период железный занавес слегка приподнялся они слушали радио была приватная переписка послевоенное оживление посреднической деятельности организации выпускавших распространявших нотный материал адекватно отражено в переписке Амрус Литерарис преслит где фигурируют почти все новейшие на тот момент сочинения Прокофьева и некоторые до их советских премьер ну как вот по бюллетеню он закончил объявление есть все можно начинать бомбардировать посольство это пятая симфония симфоническая свита 41 год баллада о мальчике оставшимся неизвестным третья симфоническая свита Рамо Джульетта первая симфоническая свита Золушка как мы знаем и та и другая датирована автором 46 годом а это 45-й свита летняя ночь по материалам оперы обручения в монастыре Дуэнья которая датируется в чурме 49-м и 50-й выход ода на окончании войны второй квартет и даже обработки русских народных песен будьте добры вторую иллюстрацию ну это одно из песен да Золушка чья премьера состоялась 21 ноября 45-го года здесь в Москве моментально заинтересовался Дисней о чем Хелен Блэк сообщила уже 8-го декабря то есть прошло ну там две недели цитата Уолт Дисней срочно требует Золушку конец цитаты на это прислит информируя о том какие ноты можно получить передавал цитата Прокофьев запрашивает об условиях предложенных Диснеем за Золушку подтвердите получение полного оркестрового материала Война и мир сообщите сроки постановки условия везде Война и мир в каждом письме в ответ пришла телеграмма Дисней не берет Золушки пока не увидит музыку не получен материал Война и мир Митрополитен опера ждет полный материал прежде чем обсуждать постановку конец цитаты не меньше интерес вызывали и камерное сочинение Прокофьева будьте добры третью иллюстрацию 13 февраля 1944 года Владимир Горовиц писал из Нью-Йорка Дорогой Сергей Сергеевич Спасибо за присланные ноты вашей седьмой сонаты Я выучил ее в три недели и недавно сыграл в советском консульстве где присутствовали все критики и все знаменитости музыкального мира Нью-Йорка Соната имела громадный успех и я должен был повторить последнюю часть Я играю эту сонату сейчас на всех концертах моего турне Только что я играл ее в Джорджии Представьте себе соната имела самый большой успех из всей программы Я надеюсь что скоро родится соната номер 8 Пожалуйста Я также хочу надеяться что вам бы понравилось мое исполнение вашей шестой и седьмой сонат Я с большим нетерпением ожидаю также что вы сочините новый фортепианный концерт с оркестра Я буду играть ваш второй концерт как только вы пришлете мне оркестровку и фортепианную партию в новой редакции Я получил на один день клавир «Войны мира» и в абсолютном восторге от либретта и музыки Конец цитаты 16 марта Прокофьев также разумеется через ВОКС ответил кратко Раду знать что вы являетесь первым в Америке исполнителем моей военной сонаты Буду с интересом ждать вашего письма о том как пришла премьера Конец цитаты Дополняю сведения неоценные для исполнительской истории музыки Прокофьева приведу также выдержку из отчета от 21 января 44-го года то есть это сразу раньше направленного Евгением Киселевым генконсулом СССР в Нью-Йорке Георгию Зарубину заведующему отделом американских стран комиссариата иностранных дел СССР цитата в целях популяризации современной советской музыки Генеральное консульство организовало 11 января сего года прием американских музыкантов и музыкальных критиков было пригласено 160 человек присутствовало 150 человек на приеме была исполнена впервые в США соната номер 7 Прокофьева среди присутствующих были знаменитые дирижеры и исполнители Цискани Бруно Вальтер Греченилов Мильштейн Родинский и многие другие Леопольд Стаковский и Златко Балакой прислали письма с выражением сожаления что не могли присутствовать все слушатели восторженно приняли произведение Прокофьева конец цитаты следующая тема это огромные переписки заказы Прокофьева сочинений будьте добры четвертую иллюстрацию в мае 43-го года Джеймс Фассет музыкальный директор Columbia Broadcasting System писал перевод даю по тому который нашла как в Оксе переводили не очень точно но так сказать все ясно цитата CBS хотела бы заказать вам написание музыкального произведения для исполнения осенью этого года симфоническим оркестром Нью-Йоркского филармонического общества на одном из концертов под управлением выдающегося американского дирижера Хауэрда Барлоу выбор темы и формы мы полностью оставляем за вами при условии чтобы произведение было написано для обыкновенного симфонического оркестра чтобы оно не включало ни солистов ни хоров и чтобы его время для исполнения превышало 10 минут мы разумеется предлагаем вам соответствующий гонорар о сумме которого мы совместно договоримся и за который мы просим у вас право на первое исполнение согласно условиям оговоренному выше и права на некоммерческих началах на радиопередачу по системе Columbia Broadcasting System конец цитаты еще один важный заказ пришел от выдающегося джазового артиста Бенни Гудмана в ноябре 45-го года Хелен Блэк сразу послал телекраму цитата Бенни Гудман хочет чтобы Прокофьев написал для него произведение для кларнета с оркестром на 10-15 минут предлагает от 2,5 до 3 тысяч долларов конец цитаты никаких следов реакции Прокофьева на эти предложения не найдено что заставляет задаться вопросом были ли они в принципе ему переданы несмотря на очевидную выгоду подобных контактов для страны идеология оказывалась сильнее пропустила одну тему это тема приглашений Прокофьева ну понятно что она в общем разработана много звали Прокофьева Шостаковича многих композиторов отсюда звали конечно кроме Шостаковича почти никто не взял ну и Кабалевский еще потом вот наконец существует и четвертое тематическое направление сформированное документальными корпусами ВОКС так называемая личная или приватная переписка почему так называемая даже не комментирую через секретарь музыкальной секции общества и адресно через Григория Шниерсона шли письма Прокофьева от Сергея Кусевицкого Петра Сувчинского Григория Пайчадзе Николая Малько Николая Набокова ну и других менее известных персон понятно что в какой-то части эти источники также являются деловыми однако главная цель их появления все-таки не заключение договоров а стремление узнать от самого композитора хотя бы немного о его существовании в этой пугающей новой империи угадать за скупыми строками живые интонации в которых возможно еще что-то осталось от присущих прежнему Прокофьеву таким образом исполнительские сюжеты если они были только сопутствовали всему остальному конечно в личной переписке такого плана которая вот шла не от корпорации к корпорации от человека к человеку то что называется физическое лицо не обходилось без курьеза 28 февраля 46 года Федор Гаранин второй секретарь посольства СССР в США в срочном порядке сообщал председателю ВОКСу Владимиру Кеменову между прочим этот Кеменов это будущий ИО директора нашего института то есть он был такой настоящий карьерист цитата 28 февраля 46 года то есть в тот же день они написали телефонограмму посольство посетил известный американский скрипат Джозеф Сцыгити целью посещения являлось выяснить судьбу письма датированную июнем месяцем 45 года который он посылал в адрес Прокофьева через посольство письмо содержало просьбу выслать партитуру Саната Прокофьева и было переслано нами в июне же месяце в ВОКС Сцыгити до сего времени не получил из Москвы ответа он заявил далее что исполнение Саната Прокофьева в США пользуется колоссальным успехом и в заключении беседы сообщил о своем намерении посетить Советский Союз планируя поездку на апрель месяц 47 года конец цитат вообще все они писали надеюсь значит увидится на родной земле Горовец который совершенно не собирался здесь значит гастролировать видимо это была такая вот для наших таких представителей это была такая форма речи чтобы их немножко напугать страху на них нагнать нагнавши страху на чиновников личным явлением некто Джозеф Сигити естественно Йожеф Сигити который играл как дьявол это цитата первый концерт Прокофьева на его варшавской премьере 12 февраля 25 года композитор посвятил артисту пятую из песен без слов опус 35 без в переписке музыкантов в целом не более десятка документов и один из них находится тут же это ответное письмо Прокофьева лично написанное им по-французски 24 августа 45 года то есть сразу они когда уже Сигити пришел в посольство лично однако не дошедшие до адресата и по-видимому даже не переведенные для сведения кураторов не сведущих в иностранной грамоте мой дорогой друг очень рад получить твое письмо от 25 мая то есть не июньское майское письмо и узнать что у тебя все хорошо спасибо тысячу раз за программы и за прекрасное исполнение моих сочинений я работаю над еще одной скрипичной сонатой сейчас эту сонату прервала симфония надеюсь возобновить ее после нового года пожалуйста передай мои сердечные чувства мадам Сигити а также семье Никиты это их сын я очень рад слышать что у этого мальчика все хорошо целую тебя крепко мой дорогой друг и вот это моншерами дважды в самом начале в конце не верю что Прокофьев в своей чувстве формы не понял что это за кольцованность и вот это вот Эбразбин Форд это не только целую но еще и обнимаю в общем понятная интонация в русских ответах такого не было а это французский непереденный текст письмо еще одного нежелательного адресата Прокофьева композитора общественного деятеля Николая Набокова написанной в Берлине имеет на полях следующий комментарий составленный в ВОКСе будьте добры пятую иллюстрацию в дело Набоков комментатор голоса США по вопросам культуры и искусства активный участник антисоветской пропаганды переписка его с Прокофьевым по мнению американского отдела совершенно нежелательна Прокофьев нами поставил в известность по этому вопросу через Шнирсона из Германии Набоков выехал и находится сейчас в США сообщать о Набокове нет смысла поэтому конец цитаты письмо датировано автором 4 июня 46 а комментарий 27 ноября 47 и ясно что до адресата этот документ также не дошел цитата Дорогой Сергей Сергеевич «Являюсь американским контролером германских культурных дел «У меня часто заведующий заведующий заведующего русскими культурными делами в американском министерстве иностранных дел он будет при нашем посольстве в Москве два года пожалуйста пишите мне или через американское посольство или же через полковника Тюльпанова заведующего отделом пропаганды при советской военной администрации в Германии и слева на поле перпендикулярно основному тексту вот этому такому политическому я написал много новой музыки конец цитаты фонд Вокс к настоящему времени практически не освоен музыковедами позволяет прежде всего заполнить лакуны естественным образом оставленные в изданиях известных переписок Прокофьева в частности в обширной публикации Виктора Юзифовича где приведены не только документы главных героев Прокофьева и Кусевицкого но это известная публикация 11-го года толстая книга но и множество сопутствовавших ценнейших текстах отсутствует два письма Пайчадзе от 29 мая и 10 июня 47-го года помечены там как не обнаружены Объемные тексты посвящены виолончельному концерту оп. 58 который как известно стал затем концертом симфонии оп. 125 и в этой истории до сих пор известно далеко не все Процитирую точечно потому что надо все это публиковать шестую иллюстрацию Добро пожаловать первую страничку Такого дела я прям заказала у них копию Первая? Да, шестая иллюстрация Вот она Письмо длинное Прежде всего отвечу вам относительно вашего виолончельного концерта Клавир его был награвирован и прошел первые корректуры незадолго до начала войны Но в это время здешнее радио сообщило что вы сделали в этом концерте значительные изменения Поэтому я счел нужным приостановить выпуск клавира и работу над материалом до выяснения правильности этого сообщения Прошу вас сообщить мне действительно ли сделаны вами изменения и в положительном случае прислать мне таковы для исправления имеющейся у нас партитуры Вы вероятно уже знаете что наше издательство жестоко пострадали от войны Бомбардировскими были совершенно уничтожены не только наши склады музыки и архивы в Лейпциге и в Берлине но даже и доски находившиеся у Бриткопфа и Гертеля К счастью уцелела наша продукция последних 15 лет которую мы целиком печатали в Париже Перед нами стоит огромная работа по воссозданию утраченного фонда Работу эту я уже начал без всяких иллюзий на то что моего века хватит для ее завершения Кто-нибудь другой будет кончать это уже после меня Конец цитаты Также заполняющим определенную лакуну является письмо Николая Малько написанное в первой декаде мая 1947 года Зарубежный период общения и сотрудничества музыкантов освещен в недавней публикации Натальи Савкиной их писем из американского архива хронологически доходящих до 12 сентября 34 года Однако существуют и иные документы по-видимому рассредоточенные по разным собраниям один из них отложился в фонде ВОКС и передает привет в СССР уже из совсем другого мира цитата Дорогой Сергей Сергеевич только что я закончил свою европейскую поездку продолжавшуюся почти три месяца Англия, Италия снова Англия В Италии трижды играл вашу классическую симфонию в Турине Болонье и в Милане замечательный камерный оркестр 42 человек Всюду в Италии не то что в Англии было достаточно репетиции пишет дирижер во Флоренции замечательный оркестр пять тоже в Турине и Милане в Болонье даже семь Ваша классическая везде вызвала большой интерес они много говорили писали играли везде превосходно хотел играть другие ваши зачинения да в Италии сейчас очень трудно с нотным материалом и трудно получать его из других стран вот это лейтмотив не хватает нот и очень трудно разобраться это только с Советским Союзом такая ситуация или вообще осенью играл с успехом вашего кибра это видимо кижа если бы удалось получить хороший перевод на английский войны и мир а тоже лейтмотив я бы исполнил эту оперу здесь в Лондоне в BBC как получить клавир не могли бы вы прислать его мне в Чикаго был бы страшно благодарен причем один клавир к этому моменту уже гулял по Америке ну нужна же была партитура я давно ничего о вас не слыхал и был бы рад получить от вас весточку конец цитаты настоящее сообщение не предполагает смыслового завершения работа в фонде продолжается и закончится еще очень не скоро где-то осенью прошлого года я оттуда позорно сбежала потому что я просто не выдерживала у меня еще другие работы помимо прокофьевских документов там многое принадлежащих другим известным музыкантам архив доступен для посещений и я была бы рада осваивать его не единственный из коллег спасибо спасибо может быть какие-то вопросы есть пожалуйста интереснейший доклад и мне кажется масса вопросов может быть по нему задано хотя мы немножко ограничены во времени если можно я только уточню я может быть не так раз слышал по-чатце Григорий Григорий по-моему Владимирович вот это значит это представитель русского музыкального директор уже в это время русского музыкального издательства значит его о его взаимоотношениях о его прекрасной переписке с прокофьевым большой раздел в книге Натальи Павловны Савкиной про огненного ангела вот там про него это замечательный человек просто ну вообще им повезло Эберг тоже им повезло Кусевицкий умел находить людей умел им платить умел с ними устанавливать какие-то отношения вот это значит письма по-чатце которые до этого считались утрачены и там таких писем в ВОКСе в фонде ВОКС очень много значит кому я могла вот я Ольге Георгиевне Дегонской сообщила и что-то послала значит Шостаковича сообщила специалистам по западной музыке вот есть там такие тоже письма композиторов не очень известных которые были выходцами отсюда и жили там в Австрии и Польше где-то еще ну вот что могла я сделала да но поскольку он очень большой и он действительно ну его как сказать как мы говорим трудно листать да там какие-то агрокультурные комплексы значит перемежаются с документами относящимися к культуре понимаете этот пишет пришлите нам новые разработки онкологическая тема и тот пишет ну вот нот не хватает понимаете вот поэтому нужно долго сидеть и главное очень внимательно смотреть потому что все это на разных языках вот ну а как бы нормально человеку доступны да там я не знаю английский, немецкий, французский это уже немецкий так вот переводчик его не берет а там же еще чешский есть такая тема которую можно достать оттуда ну в в большом процентном соотношении это Прокофьев и Чехия это тема которую я давно занимаюсь но видите боюсь вылазить вот потому что всегда можно попасть на какой-то документ неизвестный вот Чехословакия вообще была такая Прокофьевская страна они его очень любили обожали и что бы он ни делал они его никогда не критиковали то есть в их понимании Прокофьев сразу был такой вот гений к нам попал понимаете и вот они Прокофьев, Стравинский вот эта новая музыка они это ставили ну достаточно того я постоянно про это говорю и пишу что первый фестиваль после смерти Прокофьева это фестиваль 62-63 года был театральный фестиваль в Чехословакии то есть фестиваль имеющий мировое значение у нас тоже был но где-то по числу ну как бы количество звучащей музыки он был раза в два меньше хотя возможности у нас было раза в много больше понимаете а вот Чехии напрягались и сделали там были лекции там были премьеры ну там было все в общем вот Огненного Ангела например была премьера одна из первых в мире то есть в 63-м году вот так что и вот если начинать от ВОКСа который у нас здесь буквально под руками в центре города и начинать вот это все дело разматывать то впереди нас ждут удивительное открытие да еще раз большое спасибо что же перейдем к следующему докладу докладчик Юй Тяньжань студентка кафедры композиции научно-композиторского факультета Московской консерватории пожалуйста и тема доклада русский баритон Владимир Шушлин и его китайский ученик Вэн Кэчжэнь Вэн Кэчжэнь Здравствуйте Прима моего выступления русский оператор певец Владимир Григорьевич Шурин и его ученик из Китая Вэн Кэчжэнь В этом году во время жизни мне посчитали раз встретиться с женой Вэн Кэчжэнь пианистской ванцией которая исполнилась 93 года она рассказала мне много думав о Владимир Шушлин и Вэн Кэчжэнь показала фотографии моё выступление будет не в форме лекции а в виде рассказала о том что я узнала во время встречи с ванцией в двадцатом веке в Шанхай проживали окна двойности десять русских эмигрантов и была издана книга «История русских эмигрантов в Шанхай повисующая об этом историческом периоде поэтому в прошлом веке в Шанхайской консерватории было много русских преподавателей Бианис и Гамазитар Челдинь Сахаров Владимир Шушлин и другие русский пас Владимир Шушлин родился в 96-го году участвовал профессор Габель и выступал на одном сцени шария в 1924-ом году Владимир Шушлин приехал на Косноли в Харбин и остался в Китай весной 2006-го года на одном из концертов его замерз известный музыковед и основатель первого консерватории в Китае Гамазитар Сяо Юмэй по указанию которого Владимир Шушлин поступил преподавать в Шанхайскую консерваторию Владимир Шушлин назывался основоположником китайского оберновления этому есть две причины первая заключается в следующем в книге Шан Цяся «История развития музыки» в Китае говорится что Шушлин одним из первых принес в Китай манделу исполнение итальянского педагога Франческо Лампетти а также теорию вакалинное маски педагога использования верхних дезонаторов он как-то сказал не уметь пользоваться методом закрытого пения на высоких нотах все равно что перелезать себе голов вторая причина окна семечести процентов известных китайских вагалистов учились у него это все его ученики например Као Чжи Лан Си Ю Гуи Вен Ке Чжин Чо Муси и многие другие среди них Вен Кжин самый известный ученик Вен Кжин родился в 1929 году он очень любил печь но его семья была против того что он учился пением в 17 лет он плакал себе баняц и клуб написал списку пока не стану певетом не вернусь домой на насыганом линии на завтрак деньги Вен Кжин купил билет на концерт ученика Шлина Си Гуи мечтая учиться у него Зачем Вен Кжин успешно стал выступительным экзаменом в Нангинскую академию искусств однако север уехал в Америку как раз в то время Владимир Шушлин каждую неделю приезжал в Нангин и однажды приезжал с Вен Кжином Шушлин прослушал его и всех себе ученики это была их первая встреча В то время Владимир Шушлин в основном приподавал в Шанхай а также давал частные уроки он не принимал обладу китайских юанях только в вторых а урок вел на английском языке Вен Кжин захотел ходить к Владимир Шушлин на урок раз в неделю в своих интервью Вен Кжин рассказал что только урок Шушлин стоит 30 долларов за 30 минут но испытывая особую симпатию к Вен Кжину он согласился власть с ней по 12 снижем в 11 долларов только Вен Кжин каждую субботу после санятия садился на поиск в Нангин и к 4 часа утром приезжал в Шанхай зачем он отбавлялся в банк чтобы обменять юан на долары и к 11 часам утром приходил домой к Шушлину на занятие Владимир поставил урок с Вен Кжином самый последний в расписании поскольку после него не было других учеников Владимир каждый раз занимался с ней почти по часу но была за урок и до сих пор на 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 Продолжение следует... 要等到九點鐘,銀行開門,人民幣換美金,拿了美金去上課,那時候舒適人不要人民幣,他們換好了人民幣,然後到舒適人去上課,它是最後一個上課,十一點鐘。 11點到12點,一個小時。 那時候舒適人結婚了,娶了一個中國人,周穆熙,她的太太。 太太本來是她的學生,跟她學唱了,後來就娶了她做太太,這個太太很厲害,在樓上。 溫老師說前面一個學生,到時間了,她打零,舒適知道了,下課。 歌還沒唱完,唱一半,也下課。 但是,溫和珍上課,後面沒學上。 而且,關照周穆熙,溫和珍上課,你不許打零。 所以,講是講半個小時,常常就延長一點。 但是,她付錢呢,是付半個小時的學費。 在那邊,關照周穆熙,她搭乘的故事,她說她和珍上課,她說她和珍上課會留意。 и не осмелись послушать и ждать на улице, подождем. В итоге, когда Владимир Шушлин открыл дверь, он с сумрением обманул за ней, учители предложили ему переодеться и бы настолько тронцали устремлёстисью своего ученика, что даже угасли его своему крупничному варенью. Кроме того, хотя Владимир Шушлин обычно не был перед учениками, для вечера он сделал исключение и продемонстрировал ему, как следует, петь на собственном примере. Продолжение следует... Девушки отдыхают... Уважаемые рекомендуем советские лета Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова АПЛОДИСМЕНТЫ И еще один из самых интересных, потому что он очень хорошо, очень приятно. Он сказал, что я сегодня снял, что снял, что снял, что снял, что снял, что снял, что снял. Продолжение следует... 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 В то время шли берез до приезжав в Лангин и они не знали находиться ли он в Шанхай. Следующий раз. В то время шли берез до приезжав в Шанхай в Лангин и они не знали, так как на час битва за биле лаву через леку янцы можно выйти? А, че че, че дейли. Че дейли? Че дейли? Че дейли? Че дейли? Че дейли? Че дейли? Че дейль? Че дейли. Че дейли. Че дейли? трассника просил свои вещи, прикрывая голову в покое с нотами, с заметками Шушилина, которые дали ему сам Шушилин. Сейчас эти ноты хранят в Уан Цюг. Это фотография, которую я сделала в Симонии коллеги у нее дома. Сейчас запись Шушилина, что приняли им во время занятия. Это запись. Это запись. Флотима Шушилина был другим учителем. Он говорил Шушилину, что для того, чтобы хорошо исполнять на извлечение, как то композитор, нельзя знать только одно или два. Необходимо выучить 40 или 60. Поэтому лептуал Венгченна был очень обширен. Он исполнял множество песней на русском языке. лептуал Венгченн. Здесь можно Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДимаTorzok 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 Возвращение к Ленинин Корректор А.Егорова Продолжение следует... 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 Тема выступления свидетельства Александра Николаевича Серова о Рихарде Вагнере. Опыт, комментарии, письма к Владимиру Федоровичу Адоевскому. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Мне бы хотелось поблагодарить организаторов на возможность выступить. К сожалению, не получилось приехать. У нас сейчас довольно трудная обстановка в городе. А сказать очень хотелось бы, поскольку в отделе рукописи Российской национальной библиотеки удалось разыскать письмо Александра Николаевича Серова к Владимиру Федоровичу Адоевскому, в котором есть несколько примечательных высказываний историко-музыковедческого характера. Спасибо большое. Переписка Александра Николаевича Серова с Владимиром Федоровичем, двух крупнейших деятелей русской музыкальной культуры 19-го столетия, является открытым пространством современных историко-музыковедческих и философских исследований. Публикация писем разрознена, неполна и нуждается в обстоятельных комментариях. Прояснение требует как особенный эмоционально насыщенный стиль общения Александра Николаевича Серова и Владимира Федоровича Адоевского, так и содержательность, разнообразие тем и смысловая глубина этого общения. Дружба между князем Владимиром Федоровичем и Александром Николаевичем была душевной и в некотором плане семейной. Владимир Федорович оказывал большую поддержку композитору и, как мы читаем в книге воспоминаний Валентины Семеновны Серовой, жены Александра Николаевича, с Серовым князь носился, как с приезжей Примадонной. Тотчас собрал кружок слушателей и ЮДИФ, если я не ошибаюсь, сделала свои первые шаги в Москве, именно в салоне Владимира Федоровича Адоевского. Семья Адоевского очень любила Серова, он был частым гостем в их доме, друзья вели очень тесную переписку. В рукописном отделе Российской национальной библиотеки хранятся 12 писем Александра Николаевича Серова к Владимиру Федоровичу Адоевскому, датируемые с 1859 по 1868 годы. Значительный интерес вызывает неопубликованное письмо Александра Николаевича к Владимиру Федоровичу, написанное 28 августа 1859 года. В этом письме Александр Николаевич пишет о своем заграничном путешествии, и в самом начале он извиняется перед его сиятельством за то, что долгое время не было писем. «Уповаю на свойственное вам великодушие, на снисходительность, и хочу верить, что вы простите мне большую мою вину перед вами, то есть мое долговременное молчание, тогда как я обязан был написать вам еще из Веймара, еще в половине русского июня, то есть при самом начале моего нынешнего путешествия за границей, которое теперь подходит уже к концу». Путешествие было очень насыщенным впечатлениями и событиями, которые отвлекли Серова, как он пишет от всякой корреспонденции. Александр Николаевич посетил выступление «Гениальный», как он ее назвал, «Марии Зепах», которая исполнила роль Гретхэн в «Фаусте», слушал Фиделио Бетховена впервые в своей жизни, полюбовался Рейнским водопадом и озером Четырех Кантонов. Посмотрел «Сокровища живописи» и скульптурой в Нулхене и Йене, а главное, побывал на блистательнейшем представлении Лейнгрина на сцене Дрезденской и Йенской опер и лично познакомился с великим, по его же слову, Рихардом Вагнером. Навстречу двух композиторов указано в монографии самого Рихарда Вагнера, но это описание короткое и лаконичное. Именно он пишет так. «Наконец из Петербурга приехал и Александр Серов, чтобы провести в моем обществе некоторое время. Это был оригинальный, интеллигентный человек, определенным образом ставший на сторону листовской и моей музыки. В Дрездене он слышал Лейнгрина и хотел ближе ознакомиться с моими работами, в чем я должен был ему помочь, изобразив Тристана со свойственной мне манерой исполнения. Теперь это событие встречи композиторов можно узнать из письма Александра Николаевича. В Швейцарию, в Люцерн, я ездил нарочно, чтобы лицом к лицу увидеть автора лучших в свете опер, побеседовать с ним. Отношение Александра Николаевича Серова к творчеству немецкого композитора изначально было двойственным. Он придерживался идеала музыкальной драмы в духе Вагнера, но при этом полагал, что его музыкальное мышление отличается некоторым утопизмом и карикатурного преувеличения стиля Вебера. В встрече же с творческим гением Рихарда Вагнера в Германии за год до этого письма, которое мы рассматриваем, рассела неясность критической мысли Александра Николаевича Серова. Серов пишет очень прочувствовано в этом письме. Большое внимание уделяется переживанию встречи с великим композитором. «Случилось так, что у меня и письма не было рекомендовательного от листа к Вагнеру. Надо было ледяную корку первого знакомства с довольно мизантропически настроенным художником лбом пробивать. А впрочем, немножко делу поспособило то, что Вагнер меня знал уже». С этого момента началась дружба реформаторов немецкого и русского музыкального мышления. «Вся последующая переписка Серова касательно Вагнера – это человеческие документы глубокой нравственной красоты, которые заставляют нас совершенно забыть о неприятных шарховатостях характера Серова, как об этом свидетельствует Евгений Максимович Брауда». Из писем же Рихарда Вагнера к Александру Николаевичу виден чрезвычайно сердечный тон, как об этом нам также свидетельствует Евгений Максимович. Рихард Вагнер пишет Серову так. «Примите еще раз мой сердечный привет и выражение искренней благодарности за ваше большое дружеское сочувствие. Будьте здоровы, мой добрый друг!» Вернувшись в Петербург после описываемых в письме к Валерию Владимиру Федоровичу Адоевскому событий, Александр Николаевич стал, как заметил Евгений Максимович Брауда, положительно запугивать редакцию музыкального вестника объемистыми статьями о Вагнере. Сам Александр Николаевич очень откровенно признавался сестре в увлечении Вагнером. «Я писал о Вагнере все лето, писал еще две статьи по приезде. Рапопорт за это дуется. Все Вагнер да Вагнер. Подписчики будто бы ропщут. Хочу проповедовать о Вагнере», — буквально так пишет Александр Николаевич Серов. «Дружба с мизантропическим художником не могла оставить равнодушным. Он всегда вызывал бурю эмоций, либо положительных, либо отрицательных. Композиторы были очень похожи своими художественными идеалами. И, как писал Брауда о Александре Николаевиче Серове, воспитав себя на германских классических образцах и на Вебере, всегда глубоко сочувствуя германской поэзии вообще, он не мог не принять к сердцу, так сказать, великих идей германского реформатора Обера». Но важно заметить, что эти идеи зародились в русском композиторе еще до знакомства с работами Вагнера. В 1858 году до знакомства с Вагнером Александр Николаевич познакомился с Листом. И об этом он также пишет в этом письме к Владимиру Федоровичу Адоевскому. «Прошлое лето для меня было эпохой Тангейзера и личного сближения с Листом. Нынешнее же лето — эпоха Ленгрина и личного сближения с Вагнером». Из архивного письма мы узнаем, как восторженно пишет о немецком композиторе Александр Николаевич. Говорит о великом Рихарде Вагнере, о возможности видеть автора лучших в свете опер. И даже «Имею право теперь заказать для себя визитную карточку «Амико де Дисте Аде Вагнер», что в переводе означает «лучший друг Вагнера». Князь разделял теплые чувства Серова к Рихарду Вагнеру, а впоследствии тоже лично познакомился с немецким композитором. Из дневниковых записей можно подчеркнуть даже то, что Вагнер ужинал в доме у Владимира Федоровича во время его выступлений в Москве в 1863 году. Из дневника Владимира Федоровича Адоевского мы видим эту встречу, как «Послал к Павлову статью о первом концерте Вагнера. Обедали у меня Вагнер, княгиня Ольга Аболенская, Тимирязева с матерью, Варвара Дмитриевна, Патулов старший, Ошелев, Соболевский. И после обеда пришел Молчанов, пел, и Вагнер прослезился. Эрхарт Мергерур, он дал мне прочувствовать, что означает в переводе, сказал он, и Вагнер совершенно понял необходимость нашего осьмогласия». В заключении я хотела бы сказать, что письмо Александра Николаевича Серова к Владимиру Федоровичу Адоевскому является ценным документом, свидетельствующим об историчной геологической открытости русской музыкальной культуры 19-го столетия, положительной открытости всему новому, что дает о себе знать примерным образом, горячности Александра Николаевича и благожелательности Владимира Федоровича. Замечательная и ответная заинтересованность в разговорах с русскими музыкантами, немецкого композитора-реформатора Рихарда Вагнера. Именно эта открытость, исторические свидетельства о ней могут быть предметом дальнейших исторических и философско-музыковических исследований, в которых я надеюсь принять участие. Спасибо большое за внимание. Извините, пожалуйста, я ничего не слышу. Можно еще раз повторить вопрос? У меня такой очень традиционный вопрос, лично архивный, довольно большой корпус этих песен, и они не опубликованы. 10-12, они лежат. И на них периодически ссылаются. Там слово, там слово. Вы не хотите их опубликовать, тем более у вас есть прекрасная возможность, не завязываясь на вагнере, а просто опубликовать эти письма. Спасибо большое, если честно, я работаю над докладом. У меня появилась такая мысль, поэтому, возможно, в будущем, да, я займусь этим моментом. Вопрос. Насколько уместно описывать моду соотношений Серова и Адоевского, как и дружба? Вы так сказали, несколько смело это прозвучало. Ну, да, очень смело, это, я бы сказала, больше дружба, она не поддерживает. Все-таки разница в возрасте. Да, ну, она есть, и это... Спасибо большое. Спасибо большое за ответ за замечательный информативный доклад. Есть ли еще какие-то вопросы, пожалуйста, можно задать их. Если нет, тогда давайте еще раз поблагодарим нашу докладу. И тогда перейдем к следующему выступающему. Это Нина Отовна Баркалая. Кандидат искусствоведения, доктор университета Парижа, 8. И тема доклада Отовны. Грузия в жизни, в частности. Парижа Шаляпин. Вот настоящий доклад является продолжением моих двух предыдущих докладов. Поскольку я сейчас очень много работаю в грузинских, разных грузинских архивах, исследую жизнетворчество русских музыкантов, которые работали в Грузии и которые были основателями музыкального образования, профессионального музыкального образования в Грузии. И Тифлис вообще, Шаляпин говорил, что он родился в жизни дважды. Это известно его изречение, которое он сказал непосредственно при встрече со студентами Тифлисского музыкального училища, что для жизни я родился в Казани, а для пения в Тифлисе. Так что Тифлис – это такой город нынешней Твилисе, который сыграл в хорошем смысле в жизни Шаляпина как бы чудодейственную роль. Там случилось чудо, превратившее бедного певца, певшего в случайных антреприцах того Шаляпина, который мы знаем сегодня. Надо сказать, что юбилейный год Шаляпина был в 2023, и он праздновался по всему миру. В частности, я принимала, имела честь принимать участие в конференции Парижа, посвященной творчеству Федора Шаляпина. И сейчас я уже перейду непосредственно к своему докладу. Я сначала реализую свой доклад, а затем коротко вот этот файл, собственно говоря, о тех персоналях, о которых идет речь в докладе. И фотографии этих людей вы увидите, которые сыграли вот такую очень важную роль в жизни Шаляпина. Надо сказать, что это тема Нинава Тифлис. Он был почетным гражданином города Тифлиса, которым получил это звание во время своего последнего приезда в 1915 году, во время своего последнего приезда в Грузию. И этой темой очень много занималась научный сотрудник Бахрушинского музея Светлана Семиколенова. Огромную роль в изучении творчества Шаляпина по всему миру играет общество Шаляпина. И непосредственно такой подвижник и один из руководителей этого общества Юрий Иванович Тимофеев. И я сердечно их благодарю за те сведения, которые они мне также предоставили, которые находятся в Бахрушинском музее. И проводилось непосредственно три выставки, посвященные этой теме, как раз в 2015 году приурочено к столетию вот этого присуждения Шаляпину звания почетного гражданина города Тифлиса. А третья выставка была на Малой Ордынке в 22-м году, в апреле 22-го года. И так приступлю к своему докладу непосредственно. В Тифлисе связаны годы профессионального становления Федора Шаляпина. Именно в этом городе он встретил своего учителя, знаменитого тенора и солиста императорского Большого театра Дмитрия Усатова. Здесь жила его первая любовь, Ольга Михеева. И именно от Тбилиси он впервые вышел на большую оперную сцену. На встрече с профессорами и студентами оперной студии Тифлисского музыкального училища в 1915 году он произнес известную фразу «Я рожден дважды для жизни в Казани, для музыки в Тифлисе я рожден». В музеях и в архивах Тбилиси сегодня находятся малоизвестные документы, касающиеся двух периодов жизни Шаляпина, его ученических лет в начале 90-х годов позапрошлого века и его последующих выступлений Тбилиси уже в качестве известного артиста. В общей сложности Шаляпин был в Грузии четыре раза. Во время учебы и первых выступлений в опере, это почти два года, 1892-1993 годах, и в гастрольных турне уже в качестве известного артиста в 1900-1910 и 1915 годах. Эти документы включают письма Шаляпина друзьям и первой возлюбленной пианистке Ольги Михеевой, программки и финансовые документы, связанные с оперными спектаклями и концертами разных лиц его участия, и практически неизвестные воспоминания о Шаляпине друзей его юности на русском и грузинском языке. Почти год он посвятил учебе в классе знаменитого педагога Дмитрия Усатова. Остальное время относится к его выступлениям и гастролям на сцене Тифлисского оперного театра, который тогда назывался Казенным театром. В 1915 году Шаляпин стал почетным гражданином этого города. Сегодня, спустя более чем 100 лет, после последнего пребывания Шаляпина в Грузии, возникает важный вопрос. Почему именно в этой стране, в этом городе он получил свой единственный шанс стать большим артистом? Известно, что петь в оперных антрепризах он начал значительно раньше и в других городах. Для того, чтобы дать ответ на этот вопрос, необходимо вкратце обрисовать культурную жизнь и атмосферу Тифлиса конца 1890-х годов. Первый оперный театр появился здесь еще в 1851 году. По распоряжению русского наместника на Кавказе, князя Михаила Воронцова, был построен на средстве известного коммерсанта и мецената Гавриила Таманшева. Можно перевернуть? А, это следующий кадр. Вот этот первый оперный театр. Он находился на месте, которое ныне называется Площадь Свободы. К сожалению, он сгорел. Этот театр был построен в 1851 году. В 1858 году его посетил Александр Дюма во время своего путешествия на Кавказ, что он подробно описал в своей книге. В 1874 году театр сгорел, и уже только в 1896 году по проекту архитектора Шрюбера было построено другое здание. Театр, который существует и поныне. Пожалуйста, следующий кадр. Вот это здание Тифлисского оперного театра, ныне Тифлисский оперный театр имени Поляяшвили. Вплоть до конца 80-х годов здесь выступала итальянская оперная труппа, и только с основанием русского императорского музыкального общества Тифлиси, и приездом более чем на 10 лет ученика римского Корсакова Михаила Михайловича Ипполитова Иванова, здесь стали звучать опер русских композиторов. Глинки, Чайковского, Мусоргского, Бородина, Римского, Корсакова, Серого и самого Ипполитова Иванова. На примеры своих опер в этом театре, подготовленные Ипполитом Ивановым и его женой, одной из любимых певиц сопрано Чайковского и профессором Тифлисского музыкального училища Варвары Зарудной, неоднократно приезжал сам Чайковский. Он был в Грузии пять раз и жил много месяцев, о чём тоже существует масса документов и воспоминаний. Он высоко ценил уровень труппы и оркестра Тифлисского оптимого театра, и сам неоднократно дирижировал здесь своими операми. На базе музыкальной школы, созданной грузинскими музыкантами ещё в 1971 году, учеником Джона Фильда, известным пианистом Алоизом Мизандари, однокурсником Чайковского по Петербургской консерватории Харлампием Саванелли и однокурсником Славовой Ипполиты Иванова, меценатом и пианистом Константином Алихановым, кстати, с личностью которого была связана жизнь Фёдора Шаляпина. Он платил ему стипендию, давшую ему возможность учиться пению у Усатого. В Тифлисе было создано отделение Русского императорского музыкального общества и музыкальное училище, которое позднее стало консерваторией. Это учебное заведение вскоре стало выпускать музыкантов для казино-оперного театра, что способствовало высокому профессиональному уровню этой труппы. Именно в этом училище, ставшую позднее консерваторией, преподавал Дмитрий Усатов по приглашению Ипполитова Иванова. Это был единственный педагог, на самом деле, у кого по-настоящему Фёдор Иванович Шаляпин, тогда совсем юный, учился оперному вокалу. Ко времени приезда Шаляпина в Тифлис, Тифлис был очень развитым в культурном отношении к городам, с театрами, с деньми, учебными поведениями, широким кругом, интернациональной интеллигенцией, крупных меценатов. То есть это была как бы культурная столица Закавказья, тогда как экономическая столица. В то время был Бакок, где были вот эти богатые нефтяные месторождения, в том числе и Нобель там начинал. И вот многие из меценатов, помогавших Шаляпину, как раз были вот такими людьми. В этом городе с одинаковой силой любили и понимали итальянскую, французскую, русскую оперу, грузинские, русские, городской романсы, вудувиль, творчество грузинских, армянских, азербайджанских народных певцов. Грузия конца 18-го, начала 20-го века – это не только родина грузинских поэтов-романтиков, Барташвили, Важа Пшавелла, Ильича Чавадзе, Церетели, Галактион Табидзе, но и армянского поэта Саят Нова и русского поэта Владимира Маяковского. Так что вот именно вот в такой город в тот момент он попал. Ну, я еще назову вот этих меценатов, это Тамамшев, Арамянс, Монташев, Исаия Питоев, Константина Алиханов и многие-многие другие, которые были страстными почитателями и музыкального театра, и классической музыки. Страст к искусству старшего проколения привела к тому, что многие из младших представителей этих семей, к примеру, стали впоследствии выдающимися театральными деятелями. Вот, например, Исаия Питоев, великий меценат, который построил здание Технического артистического общества, где наградно выступал Шаляпин, ныне это театр Шульта Руставели. Он непосредственно дядя Жоржа Питоева и, получается, Саша Питоев, великий французский театральный артист, был его внучатым-племянником, а его брат Иван Питоев многие годы был директором оперного театра. Другой важной причиной, способствующей становлению Шаляпина как артиста, в Тифлисе, стал глубокий интерес русских композиторов к искусству и музыке Грузии. Это, безусловно, отразилось не только в сюжетах, но и в самом материале известных русских романсов, симфонических поэм, в особенности опер. Вот хроматер-христоматийный пример – это использование грузинской колыбельной «Авнана» в арабском танце из балета «Щелкунчик» Чайковского. И эта песня была записана, на самом деле, передом Чайковского и Политовым Ивановым. Вот, но вернемся в 1892 год. К юному Шаляпину для этого обратился к хронике его событий жизни в Грузии. Впервые он оказывается здесь вместе с оперной антрепризой Ключерева, с которой выступает в начале Батуми. То есть первым городом, где он вышел на сцену в Грузии, был Батуми. Это так называемый «Железный театр» и в Кутаисе. Далее он появляется в эпизодических ролях и на сцене Тихлийского казенного театра. В числе партий, исполняемых в апреле-майе 1992 года, была партия «Свата» в опере «Русалка», «Дергамышский Орувес» в опере «Белине Норма», начальник польского отряда «Жизнь за царя Глинки», «Альбер» в опере «Жидовка Голивини» и так далее, и так далее. Но вскоре антреприза эта распалась, и «Жалявин» оказался, можно сказать, неудел, в очень тяжелом материальном положении. Он в это время выступал под фамилией Барсова, поскольку работы никакой не было. Он выступал в летних садах Тифлиса, и благодаря пению в этих летних садах, одним из которых был немецкий сад, он сохранился, кстати, сегодня, тогда он существовал на Михайловской улице, и ныне это проспект Акомашиной Бели. Он обращал на себя внимание местных меломанов. В это же время он участвует в литургии в соборе Александра Невского, но в основном перебивается такими случайными заработками, и уже, так сказать, практически на грани нищеты. Его спасают от мыслей, от самоубийства. Счастливый случай, друзья, вот те самые меломаны. И его направили к Дмитрию Сатову. А он уже в этот момент должен был уезжать из Тбилиси, поскольку договорился с другой антрепризой в Казани. Вот. И в итоге Дмитрий Сатов связал его с Константином Алихановым. Сам Дмитрий Сатов был знаменитым в своё время оперным певцом, первым исполнителем Ария Венского в Большом театре, учеником Камилы Эверарди, соучеником той же Дейши Сианитской и Варвары Зарудной в Петербургской консерватории. И он, будучи сам человеком из народа, из крепостных вообще-то, он помог другому человеку из народа, Шаляпину, и направил его к Константину Алиханову, который взял на себя его материальное обеспечение в момент учёбы. Собственно говоря, в чём состояла учёба? Не только непосредственно в занятиях с Усатовым, но в участии в так называемом цифрийском оперном кружке, где он исполнил и фактически, можно сказать, обкатал или впервые обыграл свои лучшие оперные партии. К их числу принадлежало прежде всего три партии. Это была партия Мефистофеля в опере Гуно, это Мельник в «Русалке Дергамышского» и партия Бориса из оперы «Борис Годунов». Вот это основа. И как раз в этих метод Усатов был связан не только обучением вокальному мастерству, но и выступлением в этих музыкальных вечерах в доме купца Аршакуни, где на улице Грибоедова, где ныне находится Академия художеств Грузии. И, кстати говоря, на той же улице Грибоедова, в самом её начале, находится консерватория. Так что всё было в пределах одной улицы, можно сказать. Надо сказать, что в этом доме Аршакуни сам Усатов также и жил. В летний период «Кружок» выступал на открытой оперной сцене в саду меценатши Луизы Мадер немецкой, на той же Михайловской улице, во дворе, в котором располагался летний театр. Вообще для Тифлиса, наверное, это скорее связано с климатом или, может быть, с традициями XIX века, вспомним, вот Павловск, недалеко от Петербурга, были приняты вот такие выступления и спектакли как раз на открытом воздухе. Среди произведений, которые Шаляпин исполнял на концертах «Кружка», были партии, сначала эпизодические, во-первых, Глинки, Мусоргского, Гуно, затем Серова, Обера, Чайковского, и партия Базилия, тоже одна из двух коронных партий, с Севильским цирюльникой, а потом он уже начал исполнять главные партии. И уже при содействии Усатого через несколько месяцев с сентября 1993 года Шаляпин начал наступать в антрепизе любимого и Форкати уже непосредственно на сцене Казённого театра, Тифлийского оперного театра. И очень быстро, очень быстро получил огромную популярность и, как выражаясь его же словами, взял на себя весь репертуар для Баз. Вот. Но надо сказать, что тот архив, который содержится в частности в библиотеке музея арт-паласса в Тбилиси, содержит очень личную живую переписку с его друзьями, с его первой возлюбленной, которая была очень хорошей пианисткой, Ольга Михеева. Вот. И здесь Шаляпин предстаёт в таком очень живом, очень как бы непосредственно видно, как он менялся, как менялись его взгляды. В начале, вот я вам процитирую некоторые его письма, хотя личные, хотя, может быть, это и, как говорится, не очень хорошо цитировать личные письма, но в то же самое время это многое говорит о нём самом, потому что в этих письмах он выражается в основном цитаты из тех оперных партий, которые он в тот момент разучивал. Например, два письма Шаляпина Ольги Петровны Михеевой из Риги. Это уже когда он покинул Грузию вместе с рекомендательными письмами, которые ему дал Усатов. Он поехал в Москву вместе со своим другом Агнивцевым. И он пишет следующее. «Милый мой Олег Петрович, пишу эти строчки исключительно для вас. И другие изумляются моему драконовскому к вам отношению, о котором вы пишете, мне совершенно интересно и, кроме того, неизвестно. А потом, му, прошу вас прочитать это и всем с нетерпением ждущего моего ответа сказать. «Сейчас уезжаю в Ригу, где проведу часть лета. Письмо ваше получил тоже сейчас, что буду в состоянии. Мой адрес такой. Не знаю, имеет ли это какое-нибудь значение, но все-таки сообщите мне. Простите, сколько лет вы прожили на свете? Может, меня спросят. А я не знаю. Поклонитесь вашей маме». Во втором письме он рассказывает о том, что пытался поступить в Московскую консерваторию, но приехал в августе, когда все было закрыто. И надеется, его цель была поступить в Московскую консерваторию, но оно так и не состоялось, поскольку его очень быстро взяли сначала в час, на январе, репризы здесь, а затем он попал и в качестве солиста Большого театра. Сейчас же в консерватории занятия, следовательно, кончились. Теперь сдавать что-нибудь поздно. Когда в сентябре буду, постараюсь со своей стороны сделать все возможное, поговорить с директором консерватории. Теперь, во всяком случае, прошу вас написать мне подробно, как вы думаете учиться, то есть на какой курс, и каким делом заняться в Москве. То есть он надеялся, что она приедет в Москву. Или другое письмо, еще написанное им в Тихлисе. «Я никак не ожидал, что вы предпочтете перестать видеть меня, чем исполнить мою просьбу, хотя бы во время болезни. Разве так трудно видеть меня, не ругать меня?» «Впрочем, вы и высказали вполне определенно, что я против и что были бы счастливы видеть меня мертвым». И так далее, и так далее. То есть это такая история любви юного Шаляпина, и, в общем-то, неразделенной любви, как выясняется из этих писем. И видно, как он здесь формируется как личность, когда он вначале пишет только цитатами из оперных партий, затем уже начинает выражать свой внутренний мир, и это очень-очень интересно. И стремится, стремится как бы в глазах своей возлюбленной показать, что он стремится к самому лучшему. И в итоге он это, безусловно, доказал. Документы, хранящиеся в архиве, содержат массу писем Шаляпина и к другим его друзьям, в частности, к Исаии Ивану Питоеву и к Нине Ивановне Сердаковской, урожденной Алексеем Исхишвили, которая оставила о нем очень интересные воспоминания. Это и Ольга Козловская, которая также была подругой его юности, тоже оставила о нем очень массовые воспоминания. Очень много программок, очень много афиш, и очень много, кстати, и финансовых документов, касающихся концерта, выступлений Шаляпина, его турне, его бенефисов. И надо сказать, что Шаляпин давал очень много благотворительных концертов в Грузии, в частности, в качестве существования людей, пострадавших во время, в 15-м году, во время геноцида. Далее он очень много давал благотворительных концертов для поддержки общества грузинской грамотности, общества женщин, поддерживающих образованию женщин, и так далее, и так далее. И все это были огромные, как бы очень яркие события в культурной и музыкальной жизни. Самые последние документы Эдвилийского архива относятся к приезду в Шаляпина в 15-м году. Он выступает в казенном театре уже, не в спектаклях, а проводит два концерта, 15-го и 18-го мая, с камерной программой, с участием Мервольфа, пианиста, и Лассе, скрипача Лассе. Первый концерт был дан в пользу грузинских и армянских беженцев. Тогда же, 17-го мая, при посещении как раз музыкального училища экзаменов, он и произнес эту знаменитую фразу. В последнее время эта тема вызывает очень большой интерес. Тема «Шаляпина в Грузии у исследователей». Ей было посвящено несколько выставок, о которых я уже говорила. И на самом деле в данный момент я занимаюсь расшифровкой его писем, его архива, которые находятся сейчас в Грузии. А сейчас я попрошу показать. Можно немножко вернуться на две фотографии? И покажу все. Да, к самому началу, если можно. Следующее. Это 1972 год «Видтифлиса». Это фотография, подаренная Константину Алиханову, который был очень крупным меценатом и фактически благодаря стипендии, которые платил ему Алиханов. Он сам был музыкант и учился в Петербургской консерватории вместе с Ипполитовым Иваном. Шаляпин имел возможность свободно учиться, не думая о материальном положении. Это старое здание оперного театра. Это мы уже видели. Дальше новое здание, ныне существующее оперного театра имени Палиашвили, театра оперы и балета. Это молодой Ипполитов Иванов в Тифлисе в качестве дирижера оперного театра и одного из создателей Тифлисского музыкального училища, позднее старшего консерватории, в которую он стал позднее ректором. После того, как он был ректором Московской консерватории в течение многих лет. Прошу дальше. Это фотографии Чайковска в окружении Варвары Зарудной, пианиста Эпштейна, справа Ипполитов Иванов, Иван Сараджишвили, дирижер-белончелист, Горский. Прошу. Следующий. Это Чайковский в окружении своих друзей в Тифлисе после одного из спектаклей в начале 89-м, кажется, году. Вот здесь рядом с ним Зарудная. Вот. Прошу дальше. Вот. Шаляпин по приезде в Тифлисе. Он вообще очень любил фотографироваться, и это прекрасно, поскольку благодаря этому мы имеем возможность видеть его в разные периоды его жизни. Так. Прошу. Это Усатов. Дмитрий Усатов, его единственный учитель, память которого он чтил на протяжении всей своей жизни. Вот. Это как раз Константин Алиханов. Вот. И фотографию, которую он подарил. Вот самое первое фото, которое было. Это в окружении семейства Алиханов и Алихановых-Чайковских в Артачалах, тоже после одного из своих выступлений. Вот. Это кружок, как раз оперный кружок, где Шаляпин и со своими коллегами, Усатов здесь в окружении своих учеников. Самого Шаляпина здесь, к сожалению, нет, но здесь эти, надо сказать, вечера пользовались огромным успехом, и информация о них регулярно появлялась в прессе, и отзывы, и критика, собственно говоря, является на сегодняшний день важными элементами о ранних годах и учении Шаляпина, поскольку сам Усатов эти вечера называл оперными упражнениями. Вот. Это как раз дом купца Аршакуни, где находится Академия художеств, и здесь Усатов и жил, и здесь как раз проводились эти оперные вечера Тифлийского оперного кружка. Вот это афиши с участием Шаляпина Тифлийского оперного кружка. Вот опера «Русалка», «Демон», вот «Севильский цирюльник». Как раз партия «Севильского цирюльника» Шаляпина впервые услышала и Политова Иванов на одном, вот на этом вечере, 19 марта 93-го года. Это как раз вот тот сад, один из садов, который поныне существует, где Шаляпин обратил на себя внимание меломанов, участвуя в летнем концерте. Вот. Это дом Луизы Мадер, во дворе которого летний сад, где были выступления участников оперного кружка в летний период. Это уже сцена Казенного театра. Вот первое выступление Шаляпина в опере «Аида». Вот первое выступление в опере «Фауст». И надо сказать, что у него был колоссальный репертуар. Каждый второй день он выступал в главных партиях самых разных опер. И очень волновались за его голос меломаны. Но он выдержал такую нагрузку колоссальную и, конечно, получил огромное известно. Надо сказать, что в 93-м году, уже в июле, проводился уже его бенефис, вот этого совсем юного артиста. Пожалуйста. Дальше. Вот опера «Гугеноты», то есть он выступал в самом разном репертуаре и итальянском, и французском. Вот единственная фотография, которая находится ныне в Бахрушевском Сашинском музее, это Шаляпин квартире Мельника в Тифлисе. Вот это дирижер Тифлисского оперного театра «Форкати». Труфи, простите, я оговорилась. Это здание Музея литературы и искусства «Арт-палас» в Тифлисе, где находится часть архива Шаляпина. Вот Ольга Михеева, его «Дама сердца» Шаляпина в Тифлисе, которая всю жизнь прожила в Тифлисе и умерла в 1943 году. Вот, пианистка. Это одно из писем и памятных фотографий Шаляпина, которые он ей посылал. Вот это письма, рукописи писем. Вот, это Исаия Питоев, основатель артистического кружка и сам был женат на очень известной актрисе Ольге Станиславовне Маркс и как бы родоначальник очень крупной артистической династии, которая впоследствии прославилась во всем мире. Это Питоев и теоретиков театра и на сцене театра, который ныне носит имя Шутару Ставели. Это очень один из известнейших театров Грузии. Вот, собственно, выступал тоже несколько раз Ишаляпина, Рахмани. Он был крупным леценатом. Это записка брату Исаия Питоева, Ивану Егоровичу Питоеву, который был многие годы руководителем труппы оперного театра. Вот, это Нина Иванова Сергея Токовская, урожденная Алексеем Исхишвили, которая была его концертмейстером в кружке, оперном, в Тифлийском оперном кружке и в классе Дмитрия Усатовой, которая очень интересные воспоминания о нем оставила. Это он, фотография со своим другом Огнивцем в период, когда они вместе поехали с рекомендательными писемами Усатова в Москву покорять как бы уже столичную сцену. Вот, это билет, билет на один из спектаклей Шаляпина в Тифлийском оперном театре 1900 года. Это его афиши как раз во время этой поездки. Вот, его коронный репертуар Фауст, Русалка, Борис Годунов. Вот, это еще одна афиша от Коаида. Это как бы копия финансового документа со сборов, театральных сборов одного из этих спектаклей. Вот, и это в 2015 году последняя его поездка программка 15 мая, тоже каменный концерт, но который был дан на сцене непосредственно оперного театра. Здесь он исполняет романсы русских и европейских композиторов. Вот, фотография Шаляпина. Все. Спасибо большое. Спасибо большое. Задержала. Материала очень много, очень сложно его сократить. Хочется побольше рассказать. В галерее было представлено имен и занято. Азартинская тема это сквозная для русских музыкальных архивов и Спектана Мартынова занималась этой темой. Здесь как бы подхвачена эта эстафета своего рода. Позвольте еще раз вас поблагодарить. Какие-то вопросы можете пожалуйста. Спасибо. Если вопросов нет, тогда еще раз спасибо. Благодарю вас. Спасибо. Следующий доклад это доклад мой Моисей Григорий Анатольевич кандидат судоведний ведущий научный сотрудник научно-известного центра Московской консерватории ученый-секретарь институционного совета Московской консерватории и тема известной страницы пребывания Адольфа Аданов в Санкт-Петербурге по материалам фондов Романовых в Государственном архиве Российской Федерации и дирекции операторских театров в Российском государственном историческом архиве. Если можно первую иллюстрацию открыть. Спасибо. Мой интерес к заявлению теми изначально вызван посвящением, которое вы видите на экране. Это титульный лист балета Адольфа Адана «Морской разбойник», изгненного в Санкт-Петербурге в 1840 году в виде неполного клавира. На титуле обозначено, цитирую, «Ее величество Александре Федоровне императрице всероссийской, покорнейше посвящает автор». Напомню, Александра Федоровна, урожденная Фредерико Лиза Фарлотта Вильгельмина Прусская, это супруга Николая Первого. Сразу есть, можно вторую иллюстрацию в довольно подвижном темпе. Примечательное посвящение трех известнейших театральных сочинений «Ада» на конца 1830-х, начало 40-х годов, обнаруживающие российско-немецкую династическую взаимосвязь. Это опера «Почиталью из Ланджумо» 1836 год, посвященная отцу Александру Федоровне, русскому королю Фредерику Вильгельму Третьему. Далее опера «Адьевавара из Превстона» 1838 год, посвященная российскому императору Николаю Первому супругу Александре Федоровне. И, наконец, следующая иллюстрация, вы уже ее видели, это «Морской разбойник», посвященный самой императрице. Этот балет имел подзаголовок «Пират». Под ним он зафиксирован не только в либретто 1840-1841 года, напомню, что либретистом был Филипп Тальюни, отец Марии Тальюни, но также, например, и в первом томе советской музыкальной энциклопедии 1973 года. А балет этот занимает особое место на следе Диодана в истории русского балетного искусства вообще, и к нему уже обращались разные исследователи, в том числе Юрий Соломинский, Валерий Модестов, Анна Груцинова, многократные участницы наших конференций. И, в частности, их волновал вопрос о связи либретто. Это у балета с Бухчарайским фонтаном Пушкина. А Анна Петровна проанализировала рукописные источники из библиотеки Московского Большого театра с крепичными репетиторами, в частности. В силу моего интереса к романовской теме, мне важно было с одной стороны понять, какое место это занимало в жизни царской фамилии, с другой обратиться к сопутствующим документам, личным и официальным, постараться найти в них соответствующие следы. Попутно мне удалось скорректировать ряд неточностей вкравшихся в научную литературу об Адане, обнаружить новые документы и снять вопросы об альтернативных заголовках балета «Морской разбойник». Можно следующий. Спасибо. Вот одним из отправных моментов для архивных поисков, а также с точки зрения методологии исследования, послужила статья Галины Владимировны Петровой о посвящении фантастической симфонии Гиктора Берлеза Николаю Первому и о тех документах, которые она обнаружила в РГИА. Ее статья опубликована в сборнике «Музыка в культурном пространстве Европы-России» в 2014 году. А сразу скажу, что и я обратился к тому же архивному фонду 472 канцелярия Министерства Императорского двора и поисковый результат оказался неожиданным. Я обнаружил дело вот обложечку перед вами о выдаче балетмистеру Тальоне денег за музыку балетов «Тень» и «Морской разбойник». Можно дальше? Спасибо. Какие источники я привлекал еще? Это личные документы Романова, хранящиеся в Гарфу, дневники императрицы Александра Федоровна и ее сына Константина Николаевича, переписка Николая Первого со Сыстревичем Александром, рукописные оркестровые голоса балета, хранящиеся в Центральной Музыкальной Библиотеке Мариинского театра, переписка министра Императорского двора князя Петра Михайловича Волконского и директора Императорских театров Александра Михайловича Гидеонова, камерфорьерские журналы, материалы из РНП и Библиотеки Санкт-Петербургского университета. Для более точного воскресения контекста я составил такой хронограф, его фрагмент французскую и российскую периодику, экземпляры первых из Данили Бретта, личные и служебные эпистолярии. А как ни странно это прозвучит, ранее эти материалы не попадали в поле зрения исследователей. Благодаря сопоставлению и сверке удалось уточнить заново многие детали. Выявить газетные анонсы в Северной Пщеле и Парижском театральном курьере явно взаимосвязаны это самое начало хронографа. Даты прибытия данных в Петербург и его отъезда из России точные даты. Его встречи с членами императорской семьи, даты цензурных разрешений Либретта и издания фрагпианных обработок его балета в Петербурге и Париже. Последний совершенно неожиданный неизвестный факт. Также удалось уточнить место хранения рукописных оркестровых голосов, содержащих концептуально важные пометы, связанные с премьерным исполнением. И даже даты трех самодеятельных выступлений 12-летнего сына Николая I и Александра Федоровна и великого князя Константина Николаевича как танцора этого балета в Зимнем дворце для членов императорской семьи. Можно следующий. При перекрестной сверке выявлено много неточностей в литературе. Наглядный пример дата мировой премьеры морского разбойника. В ряде публикаций указаны 9 февраля 1840 года. Например, в словаре «Музыкальный Петербург» изгнан в 2019 году. На самом же деле это 5 февраля 1840 года, как вы видите, на титуле «Либретто». Этот экземпляр напечатан к первой постановке. Он сейчас хранится в отделе редких книг и рукописей научной библиотеки Санкт-Петербургского университета. Передан туда в 1851 году из библиотеки Санкт-Петербургского цензурного комитета. И попутно из этого экземпляра мы узнаем имя цензора небезызвестного Петра Корсакова. К сожалению, у экземпляра утрачена обложка. Об этом мне сообщил заведующий отделом редких книг Алексей Александрович Савельев. Можно следующую? Почему, к сожалению? Это станет понятно, когда мы рассмотрим группу источников, связанных с альтернативным заголовком. «Пират». Несколько лет назад вопрос о его происхождении был затронут на страницах серии «Музыкальный Петербург», но трактовался там ошибочно. Мои разыскания показали иной результат, а именно «Пират» совершенно аутентичное название. Оно встречается в рукописных оркестровых голосах в ЦМБ. Оно напечатано в московском либретто 1841 года перед вами на экране. И, если можно, следующую иллюстрацию. Вот это дневник, личный дневник Александра Федоровны. Здесь также фигурирует это название «Пират». Хотя это довольно сложно разобрать. Вот здесь написано по-французски и по-немецки «Бенефис Тальони» «Пират». Первая строка и дальше по-немецки «Музик фон Адамма», музыка Адана. То же самое мы находим в дневнике ее сына Константина Николаевича, также «Пират». Скорее всего, на обложке петербургского издания «Либретт», с которого я начал этот обзор, также было напечатано слово «Пират». Но, как я уже сказал, обложка утрачена. Можно следующее. Примечательно, что «Пират» был не единственным, не единственным альтернативным заголовком. В архивных документах я обнаружил еще один вариант названия балета «Фурбан». Так назвал его инициатор создания этого произведения и его либератист Филипп Тальонев в своем письме к министру императорского двора князю Петру Михайловичу Волконскому от 5 марта 1840 года. Оно написано по-французски в жанре письма-претензии и хранится в упомянутом мною фонде 472 «РГИА». Вот это письмо перед вами. Письмо посвящено требованиям Тальоне выплатить ему денежную компенсацию за музыку Адана, уже покинувшего Петербург. Балетмистер ссылается на одну из статей своего контракта о том, что совершенно новая музыка для нового балета, специально сочиненная приглашенным композитором, должна быть отдельно оплачена дирекцией императорских театров. При этом он заявляет, что сам заплатил Адану перед его отъездом из своего кармана 3000 рублей. 3000 рублей сумма в несколько раз превышающая обычный гонорар балетного композитора на тот момент. И на первой странице письма имеется резолюция князя Волконского простым карандашом по-русски. Это вот раз-два, начиная с третьей строки, такой бледный, да, вверху, бледноватый такой почерк, потому что простым карандашом процитирую, что там написано «припроводить на рассмотрение к господину директору театров, то есть Гедону, для поступления на основании точных слов условия». Конец цитаты. А дальнейшее содержание этого дела вылилось в переписку Волконского и Гедеонова и их противостояние требованиям Филиппа Тальони. Из нее следует, что, во-первых, балет «Морской разбойник» не был заказан Адану дирекцией императорских театров, во-вторых, что Адан не имел приглашения на работу в Россию от этой структуры, и третье, что все это шло через Филиппа Тальони, так как, то есть Адан был как бы такой зависимой фигурой в этой игре. И также эти документы добавляют штрихи к портрету Филиппа Тальони как самовольного хозяина положения, который приглашает того, кого ему надо было без ведома дирекции императорских театров. Процитирую фрагмент из письма Гедеонова к Волконскому. А если допустить его, то есть Тальони условливаться самовольно, то нет причины, чтобы впредь не последовало еще больших требований, ибо теперь они самовольно пригласили Адама приехать в Санкт-Петербург для написания музыки. В другой раз может вдуматься им пригласить Абера, Мер Вера, Россини. Конец цитаты. А все это, по мнению Гедеонова, может послужить, цитирую, вредным примером на будущее. Возможный выход он видит в переадресации претензий Тальони к милости государя-императора, то есть к выдаче денег из кабинета его императорского величества. По-видимому, в итоге так и произошло. Косвенную аналогию этого тезиса можно заметить в репортале французской газеты «Ревюэ газет Мюзикаль», где говорится о сумме 100 тысяч рублей, можно следующую, да, 100 тысяч рублей потраченную на постановку морского разбойника и сказанной императора. Это очень известный факт в публикациях Груциновой, в частности, и у Сланимского тоже ссылка на этот фрагмент фигурировала. И, если можно, сразу следующую, тоже из «Ревюэ музикаль», иллюстрация, ее я открыл, чтобы вернуться к проблеме посвящения и поиска его документальных свидетельств. А в ситуации их отсутствия в архиве, в РГА, нельзя пройти мимо материалов прессы. В репортаже «Ревюэ газет Мюзикаль» о спектакле 9 февраля 1840 года встречается интригующая реплика на эту тему. По окончании спектакля, я почти цитирую, по окончании спектакля из «Царской ложи» на сцену спустились три августейшие персоны император, императрица и некий неназванный по имени великий князь. Спустились, чтобы приветствовать композитора, который, в свою очередь, тут же обратился к императрице с просьбой посвятить ей это произведение. И, как следует из газеты, она тут же дала согласие на такое посвящение. Подробный пассаж вызывает вопросы. Придборный протокол предусматривал введение официальной переписки автора, желающего сделать посвящение в густейшем лесу с Министерства Императорского двора. Подразумевал различного рода письменные согласования. И как раз об этом статья Галины Петровой о фантастической симфонии и посвящении Николаю I. В отношении Адана есть только итог. Само посвящение напечатанное на титульном листе клавира. Однако есть свидетельство особого отношения к этому балету, к его музыке внутри императорской семьи. Они содержатся в дневниках великого князя Константина Николаевича. Это и есть тот самый неназванный великий князь из репортажа ревьюн газет Мюзикаль. Обращение к ним позволяет еще раз убедиться, что этот балет императорской семье было принято называть пиратом. И вариант этот изобрели не сами, а взяли с титульного листа печатного Либреттон. Во-вторых, из дневников великого князя и мемуаров его спутников Лудковского и Кускова видно то особое отношение, которое установилось в семье в отношении этого балета. 12-летний Константин самостоятельно разучил его и представил в виде спектакля одного актера несколько раз перед матерью императрицей, сестрами и перед отцом Николаем Первым. То есть танцевал один все балетные партии и спел за все инструменты. Это произошло во время Великого Поста в марте 1840 года задолго до издания клавира. Царская семья не изменяла своему увлечению этим балетом и в дальнейшем. Из дневниковой записи Константин Николаевич от 9 октября 1842 года мы узнаем, что императрица подарила ему ноты пирата. Эта реплика нуждается в особом комментарии, потому что клавьер, как указывал я выше, был издан в ноябре 1840 года. Допустить же, что Константин получил в подарок издание двухлетней давности в принципе возможно, но вызывает сомнения. Скорее здесь речь идет о другой редкой публикации втором выпуске театрального альбома, вышедшем осенью 1842 года в Петербурге и целиком посвященном морскому разбойнику. Наряду с очерками о самом балете и его исполнителях Шарли Лошуке, Ольге Шлефофт о сценических партнерах Марии Итальоне. В нем было помещено нотное приложение и крокады. Крокады, то есть изображение сцен из балета на одном листе. Глядя на них можно представить, чем выкновлялся великий князь, осуществляя собственные представления. Спасибо за внимание. Есть какие-то вопросы? Буду рад вам прокомментировать. Если вопросов ко мне сейчас нет, то позвольте объявить последнего докладчика нашего вечернего заседания. Это Николай Степанович Зилов, данный специалист Государственного Архива Российской Федерации. Николай Степанович наверное не нуждается в представлении, но я все-таки зачитаю все необходимые полагающиеся регалии. Заведующий архивохранилищем личных фондов государственных и общественных деятелей СССР и Российской Федерации. А тема документы ГАРФ о Вильгельме Наполеоновиче Гарте Вильде. Уважаемый учащий, участники конференции я конечно сокращаю свое сообщение. Вы немножко уже регламент нарушили. Я думаю, что статью подготовлю об этом забытом музыкальном деятеле для наших трудов. А сейчас я более очень кратко скажу о этих документах нашего архива. 5 апреля исполняется 165 лет среднего рождения композитора, дирижера, этнографа, собирателей музыкального корреклера политкоторжан, политсильных Вильгельма Наполеоновича Гортовельда. Родился он по уточненным данным, потому что в энциклопедиях разных, испражненных все разные даты. Вот Израиль Маркович Польский все же уточнил несколько лет назад точную дату. Родился он по уточненным данным 5 апреля 1859 года в Столгольме. Там же скончался 1 октября 1927 года. Ильин Наполеонович Гортовельд швед по национальности. Музыкальное образование получил в Лепсской консерватории, после окончания которой работал с 1882 года в России. Писал музыку для московского кабара «Летучая мышь», романса на стихе Даниила Максимовича Гаузена, Алексея Константиновича Толстого и других известных проектов. Он автор оперы «Песнь торжествующей любви» по одновременной повести Ивана Сергеевича Тургенева. В 1907 году, по другим данным, в 1908 он посетил Сибирь, побывал в знаменитых тюрьмах Акатуйской, Тобольской, Неченской, записал песни «Политратаржан» и «Сыльно-посиленцы» опубликовал их сразу же в двух сборниках. Названия очень большие, не буду сокращать. 25 песен сибирских катаржан, бородяг, инородцев. И в том же году они были записаны на грампластинке и выпущены с пояснительной брошюрой песни катаржан. С 1909 года проводил концерты и лекции во многих годах России. Я, как уже сказал, пропагандировал музыкальный фольклор сибирских катаржан. Государственный архив Российской Федерации в фонде Департамента Полиции хранит дело, заведенное в 1909 году на Гортовилле. На обложке надпись сотрудника Департамента Полиции о композиторе и собирателе песен сибирских ссыльных шведском подданном Вильгельме Гортовилле. Дело заведено в связи с доносом Тамбовского губернатора от 17 июня 1909 года о предстоящем в городе концерте лекции Гортовилля в программе песен ссыльных а также кандальный марш под аккомпанемент кандалов. Писал в этом доносе читаем очень возможно что звон кандалов являлся необходимой принадлежностью кандального марша обозначенного в афише нисколько не сомневаюсь и в том что тот же звон должен дать маршу известное настроение ну и огромный донос пропускаю текст в программах раздаваемых перед концертом помещены выдержки из московских газет где отмечался громадный успех песен политкоторжан особенно среди публики где присутствовали студенческие турмундира гимназические тужорки не подлежит сомнению что этот мастовский восторг был бы повторен и в тамбове получив конечно такое донесение департамент полиции собирая сведения композитые и вот в тот же день когда поступил донос заводят о нем дело у него через несколько дней там неделю уже подшиваются документы и программы концертов и газетные выездки с рецензиями на выступления Вильгельма Гортовельда 30 января 1909 года Гортовельд выступил с докладом о результатах сибирской поездки в обществе славянской культуры это 30 января а 21 февраля он выступает в обществе антропология и этнографии в Москве участники вот этих заседаний посоветовали ему организовать концерт выступления и для широкой публики вот 6 апреля это все под делу я рассказываю которое хранится в Агарфе 6 апреля в большом зале Московского Огородного Собрания состоялся отмечается в документах депутат полиции первый концерт для широкой публики боковые ненумерованные места заполнили молодые гимназисты студентов 19 апреля программа была повторена и вновь с большим успехом а затем песни политкатаржан позвучали в Туле Курске Воронеже Орле Полтаве Киеве в Харькове концерт проходил в театре цирки Муссури который умещал 3500 человек в газетах были опубликованы восторженные отзывы Короленко Гилеровского других известных литераторов иного мнения были руководители департамента полиции Министерства внутренних дел принимало внимание что концерты Гортовельда весьма вредно влияют на интеллигентную часть населения и в особенности на учащихся писал в августе 1909 года начальник департамента полиции министру внутренних дел я полагал бы необходимым воспретить спреть вышеуказанные концерты Гортовельда 1 сентября начальник главного тюремного управления направляет министру внутренних дел две брошюры Гортовельда и программы его концерта Вильна от 15 августа одновременно он писал концерты названного лица в которых исполняются так называемые песни каторги несомненно вызывают значительнейший интерес в известной части общества концерты эти дают хорошие сборы привлекая главным образом учащихся молодежь снова пропускают текст донесения следствие изложенного имея ввиду содержание некоторых из программ песни каторги я полагаю что концерты господина Гортовельда едва не имеют желательный характер для правительства 2 сентября 1909 года департамент полиции рассылает всем губернаторам и градоначальникам циркуляр о запрещении исполнять в концертах скандальный марш Гортовельд в 1910 году предполагал выступить с группы певцов в Западной Европе в Берлине Париже первое выступление уже было назначено в берлинском цирке Шумана однако генеральный консул обратился к президенту берлинской полиции запретить концерты в деле департамента полиции Гортовельда вырезки из газеты Новое время за ноябрь 1910 года вырезка информации из Берлина здешняя полиция запретила появление в цирке русских певцов которые в костюмах и кандалах изображали политических преступников и пели революционные песни отменили концерт и в других городах Западной Европы артисты остались без вес они обратились генеральному консульсу в Астердаме с просьбой о возвращении их на родину за казенный счет но и в этом им было отказано композитор мечтал еще раз побывать в Сибири но ему отказали помня его первое путешествие по Сибири и посещение тюрем летом 1910 года на стразе Московского сада Эрмитаж было анонсировано представление в декорациях и костюмах подготовленное Гортовильдом песни Катаржан в лесах спектакль запретили за несколько дней до премьера в 1912 году в больших залах благородного собрания и Петербурга и Москвы а затем и в провинции прошли с успехом организованное Гортовильдом и под его управлением исторические концерты в которых исполнялись собранные им песни времен Наполеона во время Донушества в Россию после Октябрьской революции Гортовильдом Наполеонович с первой волной эмиграции покинул Россию жил в 1918 1919 годах в Константинополе в 1920 1927 в 1927 году в Стонгольме Вы знаете памятное для меня с этим делом событие Я окончил свой архивный институт в 1963 году и поступил на работу меня направили на работу в самый главный архив страны тогда назывался он Центральный государственный архив Октябрьской революции Я работал в отделе использования лет 10 а вот сейчас работал 60 уже вместе не дало с меня приветствовали наши коллективы Я первые годы даже второй год работаю я случайно смотрел описи конечно тысячи описей смотрел и меня заинтересовала вот эта запись Гортовильдия и значит я посмотрел открыл дело ни одного в листе использования ни одной записи никто не смотрел после того как департамент полиции когда поступил в архив в начале революции в 17-18 году ни одной записи я конечно заинтересовался написал небольшую заметочку принес в журнал советская музыка Юрий Семенович Корев посмотрел и в общем-то одобрил опубликовал этот сериал и назвали его «Кандальный марш» была такая и я неожиданно узнал через несколько лет потому что это даже не было авторских прав случайно приходил в Ленинскую библиотеку на выставке новых поступлений посмотрел биобиблиографический отправочник на немецком языке в Германии и я конечно а я смотрел ну и в институте занимался в школьные годы языком значит я все же смог разобрать я обнаружил Зилов значит немецкий «Кандальный марш» так что вот эту статейку публиковало зарубежное публиковало зарубежное издание потом прочитал эту заметку ну не статейка она была так с вами сейчас пять в общем приличная Симон Довидович Дрейден знаменитейший музыковед автор книг и в том числе одна книга называется «Музыка революции» я значит я его посоветовал показал эти документы он использовал я тоже потому что стал позднее через книжку в своей книжке он дважды ссылался вот на эту статью «Кандальный марш» и еще последнее вот всем памятное значит конечно я не стал когда я публиковала публиковал эту статью были новые публикации и Рахманин и очень много Дмитрия Шостаковича неизвестных ранее это уже 60 лет назад и Дмитриевич когда узнал некий документ подарил мне чудесную фотографию с такой по надписью значит подарил мне фотографию Александр Борисович Гельден Вейзер которого документы которого тоже обнаружил я в архиве и тоже с очень интересной написью и тоже самое интересное вот недавно издали его дневники я смотрю и боже мой он запись делает что вот пришел студент встречался со студентами архивного института один студент фамилию называют подготовил материалы о моих встречах с толстым сделано хорошо это очень для меня узнал это вот буквально года два назад и конечно для меня сегодня 60 лет в архиве и конечно очень хорошо относится коллектив и архив и руководство но конечно время надо спокойно потом уже ну значит может быть уходить уже хотя они не отпускают но я благодарю судьбу что так встретились мы с Ириной Вячеславной сотрудники библиотеки которые меня поддержали на все конференции и для меня это большая высокая награда я считаю благодарю Сергея Ирина Вячеславна вас коллектив библиотеки за внимание рядовому архивисту хотя конечно написано очень не скромно я честно говорю вот знаете так сегодня такое ображательное отношение честно говорю у меня меня спрашивают Некрасив Степанович а сколько у вас статей я никому не говорил потому что мне стыдно говорить сколько у меня статей вот поэтому ну вот поэтому такая да и самое интересное как считать вот начинал я автора этого Гортовельда и думаю может быть уже и закончу выступление в нашей библиотеке имени Танеева тоже Гортовельда так что вам спасибо за то что несмотря на такое позднее время вы остались и прослушали краткое сообщение которое я конечно искренне согласил спасибо огромное спасибо 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 и дамы спасибо мы с вами вот вот следователь нашим документам сегодня я вот неудавно вы сказали для меня это тоже было такое неожиданно чтобы упомянули меня для меня это тоже награда спасибо вам большое ну и еще раз спасибо